Коллеги, я предлагаю уже начать, потому что на моих часах уже 2 минуты 11. Здравствуйте все. Наша секция проблемы лингводидактики и перевода ведения. В первой части руководителем буду я, во второй части, как у нас это принято, Климович Николай Иванович. Мой доклад тут стоит первым, поэтому я и начну. Будьте добры, перейдите на мою презентацию. Мой доклад называется «Четвертая промышленная революция и ее влияние на преподавание английского языка». Будьте добры, первый слайд. Как известно, способ производства всегда оказывал влияние на все общественные сферы, в том числе и на преподавание. Изменение способа производства принято называть промышленной революцией. Человечество знает 4 промышленные революции. На первых трех я останавливаться не буду, а в данный момент мы находимся в состоянии развития четвертой промышленной революции. Это не год какой-то перелом, это период, который длится достаточно долго. Он начался с наступлением 21 века. Особенностью четвертой промышленной революции является переход на автоматизированное цифровое производство, которое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени. А также обслуживание человеческих потребностей с помощью искусственного интеллекта. Это основано на способности компьютеров обмениваться данными друг с другом и принимать решения без участия человека. Сегодня стало возможным использование умных фабрик, где работает всего лишь несколько человек, а всю остальную работу выполняют роботы. Производство сегодня основывается на интернете вещей, больших данных, облачных технологиях, дополненной реальности, блокчейн и других информационно-цифровых технологий. Общество, в котором мы живем сегодня, принято называть информационным обществом. Этот термин возник не сегодня, а еще где-то в 60-е годы прошлого века. Его создал японский антрополог Кадао Умэ Сао, и он же сформулировал основные положения информационного общества. Вы их видите на этом слайде. Источником производительности и роста в общественном развитии является информация, которая распространяется с помощью информационных технологий. Те, кто учились в прошлом веке, помнят совсем другое. Нам говорили, что основой развития общества является тяжелой промышленность. Сегодня об этом уже никто не говорил. Экономическая деятельность смещается от производства товаров к производству услуг. Раньше нам говорилось о преимущественном развитии производства товаров и массовом производстве. Сегодня об этом не говорит никто. Ядро социальной структуры составляют профессионалы и, прежде всего, специалисты в области компьютерных технологий. Опять-таки, люди, которые учились в прошлом веке, помнят, что гегемоном общественного развития считался пролетариат. Сегодня всю эту работу выполняют роботы. В новой экономике все возрастающую роль играют профессии, связанные с высокой насыщенностью знаниями и информацией. То есть знания и информация лежат в основе всего. Будьте добры, следующий слайд. Все это оказывает влияние на сферу образования. Обратите внимание на имя Юнедзи Масуда. Это японский социолог, и он предсказал все процессы в сфере образования, которые мы переживаем сегодня. Еще в 83-м году, в прошлом веке, он выпустил свой основополагающий труд, инструкционное общество, как постиндустриальное общество, где он описал все образовательные процессы. Вы скажете, следующий слайд. Итак, что происходит сегодня в нашем обществе, в системе образования? Прежде всего, появилась открытая образовательная среда. Благодаря дистанционному образованию, благодаря цифровизации всех общественных процессов, развиваются также неформальные типы образования. Человек может учиться где-то в университете по журналистике, а параллельно, да, в Москве, да, а параллельно он может проходить дистанционный курс астрофизики в Штенфордском университете. В моей практике преподавания такое было. Не знаю, кем человек стал в результате, но он проходил неформальное, открытое образование совсем в другой точке земного шара. Индивидуализация процесса обучения. Процесс обучения подстраивается конкретно под обучаемого. Самообразование и самообучение становятся ведущими формами учебного процесса. Обучающийся сам выбирает для себя, как ему учиться. Роль преподавателя меняется. Его обучающая функция сокращается в связи с тем, что он перестает быть единственным источником знаний. Знания обучающиеся получают из интернета, а вот консультирующая и направляющая функция преподавателей усиливается. Творчество – это очень важный момент. Творчество лежит в центре всего образовательного процесса. А также получение образования в течение всей жизни. Сегодня наши пенсионеры тоже вынуждены обучаться, поскольку если у них смартфоны, то они встают перед проблемой, где что узнать. Будьте добры, следующий слайд. А теперь обратимся непосредственно к английскому языку. Что же происходит в сфере обучения английского языка? Поскольку английский язык является глобальным, и он востребован буквально во всех профессиях, то сейчас университеты ставят перед профессорско-преподавательским составом вопрос о том, чтобы создавать онлайн-курсы, которые доступны всем желающим. Некоторые из них бесплатные, некоторые из них платные. Сегодня таких курсов создаётся много во всех сферах. В МГИМО тоже руководством призывает преподавателей создавать такие курсы. Причём они насыщены творческими заданиями. Там в новых учебниках масса ссылок на интернет, где человек может найти соответствующую информацию, соответствующие задания и приблизиться к своей профессии. Вот это следующий слайд. Междисциплинарность. Это очень важный вопрос, и он поднимается практически на всех конференциях. Недавно была конференция ИНО в МГИМО, и там пленарный доклад был как раз посвящён междисциплинарности. Если где-то 10 лет назад нам говорили о том, что недопустимо подменять обучение английскому языку профессии обучением профессии на английском языке, то сейчас уже никто об этом не говорит. «Пожалуйста, можно изучать профессию на английском языке, на глобальном, поскольку это будет востребовано во всех частях земного шара». И всё дальше. Развиваются интерактивные формы обучения. Это происходит на основе того, что меняется роль преподавателя. Преподаватель становится другом и помощником студента. в решении учебных вопросов, которые символизируют их рабочие функции в дальнейшем. Ну, это ситуационный анализ. Я о нём говорила, не буду распространяться. Это перевёрнутый класс. Вот это важная технология. Я тоже об этом вчера упоминала. Но скажу два слова. Например, на втором курсе у нас преподается учебник American Ways. И вот одна из тем – это государственное устройство Соединённых Штатов. Раньше в традиционном обучении мы давали текст, который студенты читали. А потом уже выполняли задания по учебнику. Сегодня мы начинаем с другого. Мы начинаем с видео, с короткое видео, которое длится шесть минут. И видео посвящено тому, как отцы-основатели американской институции восприняли бы государственное устройство Соединённых Штатов. И вот в этом коротком видео студенты уже встречают всю основную лексику. И дальнейшее их не пугает. Они уже сразу погружаются в тему. Вот активная лексика, пожалуйста, отцы-основатели Конституции, создатели Конституции, законодательная власть, коллегии выборщиков и другие лексические единицы. Со всем этим они знакомы с самого начала. А дальше идёт изучение темы в традиционном формате. Вот и следующий слайд. Появились новые формы проверочных заданий. Это связано с индивидуализацией обучения. Поскольку массового производства у нас нет сегодня, и массовой контрольной работы у нас тоже уходит куда-то в прошлое. Сегодня студентам предлагаются индивидуальные задания, так, чтобы они не списывали, так, чтобы они всё делали самостоятельно. Они более надёжны. Вы считаете, следующий слайд. Вот, например, то, что мы предлагали в середине семестра как проверочные задания по грамматике, и в конце семестра тоже примерно аналогичные формы проверочных заданий. Все эти грамматические предложения, все предложения, которые вы видите, содержат ошибку. И студент должен исправить ошибку. Это в рамках той грамматики, которую они проходили в течение какого-то срока, там, двух месяцев, полутора месяцев. Будьте добры, следующий слайд. Также мы проверяем знания лексики. Ну, например, идиоматические выражения. Тоже студенты видят три идиоматические выражения, и они должны придумать ситуации прямо сходу, на месте. Будьте добры, дальше. Как мы проверяем остальную лексику, активную лексику? Перевод. Преподаватель со слуха зачитывает предложения на русском языке, и просят студента перевести его на английский, используя активную лексику. Таких предложений бывает 10-12. Это достаточно для того, чтобы проверить каждого студента индивидуально и должным образом оценить уровень знаний студента. Пусть обратно, дальше. Да, ну, на этом я закончу, потому что время мое вышло. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Да, пожалуйста, Павел. Спасибо, очень интересно. И в догонку того, что вы говорили вчера, там все понятно. Вопрос такой, простой первый. Предлагает ли ЖЭМГИМО какие-то онлайн-курсы, ну, профессионально заточенные по-английски? Если вы знаете, вот есть платно, неплатно, не для студентов, а для внешних пользователей. Я знаю, что у нас ведется эта работа. И создали специальную структуру в МГИМО, но пока еще онлайн-курсов не создано. Преподаватели все время призывают к этому, и работа над этим ведется. Вот, в других вузах уже есть на известных платформах, там Курсера, открытые курсы МГУ, они предлагают много. Вот, но МГИМО я пока не слышу. Еще в процессе, но мы тоже в процессе. Второй вопрос, по оценке, когда вы на слайде показывали три этимические выражения, надо было ситуацию схода придумать. Вот у меня такой вопрос, я рассталкиваюсь, состою из таких проблем, что они говорят, что вот это когезиум сложно сделать, и предлагают просто предложение отдельно. Вот вы принимаете, если они не могут это сделать, ситуацию внутри одной, как отдельные микроситуации? Это допустимо или нет у вас? Да, допустимо. Допустим, здесь у нас нет каких-то четких критериев, что вот должно быть три предложения, никак не меньше. Если человек достаточно выразил свою мысль, и она приемлема в одном предложении, то нормально. Набирали, а подходите к этому. Ага, спасибо. Еще есть вопросы? Илья Карловна, простите, можно задать вам вопрос? Да. По поводу перевернутого класса. Перевернутый класс – это для первых-вторых курсов, или вы практикуете и на старших курсах тоже? И на старших курсах тоже. Например, это очень удобно. Предположим, мы закончили тему на середине урока. Как нам приступить к новой теме? Мы берем из новой темы дополнительные задания – это аудио или видео – и смотрим короткие видеофильмы или прослушиваем аудиопрограмму. И таким образом мы времени не потеряли и перешли уже к следующей теме. Поэтому у нас это практикуется и в магистратуре тоже, и на четвертом курсе бакалавриата. Да. Очень интересно. Флэпт Класс Ром. Да. Можете просто набрать «Флэпт Класс Ром». Да. И там очень много. Сейчас очень много методической литературы, посвященной именно этой методике. Спасибо. Очень интересно. Коллеги, тогда, если больше вопросов нет, переходим к выступлению Костиковой Лидии Петровны «Академические английские в аспирантуре. Подготовка к участию в онлайн-конференциях». Слушаем вас. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да. Апределентация появилась сейчас? Да, появилась. У меня вчера почему-то, как мне сказали, не перелистывались слайды, хотя у меня не перелистывались. Если что, скажите, я попробую тогда перезагрузить еще раз. Уважаемые коллеги, мое выступление, я бы сказала, является своего рода иллюстрацией того, о чем говорили вчера на пленарном заседании. Андрей Александрович Кибрик говорил о том, что английский язык становится языком науки. Вот иллюстрация этой мысли. Английский язык становится языком науки. К сожалению, что русский немножко отходит в сторону, но я думаю, что и русский остается в полной мере языком науки. И английский язык, вы совершенно верно сказали, Ольга Карловна, что это язык глобальный, и он востребован во всех университетах. И вот ваши идеи междисциплинарности и изучения профессии на языке, они очень хорошо сопрягаются вот с моим исследованием. Перелистывается слайд, да? Появился следующий слайд? Не, не появился, Лидия Петровна, еще нет. Я вообще перещелкнула слайд. Быть может, мне тогда не слайд-шоу, а просто перелистывать отдельные слайды? Не появился, да? Нет, это идет от нее. Лидия Петровна, попробуйте на F5 нажать, чтобы полный был. Вот так будет лучше. На F5? Да, тогда может быть, у вас будет листаться и у нас тоже. Вот так у меня нажалось. Нет, да? Но я сейчас быстро перелистаю, и тогда не полный экран, не полный экран. Я сейчас еще раз загружу. А вот попробую. Мне все-таки хотелось бы, чтобы слайды были видны. Вот давайте вот так я попробую. Вот сейчас есть изображение, да? Первый слайд, да. И рядочек слайдов сбоку, пусть он останется, но я думаю, что сейчас будут слайды перелистываться. Вот для меня важно, чтобы слайды, чтобы вы увидели слайды. И вот сейчас второй слайд, видно, да? Да, ну давайте в таком режиме тогда. Зачем готовить студентов к онлайну? Я про студентов говорю. Те, кто участники этой конференции, все знают и понимают, а студентов надо готовить. Но прежде всего скажем, и я думаю, мы все понимаем, что выступление в онлайн-формате очень сильно отличается от выступления обычного, в очном формате и требует, безусловно, специальной подготовки. Картинка и звук, безусловно, зависит от выступающего. И вот вчера мне сказали, что не было трансляции, поэтому вот надо как-то понять, идет трансляция или нет. Это тоже нужно понимать. Очень важно время выступления, очень важно уложиться в регламент. На некоторых конференциях настолько строгий регламент, что это как сетка телевещания, нельзя задержаться даже на минуту. Одежда и фон. Я как-то студентам сказала, что онлайн-конференции требуют бизнес-кейжуал в стиле, допустим, если мужчина в пиджаке и в рубашке, можно выступать без галстука. Но мы понимаем, что появление обнаженного торса на экране ни в коем случае невозможно. И студенты должны понимать, что трансляции идет. И кушать во время заседания. Если есть такая потребность, то просто можно выключить видео. И докладчики тоже должны знать, что трансляция идет не только на экране, и докладчика тоже видно. Во время доклада докладчик не должен раскачиваться на своем стуле. То есть вот об этих моментах, мы с вами это все понимаем, студентам об этом нужно говорить. И фон экрана, фон выступающего должен быть спокойный, неяркий. Он не должен ребить в глазах. Ну то есть вот какие-то такие моменты студентам обязательно нужно объяснять. И еще один момент, о котором я хотела бы поговорить. «Организация дружеского общения во время перерывов». Итак, методы и материалы. Вот на основе чего я построила свое выступление. На основе анализа своего, на анализа и обобщение своего личного опыта педагогической деятельности. Я веду занятия по английскому языку с аспирантами Рязанского государственного медицинского университета имени академика Ивана Петровича Павлова. И готовлю их к сдаче кандидатского экзамена. И кроме того, я являюсь руководителем магистрской программы «Международная коммуникация» в Рязанском государственном университете имени Есенина. Сегодня я тоже поделюсь своим опытом, своего участия в международных онлайн-конференциях. В частности, я являюсь членом организации «Калтнет», «Калтчернет», ну понятно, что сеть преподавателей языков и культур в Даремском университете Великобритании. И в этом году, я ездила дважды туда очно на конференции, но в этом году, по понятным причинам, конференция была онлайн в апреле этого года. И некоторые моменты организации мне показались интересными, я тоже о них расскажу. И вот на следующем слайде, это слайд с конференции, нас попросили всех открыть видео для того, чтобы сделать фото. И я в этот момент тоже, вот здесь у всех видео открыто, и вы видите меня здесь вот, и мою аспиранку Лизу Ревкову, которая сегодня тоже участвует в секции и будет выступать. На мой взгляд, конференция была организована очень интересно. Так, ну и что бы мне хотелось сказать? Вот «Time Limits», мне кажется, это важный вопрос в каждой конференции. Сколько разрешено говорить докладчику, как уложиться в регламент, как не перейти, не использовать лишнее время. Вот на той конференции было предложено 30 минут каждому выступающему использовать по его желанию. И в программе было указано один доклад на 10 часов, другой 10, 30, 11 и так далее, по полчаса. Но вообще полчаса – это огромное количество времени. Мы выступали вдвоем, у нас была общая презентация. И некоторые использовали полностью это время. И в конце вопросы небольшие. Другие говорили 15 минут, и потом была организована дискуссия по теме докладчика. Но вот очень четко держался регламент – 30 минут. На некоторых конференциях регламент – 15-10 минут. Но мы всегда объясняем студентам и потом стараемся сами помнить о том, что нужно уважать аудиторию и придерживаться отведенного времени. Очень интересный момент, на мой взгляд, breakout rooms. После секций, когда объявлялся перерыв, люди не расходились, потому что они все дома, и расходились по комнатам, в которых они могли общаться не только так, вот как сейчас мы выступаем с докладом, но на какие-то неформальные темы. Попивая чашечку кофе, это было нормально, это было возможно во время перерыва. Это вот те комнаты, которые есть у организатора, разделение на секции, подсекции, которые мы иногда делаем во время занятий. Организую работу в двойках, в тройках. Вот они в этих комнатах, в этих секциях организовывали breakout rooms. И я скажу, что вот мне, например, я же обычно участвую очно на конференции к МГИМО. Но, коллеги, мне очень не хватает личного общения с участниками конференции, вот когда мы можем даже вот как-то поговорить не только по нашим докладам, а о наших личных, об аспирантах, о наших каких-то планах научных. Мне кажется, вот нам этого общения в breakout rooms очень не хватает. И я и вчера предлагала организаторам создавать такие комнаты для личного общения. Причем вот эти комнаты для личного общения можно заказывать даже заранее, резервировать заранее. Далее. Иногда на конференциях предупреждают не делать снимки с экрана. Вот эта конференция организации Калднет, там были представлены некоторые PHD-диссертации, которые еще не защищены. И организаторы предупредили, не надо фотографировать экран, а с выступающими можно пообщаться дополнительно. Лист электронной почты предлагался к программе конференции. Ну и, естественно, студентам мы говорим, что ссылки на Zoom высылаются накануне, но так же, как и на нашей с вами конференции. Еще один очень интересный момент. Вместе с информацией о конференции, вот организация Калднет разослали информацию о новой книге Майка Байрама. Байрам, организатор этой конференции, ведущий ученый, профессор Даремского университета, он занимается межкультурной компетенцией. И свою книгу он переиздал. Она была первое издание 97-й год, а вот сейчас 21-й год. Вот здесь название книги, и они дали ссылку на YouTube. И в YouTube не только его книга, вот здесь представлено новое издание, но и вот что мне очень понравилось, рассказ рецензента, рецензента об этой книге. Вот они как бы беседуют, рецензент задает вопросы и дает свою оценку. Перед началом конференции. Мы все говорим об индексе Хирше, мы все говорим о распространении своих работ, и вот это, мне кажется, очень хороший опыт. И, ну, поскольку мы все преподаватели, я вот один слайд сделала вот такой краткий, посвященный тому, что студентов надо учить делать презентации на английском языке. Я учу аспирантов этому, поскольку они представляют на кандидатском экзамене презентации на английском языке, но это им и пригодится для выступления на конференциях. Как начать презентацию? Now, welcome to my presentation. Или let's get started. Давайте начнем, да, после того, как они актуальность и водное слово сделали. Как перейти к методам и материалам исследования? Let's turn to methods and materials. И вот эти фразы, которые помогают переходить одного раздела к другому, очень важны в презентации на английском языке. Или, например, вот такая фраза This brings me to the end of my presentation. Но тоже как-то вот заканчивать тоже нужно грамотно. И я хочу сказать о том, что это сейчас стало очень важным моментом в обучении иностранному языку, например, аспирантов. Общение, выступление на конференциях. Я заканчиваю. Да, выступление на иностранном языке. Это очень важно. В частности, для выпускников медицинского вуза. Медицина развивается очень активно. Вопросов для обсуждения очень много. И очень важно, чтобы наши студенты могли общаться на языке и могли на иностранном языке представлять результаты своего исследования. Я благодарю за внимание. Спасибо, что слушали. Спасибо за ваше время, которое вы уделили моей презентации. Спасибо. Спасибо, Лидия Петровна. Очень важный вопрос вы подняли. Скажите, пожалуйста, поскольку вы готовите будущих врачей, как у них представлена профессиональная лексика? Вот это очень интересный вопрос. Вы прямо попадаете в точку, Ольга Карловна. У меня, допустим, 14 аспирантов в группе. И у каждого, у каждого своя тематика. И я выбираю индивидуальный подход. Ведь важно подготовить их к тому, чтобы они могли по своей теме работать. Правильно? Читать статьи, выступать по своей теме. И я выбираю, я предлагаю им найти свои статьи по своей тематике. По своей тематике. Это в рамках кандидатского экзамена. Подготовить презентацию по своей теме. Вы знаете, на первом курсе некоторые уже имеют опубликованные статьи на английском языке по своему исследованию. И они работают. Вот это индивидуальный подход прежде всего. Не вообще всю медицинскую лексику. Как ее поднимешь? Ее же не поднимешь. Их уже учили. Общий. Общего здесь нет. Я беру вот именно вот такой индивидуальный подход. Индивидуальный. Чтобы они шли по своему исследованию. Но на уровне аспирантуры это возможно. И вот у нас 28 числа июня будет кандидатский экзамен. Я уже вижу их презентации. Как они здорово готовятся. Какие у них интересные исследования. Мне кажется, это здорово. Им нужно помогать. Их нужно в эту сторону вести. И вот, ну как бы, позволять им выражать свои идеи, мысли на международной арене. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Да. Пожалуйста. Слушайте, Петровна, вот у меня один вопрос и одно пожелание. Вы когда выступали вот на этой конференции онлайн, вопросы, которые вам задавали, они были сложные? Они отличаются? Вот какие вопросы задаются за границей на конференциях? Вопрос. Ой, вы знаете, ну это, ну вот вчера говорили, да, там о ценностях, о чем-то. Это, вот у меня нет такого ощущения, что за границей там как-то все перевернуто. Может быть, это преподаватели языков и культур, и это особый уровень образования и культуры. Вот там с ценностями все нормально в этой организации. И выступала Елена Владимировна Воевода со своей аспиранткой Мутаф, Галей Мутаф, по редким языкам, это вот в контексте вчерашнего пленарного заседания, гагаузский язык. Очень много вопросов ей, например, было задано по гагаузскому языку, они вместе с аспиранткой выступали. Мы выступали вместе с аспиранткой Лизой Ревковой, вот она будет через несколько докладов выступать, вместо Ковтун, да, вы переставили ее, Ольга Карловна. Мы выступали о профессиональной идентичности, о формировании профессиональной идентичности международников. И вопросы как раз были, касались языков, культур, что они изучают. И, в частности, Майк Байрам мне порекомендовал посмотреть формирование профессиональной идентичности педагогов, педагогов. Но вот это очень широко изучается в их, в научной литературе, в британской, в частности, в зарубежной, международников они меньше изучают. Но вот мы пытаемся, вот, и я знаю, что есть работы у Елены Владимировны, воеводы, с аспирантами по формированию профессиональной идентичности будущих специалистов в области международных отношений. Мы хотим посмотреть возможность использования проектной деятельности в этом процессе. И вот доклад аспирантки будет сегодня об этом. И когда мы ездили на конференцию, в 2014-2017 году я с аспирантами ездила, вы знаете, был очень такой конструктивный разговор о языках и культурах, вот о том, о чем мы с вами говорим. Вполне цивилизованный разговор и в сторону... Единственное, знаете, какой вопрос они мне задали в 2014 году? А танки идут на Украину, там BBC говорила, что российские танки идут на Украину. Я говорю, Путин не будет обижать Украину, Путин не будет воевать, Путин не хочет войны. Они меня спрашивали, а правда? Ну вот, да, и у меня еще был вопрос, в каких вузах, в каких вузах вот наше исследование, которое мы представляли в этом году на конференции, в каких вузах наш опыт будет применяться? Я сказала, что Russia is a great country, и наш опыт будет применяться во многих вузах России. Ну и перечислила. Ну вот как-то вот так у нас пошло обсуждение. Спасибо большое за вопросы, спасибо за ваше внимание. Спасибо. Тогда кого мы слушаем? Ревкову Елизавета Андреевна. Вы готовы, Елизавета Андреевна? Или пока нет? Добрый день, да, я готова. Да, значит, придерживаемся регламента. Ваш доклад «Проектная деятельность профессиональной подготовки студентов-международников». Пожалуйста, у меня перелистываются слайды? Да, перелистываются. Все, спасибо. Добрый день, уважаемые организаторы и участники семинара. Я бы хотела рассказать о проектной деятельности профессиональной подготовки студентов-международников. И профессия дипломата, она всегда считалась престижной. Однако не все молодые люди, выбравшие эту профессию или сферу деятельности, которая связана с международными отношениями, понимают ее особенности, с которыми им предстоит столкнуться на практике. И, на мой взгляд, именно проектная деятельность поможет развить профессиональные компетенции у будущих специалистов в области международных отношений. Федеральный государственный образовательный стандарт отражает навыки выпускника программы «Международные отношения». И одним из видов профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие эту программу, является именно проектная деятельность. И вы видите на экране, к каким видам деятельности выпускник этой программы должен быть готов. В Рязанском государственном университете ежегодно проводятся международные проекты, на которых студенты, будущие специалисты в области международных отношений, могут развивать свои профессиональные качества. Я также являюсь выпускником программы «Международные отношения». Зачастую организовываю эти мероприятия, а также делегирую некоторые задачи студентам, которые они могут выполнять под моим руководством. На базе нашего университета было организовано множество международных форм, такие как Российско-японский молодежный форум, Российско-германский молодежный форум, Российско-балканский форум и многие другие. На таких мероприятиях студенты знакомятся с протоколом проведения международных мероприятий. Сюда входят и такие аспекты, как составление программы, порядок выступлений, схема рассадки, также организация приездов и отъезда делегаций. Кроме того, на мероприятиях с участием иностранцев студенты имеют возможность поработать в качестве переводчика. Также в РГУ проводятся проекты, которые нацелены именно на развитие профессиональных навыков студентов-международников, такие как школа молодых дипломатов. Мы приглашаем преподавателей и действующих практиков в области международных отношений из других регионов России и за рубежа. Они читают лекции на такие темы, как современные тренды в международных отношениях, информационные войны, угрозы в международных отношениях, а также проводят мастер-классы, например, по дипломатическому этикету. Здесь студенты активно задействованы не только в организации таких проектов, но также становятся и слушателями этих мероприятий. С 2018 года проведение дипломатической игры Организации объемных наций стало традицией в нашем университете. Студенты принимают на себя роль государства-членов этой организации, и они от лица этих государств представляют позицию стран. Участие в организации такого проекта очень полезно для студентов. Они не только ближе знакомятся с внешнеполитической позицией стран, которые они представляют, но и приобретают навыки ведения переговоров, учатся составлять дипломатические документы, резолюции на разных языках, но и практически всю основную работу по организации этого мероприятия студенты берут на себя. Я только осуществляю методическое руководство. Несколько лет назад, еще будучи студенткой, я создала клуб общественной дипломатии в Рязанском государственном университете. Туда может вступить любой желающий, кто интересуется международными отношениями и внешней политикой, но основную массу студентов, конечно, составляют студенты направления подготовки международных отношений и внешняя политика. Еженедельно в клубе проводятся различные мероприятия, которые организуют сами студенты. Это и круглые столы на определенную тематику, и телемосты с практикующими международниками, и собрания по обсуждению и подготовке к крупным международным проектам. Все это студенты в рамках клуба организуют сами, только под моим руководством. И в заключении мне бы хотелось бы подчеркнуть, что именно благодаря проектной деятельности студенты могут на практике развивать свои профессиональные компетенции. Спасибо большое за внимание. Отличный тайминг. Отлично. Спасибо, да, спасибо. Очень интересно. Вопросы есть какие-нибудь в наших докладчестве? Елизавета Андреевна. Елизавета Андреевна, скажите, пожалуйста, а с какого курса вы начинаете свою проектную деятельность? Студенты каких курсов принимают участие? Принимают участие студенты разных курсов, начиная с первого. Мы начинаем уже привлекать к проектной деятельности. Они на первом курсе уже вступают в клуб общественной дипломатии, и постепенно они там развиваются. И уже на четвертом курсе, я считаю, что у них уже сформированы компетенции, которые нужны выпускнику программы международного отношения, которые указаны в проектной деятельности. Я так понимаю, все мероприятия проходят на английском языке, правильно? На разных языках. Могут и на русском проходить, и на английском. И также, если приезжают, например, делегации из Германии, то на немецком языке, на японском. То есть разные языки, смотря какие они изучают. Спасибо большое, очень интересно. Отлично. Спасибо. Следовательно, если у нас на переборки говорили о том, что студенты могут попробовать себя в качестве переборчика, на лимон, на лимон. Какой тип перевода вы практикуете? Синхронный перевод или последовательный? Чаще всего последовательный перевод. Последовательный перевод. Но у нас были форумы, где студенты уже такие старших курсов, более опытные в этом плане, пробовали себя в качестве синхронного переводчика. Но это уже довольно-таки сложно. Студент должен хорошо обладать языком, владеть. Спасибо. Спасибо. Ну, если больше вопросов нет, тогда следующий выступающий у нас Буйлова Ирина Витальевна, старший преподаватель кафедры английского языка номер 3 МГИМО. Тема ее выступления о проведении круглых столов на английском языке. Да, пожалуйста. Не будет презентации, да? Вы будете говорить. Ну, вначале хотел бы сказать несколько слов о том, что такое презентация. Презентация – это документ, который используется для представления проекта, компании или какого-либо ее продукта. Если мы говорим об учебном процессе, то это по существу выступление перед группой по выбранной ими заранее теле. Степень и уровень иллюстрированности предоставляемого материала оказывают значительное воздействие на слушателей. Поэтому желательно или даже обязательно, чтобы выступление сопровождалось видеоматериалом. Ведь именно визуальная насыщенность способствует тому, что презентация будет звучать убедительно, ярко и запомниться надолго. А какие-то сложные моменты будут донесены до слушателей в более доступной форме. Видеопрезентации дают возможность сконцентрировать внимание слушателей на важнейших моментах предоставляемой информации и узнавать ее, подавать ее в виде диаграмм, схем, таблиц, графических изображений, инфографики. Используется также музыкальный и звуковой ряд. Таким образом, презентация, в которой используются мультимедийные средства, может считаться новым подходом к подаванию иностранного языка. Процесс подготовки и организации презентации на третьем курсе в неязыковом вузе мы можем рассмотреть на примере учебника Keynote Profession, по которому занимаются студенты, изучающие английский язык как в качестве первого, так и в качестве второго иностранного языка. Презентацию можно провести как в одной группе, так и в двух группах. При этом объединяются две группы после того, как будет пройдена одна или несколько тем уроков. В учебнике представлены следующие темы Creativity, Hoax and Fears, Perception, Human Interaction, Economic Resources, Practical Designs, Same but Different, Food and Sustainability, Internet Sensation, The Meaning of Success, Learning and Memory, Invention or Innovation. Студенты сами выбирают наиболее подходящую для себя тему и начинают подготовку к своему выступлению за две-три недели до указанного срока. На этом этапе студентам объясняется цель их выступления, для чего нужна будущая презентация и чего они хотят получить в результате выступления. Это те важнейшие вопросы, которые студент обдумывает перед тем, как приступить к работе. Простое информирование слушателей не является целью. студент готовящий выступление определяет в чем бы он хотел убедить или разубедить слушателей. Каким выводом должны прийти слушатели? Задача преподавателя здесь заключается в том, чтобы студент понял, для чего он выступает, а делает вот это для того, чтобы в сознании аудитории произошли качественные изменения относительно той темы, которую выбрал выступающий. но эти изменения только тогда будут иметь смысл, когда они будут использоваться на практике. Отсюда мы можем сделать следующий вывод. Цель любой презентации состоит в том, что должно произойти после нее. Именно это и должен осознать студент в процессе подготовки своего выступления. Во время подготовки речи студент и преподаватель выступают как одна целая творческая объединиться, поскольку обе стороны заинтересованы в том, чтобы выступление прошло удачно и аудитория сделала необходимый вывод. Вот некоторые приемы удачного выступления, которыми рекомендовано воспользоваться студентам. Первое. Постарайтесь найти в себе источник внутреннего вдохновения и поделитесь со слушателями своим необычным трепетным отношением к теме, которую вы выбрали. Второе. Чтобы донести до аудитории основную мысль и сохранить ее внимание на протяжении всего выступления, представьте, что ваше выступление это своего рода путешествие и у вас есть четкий маршрут. Третье. Сделайте ваши аргументы более убедительными. Для этого можно использовать инверсию, эмфатические конструкции, номинализацию, метафоры, модальные глаголы. Четвертое. Несмотря на вполне естественное волнение во время выступления, постарайтесь быть самим собой, не нужно играть на публике. Пятое. Не следует быть через честь, серьезно. Рекомендуется вставлять в свою речь анекдоты и шутки. Шестое. В процессе выступления вы можете поделиться разными историями из своей жизни или из жизни своих знакомых или друзей. седьмое. Важно следить за темпом речи. Не следует произносить свое выступление очень быстро или очень медленно, если вы хотите, чтобы аудитория вас действительно слушала. И последнее. Рекомендуется делать иногда короткие паузы, чтобы слушатели имели возможность осознать услышание. Следующий важный этап подготовки выступления – это представление выступающим так называемых linking words and phrases. Здесь вот у меня представлен список, ну, небольшой список из 58 linking words and phrases. Но их можно поделить на первых, на три группы. Первая – это, которую докладчик использует в начале, типа там «Hello, everyone, the purpose of the presentation is to…» или «Well, I'm here today to suggest». Дальше вторая группа linking words and phrases используется при переходе от одной темы к другой. Ну, допустим, «Let me continue on the following subject» или там «Secondly, I'd like to point out» или «Apart from this» и третья группа linking words and phrases, которая используется при окончании презентации, ну, например, «That brings us to the end of…» или «If you have any questions, please…» или «Finally, I'd like to thank you all». Следующим немаловажным этапом в процессе подготовки выступления является ознакомление студентов с критериями оценивания их презентации. Лучше сделать это за благовремя. В таком случае это будет способствовать более тщательной и продуманной подготовки со стороны студентов. Предлагаются следующие критерии оценивания. Первое. Время презентации составляет 8-10 минут. Ограничение связано с тем, чтобы дать возможность другим студентам выступить. Второе. Осное сообщение сопровождается видеорядом в соответствующем теме. Третье. В видеопрезентации содержатся только основные цифры, факты, диаграммы, таблицы. Четвертое. Выступление должно иметь четкую структуру. Докладчик приветствует слушателей, знакомит их с целью и планом своей презентации. В конце выступления кратко останавливается еще раз на основных моментах, предлагает аудиторию задавать ему вопросы, благодарить за внимание. Оценка за презентацию снижается в следующих случаях. Первое. Докладчик монотонно зачитывает текст своего выступления, не устанавливая зрительный контакт с аудиторией. Второе. Выступающий допускает очень большое количество грамматических, лексических, стилистических ошибок, которые искажают смысл сказанного. Третье. В выступлении не используется активная лексика из пройденных уроков. Четвертое. Докладчик не написал на доске незнакомые слова и не дал их перевод на русский язык. И последнее. Выступающий не может дать четкий ответ на вопросы слушателей. Из всего упомянутого можно сделать вывод, что подготовка презентации это серьезный ответственный процесс, требующий много времени. В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества презентации в процессе обучения иностранному языку. первое. Такой вид работы предоставляет студентам большие возможности выбора траектории в образовательном процессе. Второе. Закладываются основы индивидуального подхода к студентам. Третье. Повышается объективность контроля и оценки результатов в процессе обучения. Четвертое. Устанавливается непрерывная связь между студентом и преподавателем. Пятое. подготовка презентации способствует тому, что учебная деятельность становится более творческим процессом, так как в процессе подготовки студент должен прибегать к многочисленным источникам информации. И последнее в значительной степени повышается заинтересованность студентов в учебном процессе. Спасибо. Спасибо. Очень интересно этим видом такое состороннее выступление и психологически рекомендации даются и языковые рекомендации и все остальное. Ну вот возникает вопрос. А как вы проводите круглые столы? Это у вас факультативное занятие вне сетки часов? Или же вы проводите в вашей группе, в которой вы ведете занятия, в ваше учебное время? Это в наше учебное время. Мы подходим к описанию, смотрим, у кого, допустим, мой общий язык, у кого еще совпадает, я подхожу к коллеге, вношу предложение, но чаще всего коллеги откликаются, потому что все-таки это вносит какое-то разнообразие в наш учебный процесс. Если это сделать раз или два во время семестра, очень даже хорошо. Да, безусловно. Еще есть вопросы какие-то? Это здорово. Никто не любит публично выступать, пока не научатся как следует. Так как они находятся в такой профессии, где они будут в будущем должны выступать, они же не технари, которые работают с машинами, это один из важнейших навыков, которым они должны обладеть. Я думаю, что, наверное, когда у них начинает получаться лучше, они начинают обратную связь им давать и говорить, что это все-таки не зря было. как они после занятия говорят вам что-то? Интересно было, неинтересно? Ну, обычно им это нравится, потому что, когда мы особенно объединяем две группы, это как-то свежая мысль, другие люди, и как-то это вот не то, что ты вот в своей группе там что-то представляешь, а когда как-то еще, ну, внешняя аудитория, то это другой эффект на всех оказывается. Скажите, пожалуйста, а темы для презентации выбираются в связи с изучаемыми темами или как-то отдельно от учебного процесса? В учебнике у нас сколько там, 10 юнитов, каждый юнит называет, имеет свою тему, и вот мы предлагаем выбрать любую тему, которая им нравится, потому что, если им навязывают тема, ничего хорошего не будет, надо, чтобы человек сам выбрал, и только тогда он с удовольствием сделает что-то. Да, я с этим согласна, у нас просто на МВД раз в год такое мероприятие проходит на старших курсах, и мы обычно задаем общую тему, например, эмоции в бизнесе, бизнес-этика, и они уже делают доклады, но я хочу сказать, что это гигантская вне классная работа со стороны преподавателя студентов и отнимает очень много часов времени, конечно, это дает свои плоды, и с каждым годом их навык растет, и они становятся увереннее и лучше, но, к сожалению, так как это не включено в учебный план, это большая дополнительная нагрузка и, так скажем, энтузиазм со стороны преподавателей. Ну, у нас практикуется. Спасибо. Если бы больше нет вопросов, тогда переходим к следующему выступлению Силаев Павел Витальев, да, доцент кафедры английского языка Смоленского государственного университета. Критерии там будет ВК. Критерии отбора пабликов ВКонтакте об английском языке как средстве обучения студентам. Ну, вот попробуйте сейчас клик. Да, я попробую. Уже будущее наступило. У нас проходит конференция в цифровой среде, да, и то, о чем я собираюсь говорить, как раз касается, что нас ждет и к чему мы должны готовиться. Итак, критерии отбора пабликов ВКонтакте об английском языке как средство обучения студентов. Благодаря чтобы куда-то попасть, чтобы куда-то попасть, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. И это суровая правда третьего десятилетия 21 века. Мы все, как Алиса, падаем в колодец онлайн-образования, и нужно уметь замечать, мимо чего мы пролетаем, и куда летим. Безусловно, реформирование учебного процесса должно строиться с учетом сохранения лучших, проверенных годами традиций и только после основательного владения профессиональным мастерством. Однако, новый социальный заказ, познавательные особенности поколения Z и усилившуюся необходимость обучать студентов в политическом мышлении никто не отменял. В рамках существующего в рабочей программе инвязовских старшекурсников Смоленска Государственного университета предмета практикам по культуре речевого общения мы с обучаемыми обсуждаем на английском языке явления и тенденции, затрагивающие и даже формирующие современное англоязычное пространство, а именно современную культуру и опосреданно ее влияние на современный английский язык. На одном из таких занятий мы выполняем проектную работу «Развернутый анализ страниц людей, ведущих в публичные сообщества паблики, паблик комьюнити или личную страницу об английском, его изучение или преподавание в качестве предварительного домашнего задания каждому студенту группы предлагается проанализировать один пример. Список пабликов и страниц я выдаю сам, так как за пять лет анализа подобных материалов ВКонтакте наконился большой корпус исследований и хочется делиться со студентами, зарекомендовавшими себя в профессиональной точке, с точки зрения и наиболее репрезентативными для проекта ресурсами». Так, я попробую. Продукт нашей проектной работы это сфорулированный в ходе дискуссии на английском языке рекомендации по выбору сообществ или блогеров ВКонтакте, пишущие про английский и все, что с ним связано, для своего профессионального самообразования, а именно принципы такого селективного отбора. Обычно мы совместно со студентами выделяем на занятии следующие 10 принципов плюс-минус один-два. Велкиум, мишен, дизайн, туризма, фри ресурс, фриквенсии, фидбэк, эфикс, комменс, импликейшнс. Остановимся подробнее на каждом из них. Велью. Соответствие паблика, страницы, вашим потребностям. Вы обучаете детей, подростков, взрослых, обучаетесь сами, хотите поддержать свой уровень языка. Вам больше нравятся развлекательные материалы или вы больше нацелены на образовательный контент. Мишен. Наличие миссии у паблика или страницы. Это может быть, я цитирую, они в некоторых пабликах прямо и звучат. Делиться знаниями, советами и идеями, накопленными за столько-то лет работы. Отвечать на актуальные для читателей языковые методические вопросы. Помогать ученикам готовиться к ОГЭ или ЕГЭ или международным языковым экзаменам. Преподавателям готовить учеников к ОГЭ, ЕГЭ или международным экзаменам. Писать и обсуждать то, что интересно автору в языках. Полезные книги, ресурсы, связанные с языками культуры и искусства. Делиться размышления об учительских буднях, выходных, угрозе и предотвращении профессионального выгорания и другое. А attractive design, яркость материалов, их визуальная привлекательность. Мы живем в эпоху, когда форма подачи все больше давлеет над содержанием. И если наши отечественные вузовские учебники пока не могут похвастаться яркими разноцветными иллюстрациями и оригинальным оформлением, то пространство паблика ВКонтакте – та возможная отдушенная методическая площадка, формирующая представление о том, как современные языковые обучающие материалы могут выглядеть визуально, аудиально и даже видеально. Следующий принцип – это creativity and charisma. Харизма ведущих паблика, страницы модераторов, авторов. Это тот ключ, благодаря которому можно удержать внимание избалованных потопком современной цифровой информации людей. Сейчас в данной сфере публикуется так много всего, что только самобытное, авторское, прочувственное привлекает людей, превращая их в подписчиков, комментаторов и даже соавторов. Следующий критерий, пятый – это free teaching resources, выкладываемый бесплатный контент. У большинства хороших пабликов страницы вы можете найти как минимум 20-30% уже готовых для использования замечательных учебных материалов. Конечно, это своего рода промо-материалы платных курсов и продуктов владельцев пабликов. Однако подписчики пабликов также делятся своими наработками, помогая коллегам. И это не скопированный чей-то оригинальный продукт. Большинство модераторов пабликов такого себе сейчас не позволяют, а именно разработанные собственными силами упражнения и рекомендации по использованию того или иного материала. Рассматривая и анализируя оригинальность выкладываемых в пабликах материалов, мы со студентами также обсуждаем разницу таких понятий, как содержание и контент, где и зачем применяются эти слова. Моим студентам, будущим учителям-филологам это также важно знать, как и соотнесенность понятий лингводидактика и методика обучения иностранным языкам. Frequency частотность выкладывания материалов. Это может быть для вас хорошо и не очень, так как иногда от лавины постов можно просто устать. Обычно в крупных пабликах выкладывается два информационных поста в день, утром и вечером. Это мотивационные, подбадривающие, с интересными английскими эйфоризмами, цитатами, известных людей или даже мемами. Следующий принцип это фидбэк, обратная связь с модераторами, авторами, ведущими эти паблики. Иногда прямо на занятии мы со студентами пишем вопрос по поводу какого-то поста, рассматриваем паблик или страница, и студенты потом сами отслеживают, как быстро они его отвечают. В спорных случаях я учу студентов делать скрины из начальных постов, это всегда выручает. Объясняю, что такое холивары, предлагаю примеры таких жестких споров. Некоторые паблики даже регламентируют время ответа в рабочие дни, например, среднее время ожидания ответа может быть 30 минут. Восьмой принцип это rules of behavior and ethics. Этические правила паблика, страница, соблюдение или соблюдение этических речевых норм комментариев. Иногда модераторы паблика для привлечения аудитории ничего или почти ничего не делают с неконструктивными комментариями, хотя могут их банить. Печально иногда наблюдать за этим, но это тоже наши стойкие интернет-реалии. Всегда комфортнее на странице, где такое быстро пресекают. Также важным являются такие правила, как указание источника публикуемого материала, его оригинальности, нерастиражированности поста в других пабликах. Рекомендация обсуждать возможные ошибки в постах в личных сообщениях модератору паблику и другое. Девятый принцип Networking and Commentaries. Авторы и тематика комментариев. Комментарии бывают так же интересны, как и пост, иногда даже интереснее. Модераторы хорошего паблика или страницы умеют стимулировать постами интереснейшие в профессиональном плане беседы. В жизни столько интересных людей и на международном форуме по образованию не встретишь. О таких неожиданных приятных, а главное полезных для работы вещей в таком объеме займем времени не узнаешь. И последний критерий это Implications. Информация между строк. Это самый интересный пункт в плане развития навыков критического мышления. Например, что вы можете сказать о предпочтениях и вкусах людей, ведущих паблик страницу, формализировав 5-7 последних выложенных постов и картинок. А если сравнить с прошлым месяцем, полугодием, как пишут комментарии в данном паблике модераторы автора других пабликов? Как модераторы пабликов отвечают на такие комментарии? Заодно учебное занятие в ходе дискуссии студенты получают возможность узнать друг от друга об 11-12 пабликах страницах, на которых они по желанию могут потом подписаться. В будущем кто-то из них и сам может начать вести паблик страницу и опыт данной проектной работы может оказаться весьма кстати. При этом мы, конечно, по ходу беседы осваиваем полезную лексику данной тематики. Social networking site, apps, newsfeed, moderator, hollyworth, to ban, to impose, it's an old chestnut or it's a stale joke, hyperlink и другое. Я стараюсь общаться с некоторыми модераторами-авторами ведущими подобные паблики. Иногда на занятиях надо же провести networking в Zoom. Мои студенты получают возможность задать вопросы приземнившись к нам металлическому блогеру, узнать про самые сложные моменты ведения такого проекта ВКонтакте. В заключении хочется поделить информацию о пабликах, страницах, которые всегда интересно обсуждать с обучаемыми продвинутого уровня. Указываю пишущих на русском языке, а не только на русском языке, авторов, как они себя презентуют ВКонтакте и в произвольном порядке. В списке это настоящие профессионалы и у каждого свой почерк. Ну, например, для учителей и проучителей английского психологической поддержки. Екатерина Скукун, Катя Сташевская. Вот их адреса и вы видите количество подписчиков, которых читают каждый день. Вот так выглядят их верхние части страниц. Вверх это Катя Скукун и внизу это Катя Сташевская. Про ЕГЭ и ОГЭ профессионально и понятно. Светлана English Online, Евгения Сергеевна, это наша коллега из Орла, она представитель комиссии по ЕГЭ, вот она такой паприк. Вот так выглядят их страницы вверху. Вот это Светлана, вот это Евгения Сергеевна. Ультрология и чувство языка. Но это отличная страница, это Рома Нагульная, 7, у нее обычное имя Оксана Кудрова. Ну, вот мы тоже открыли страницу. Так, не суть. А обратно я что-то не могу найти. А можно еще раз на их 5? Да. И найти, знаете, что, на их 7, я скажу, когда. Давайте дальше, 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 дальше. Вот, вот полный список, я оставлю его на презентации, если я кого-то интересую, тут видите, у нас есть запасные, 14. Здесь есть, конечно, и носитель языка. Вот 8-й, помню, это американец, который 16 лет уже живет в Москве, у него своя школа. Есть очень интересная Ольга Филатова, не вижу, я только ее, что-то, она вообще в Чехии работает. А, 6-й, Ольга Филатова, она очень много пишет об андрагонике и обучении взрослых. Такой писалочный, ну, я считаю, настоящий такой языковой коуч, у нее очень интересные проекты. Что бы хотел сказать в заключении. Интернет-коллаборации студентов ИНЯ, завусловских преподавателей и представителей частного сектора, образовательной сферы, занимающейся разными участками обучения странным языкам, это не наше будущее, а уже настоящее. И очень важно найти своих единомышленников в социальных сетях, например, ВКонтакте, чтобы вместе с ними развиваться и методически обновляться. Конечно, ушла эксклюзивность до интернетовской образовательной эпохи, когда только через нас, преподавателей, обучаемые могли так много узнать о языке и культуре. Но зато мы легко узнаем, кто из наших коллег двигается в авангарде цифрового образования, предлагая желающим помочь и, возможно, интересное сотрудничество. А также мы, применяя навыки критического мышления, можем совместно с нашими обучаемыми продвинутого уровня и не только выбрать принципы такого отбора образовательных сообществ, чтобы, во-первых, уверенно держать руку на пульсе событий цифровой образовательной среды, связанной с английским языком и культурой, а во-вторых, стать частью этой среды активно и взаимовыгодно взаимодействие с лучшими ее представителями. Есть такой известный фильм Александра Балабанова, он называется «Мне не больно». Там была очень замечательная фраза «Нужно найти своих и успокоиться». Но она немножко не соответствует действительности. Нельзя успокаиваться, но находить своих это нужно. И что мне хотелось сказать в конце уже, без такого высоконаручного регистра речи, очень важна насмотренность и навиденность. У нас, к сожалению, студенты мало заинтересованы в ознакомлении с профессиональным материалом в цифровой среде. Вот, например, 14 пабликов, нам где-то 80% студентов видят эти страницы впервые, а многие из них существуют 5 лет. Там очень интересные ресурсы. И вот, что мы еще делаем на занятиях? Вот там 10 критериев, это, конечно, много. Я предлагаю студентам выбрать наиболее важное для них. Ну, конечно, в топе наиболее важных это бесплатный контент. Мы можем к этому по-разному относиться, но, опять же, повторюсь, это не такой контент, это не плагиат, это, ну, как бы, не скопированный материал. Это очень интересные методические приемы, которые вы можете использовать. К сожалению, он ведет к негативу. Очень часто в таких пабликах пишут, у меня завтра занятие открытое, помогите. И дальше говорят, вот у меня такой учебник. Это, конечно, говорит уже о непрофессиональном отношении, то есть, ну, что ты сам хочешь с этим учебником сделать, напиши, мы тебе поможем. Но это вот такой вот уже потребительский подход, это, конечно, негатив. Но, так как паблики, вот, самые известные, существуют очень долго, некоторых читать очень интересно. Вот моя любимая, это Екатерина Скукун из Питера. Я вам очень советую посмотреть ее паблик. У нее самые интересные комментарии. Вот всего, что происходит в методическом плане, очень интересно. И я вот хочу сказать о своем опыте. Я их читаю с утра, вот вот Екатерину сочетаю, с Кокун, Рому. Я очень много нахожу материала, который соответствует моей тематике. Тот материал, который бы я никогда в интернете в пространстве нашел. Это какие-то маленькие ролики, которые мне интересны со студентами вот в этом начальном этапе lead-in или в ум-up обсуждать. Иногда студенты говорят, они говорят, был такой пост интересный, королева английская предложила, ей нужен модератор вести ВКонтакте про Бубенкемский дворец. И мы обсуждали, и студенты говорят, послушайте, пост вышел два часа назад, мы его уже на занятии обсуждаем. Я говорю, ну это цифровая среда, мы же изучаем, как бы вот, как на работу устраиваться, вот вышел в рамках нашей учебы, обсуждаем. Вот это их немножко даже поразило. Потому что сейчас студентов ничего не поражает. Конференциями их не поражает, что я выступаю. Вообще ничего не поражает. Новое поколение, хорошо или это плохо, мы должны его изучать, чтобы не просто подстраивать, а выстраивать с ними наиболее эффективный диалог в учебе. Если есть вопросы, буду рад ответить. Спасибо, очень интересно. Так много нового. Скажите, пожалуйста, как паблики вписываются в учебную программу? Вы же составляете учебную программу. Это часть учебной программы или же это дополнительная работа? Мы рассматриваем это как средство обучения, потому что вот так как у нас ИМИАС, и мы готовим преподавателей и переводчиков, то большая часть обсуждения происходит на языке. Даже если пост вышел на русском, но он касается методики, то на занятии мы его используем как средство обучения, мы его обсуждаем. Мы не прописываем пока в программах, то есть официально это не запротоколировано, но мы стали все больше, ну, крайне мере, я, мы стали все больше это использовать вот в этом разогреве начальном урока, и это очень хорошо работает, потому что, понимаете, как, это профессиональная среда, да, частного бизнеса, но, например, люди, которых я выделил, они пишут очень хорошо, потому что, когда говоришь об этом коллегам, иногда возникают такие вопросы, а зачем нам смотреть на эти паблики, если BBC все выкладывает, а зачем ты в профессии, ну, бери BBC и работай через BC, но это профессиональное обсуждение, понимаете, как, мы читаем ИЯЖ, мы обязаны читать на семинарах разбирать, но, к сожалению, сейчас, как бы, частный бизнес английский существует очень неплохо, вузовское общение происходит вот на конференциях, оно сейчас не очень пропагандируется, нас не очень сильно поддерживают, поэтому, например, вчера, когда нас рассказывали, жалко, что вас не были, про направление методическое, я вот просто взял презентацию, чтобы коллегам показать, кто, где работает, нам это не рассказывают вот так часто. так, Павел Витальевич, это дипломатарь, мы использовали его в учебном году очень спешно, это интересно, не стараться как можно лучше, но следует искали, Павел Писан, в самом деле, в будущем, для одного из критерий, по которым мы оценили работу студентов, только начали список отобранных ученых, вот я, когда написал, я писал еще статью на мыле об этом, там обрезали, что я там, преподаватель вуза, просто писали, блогер Павел, вы понимаете, это, конечно, обидно, потому что мне не за что-то-то в конце учебного года, мне надо с ней поговорить на эту тему, но я послал кому-то из знакомых преподавателей искал, вот интересный инструмент, возьмите, и вот, например, у меня коллеги немцы, они по этим критериям тоже работают, было очень интересно, самое интересное, если есть возможность, это одна минута, я послал всем блогерам эту статью, когда они читали, знаете, было очень смешно, когда они реагировали, они говорили, о, я на четвертом месте, ну ладно, и я переисправил, в тексте написал, что это произвольный порядок, это не от лучшего к худшему, но они все тоже люди, они вот так вот живо реагируют, и вот, например, Пол Ньюсон, он как бы, он иностранец, но он прочитал статью, он не ответил за три минуты, из чего я понял, что он по-русски понимает очень хорошо, и вот один из критериев это обратная связь, вот мы были на занятии, и когда мы смотрели обратную связь, а интернет-среда, к сожалению, это убыстрение уменной информации, и количество ошибок усиливается, ну вот, ну никак с этим не можем, мы в личных контактах пишем блогерам, там, например, описался, наверное, в личных контактах, не подстраница, есть такой гура лексического подхода, наверное, вы слышали, Хью Деллар, и он такой поместил пост, и там была, ну точно была ошибка, и я ему в личном контакте написал, дорогой Хью Деллар, мы читаем, мы все смотрим, все было как бы очень прилично, сказал, что, наверное, там вот так, он говорит, да, он ответил за три минуты, может быть, это отвечал не он, это его команда, но вот студентов поразилась скорость фидбэка, люди, вот профессионально работают с этим, стараются сделать очень хорошо свой продукт, и, ну, не замечать его, установить, все сложнее. Спасибо, очень интересно, инновационный подход к преподаванию, действительно, и все встраивается в современную действительную. Вот еще вопрос к Павлу. Скажите, пожалуйста, Павел, вы продвинутый, явно, преподаватель, вы какие-то аппликейшнс разбираете на занятиях, аппликейшнс, именно связанные с изучением языка, например, мне часто очень попадаются классные вещи для изучения лексики, синонимов, фразовых глаголов, вот такие вещи вы рассматриваете или нет? Потому что мне кажется, что в подготовке преподавателей языка, в данном случае, в методической, не хватает вот именно владения интернета цифровыми ресурсами, которых сейчас огромное количество, и ввиду вот уже загрузки на работе мы просто не успеваем это все охватить, а, к сожалению, в рамках повышения квалификации нам это не предлагается, вот, но я, например, чувствую, что это та область, которая нуждается в прокачке сейчас уже у работающих преподавателей, потому что мы теряем массу очень ценного, очень систематизированного материала и разных методик. но вот такого профессионального ответа, какой вы хотите, вы, конечно, в этих пабликах не найдете в большом объеме. Я вам очень могу посоветовать вот Оксану Кудрову, там была на слайде, да, это паблик Какао Диомос, вот она пишет очень много о стилистике, я сам стилистику веду английского языка, мне очень интересно ее читать, и Рома Нагульна очень много культурологического материала. Я посылал этот материал в МПГУ, и там кто-то из коллег там работает на BBC прямо, и они говорят очень хорошие материалы, но только когда было сказано, что они работают на BBC очень хорошие материалы, вся кафедра стала читать эти паблики, но это опять же современная реалия. Под Implications я имею в виду все-таки развитие навыков критического мышления, потому что на одном из занятий это не связано с пабликом, мы делаем анализ личных страниц, я предлагаю свою страницу, я предлагаю такой проект очень маленький, вот посмотрите мою ленту и сделайте обо мне три-четыре вывода, не повторяя слов, что написано, что вы можете обо мне сказать, и они учатся, вот они говорят, можно посмотреть частотность, так вы фотографируетесь, фотографируетесь один, у меня постоянно фотографии с коллегами, то есть что вы можете от человека искать, потому что я еще веду интерпретацию текста и стилистику, и там Implications это основной инструмент, чем мы занимаемся на каждом занятии, к сожалению, это очень сложно развивать, но это необходимый показатель человека, закончившего высшее образование, уметь делать синтез, генерализацию, искать Implications, конечно, мы очень много работаем и нам некогда за всем следить, поэтому вот эти паблики, которые на презентации, вот, ну, я за ними смотрю долго, я совету студентам всем на них посмотреть хотя бы, многие подписываются, используют, и потом я вижу, они комментарии пишут, то есть открываются глаза, у нас, понимаете, очень много потока информации и нет вот, ну, зачем наблюдать, ее очень много, она очень быстро меняется, но вот эти паблики, они уже давно существуют, я очень рад, что два из них, это Катя Конан и Сташевская, это вообще мои студенты, это два крупных блогера в моем городе, и вот я как бы их приглашаю вот на эти обсуждения со студентами, и они им рассказывают, студенты очень инертные, вот я говорю, вот блогер, 50 тысяч подписчиков, блог существует уже 5 лет, у вас есть вопросы, вдруг вы будете такое тоже делать, ну нет, когда будем, тогда, наверное, я говорю, ну тогда и обращайтесь, да, вот люди перестают понимать уникальность, ну, какого-то продукта и людей, которых обладают, но это наша задача, им это показывать и просто хайлайт, что это будет уникальный продукт, хотя бы посмотрю. Вот у вас нет ощущения, что они просто, когда они открывают вот эти паблики, они не совсем понимают, о чем речь, то есть соответствуют ли они уровню тех комментариев, которые дают. Знаете, вот Катя Сташевская и Катя Конан, они говорят очень простую вещь, они говорят, Павел Татич, не переживайте, как только придут работать, они все сразу поймут, за год вообще все поймут, до кого быть подписанным, пока, ну пойти как, это та боль, которая существует, у нас, если посчитать по неделям, у нас 16 недель, студенты обязаны находиться в школе на практике, то есть это практика одного языка, вторая, разные этапы, за 16 недель, если ты хочешь, можно чему-то научиться, и когда они говорят, ой, а мне ничего не научили, что ты делал 16 недель, с практикующими читателями, что ты там делал, поэтому, пойти как, они не совсем понимают, может быть, не хотят, потому что это тоже, мы сталкиваемся с этим, мы сегодня сказали, мы не любим творческие задания, нам легче вот такие, знаете, подстановочные, надо же как-то, это же творческие, ну что-то интересное, мне говорят, интересно, но занимает много времени, time consuming, вот, поэтому я, вот даже когда вот это было онлайн образование, и когда мы в это перешли в Moodle, я всегда, когда задание давал, я прикидывал на среднего студента, вот сколько он будет делать, да, вот чтобы не было там больше полтора, два часа, потому что мы можем предложить массу творческих заданий, но такие студенты, которые в начале это делали, их вот просто единицы, понимают ли они, а те, кто начинает частно преподавать, сразу понимают, даже студенты. Это так, когда ты имеешь дело с практикующим студентом-преподавателем, у которого есть частные ученики, это совсем другой уровень, если ты с ним разговариваешь на одном языке, а вот если брать, например, психологию, они очень многие боятся просто, мы боимся, потому что они смотрят эти холивары, да, вот эти страшные бывают иногда, вот эти страшные, понимаете, люди обсуждают не методику, а какие-то личные отношения. Я говорю, делайте скрины, потому что, вот я приду пример конкретный, написала школа такая, ну, я не буду сказать, Дмитрий Никитин, Ярославов, да, это не он писал, это его школа. Написали пост, и там было такое, что-то со словом close, и там было написано, что обратите внимание, что в единственном числе, там что-то такое надо употреблять. И я очень аккуратно, прямо на занятии, пока я пишу, я говорю, здравствуйте, мы читаем вас, да, 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 но вы точно уверены, что у close есть единственное число в этом значении? И вот мы переписываемся, и они в конце пишут, да, вы правы, вот, ра-та-та, но что они делают? Я скрин показываю, что я сделал скрин. Они меняют пост верхний, и он теперь идеальный. И какая-то непонятная беседа идет. И мне все блогеры пишут, чего-то над него напал. Я говорю, вот почему, посылаю всем скрин, они говорят, понятно, почему. Но студенты сказали, как-то страшновато, дальше вот такое все писать, страшновато. Но понимаете как, у нас всегда есть какой-то минимум очень профессионально заинтересованных людей, вот для них это нужно, они это понимают. Понимаете, сейчас очень такое расслоение мотивации, не просто к учебе, а вот, например, у меня студенты в четвертом курсе, я вот говорил об этом вчера, а я не знаю, тут ли я учусь. Ну, то есть на первом, на втором, это еще можно простить, то есть ты не разобрался. Ты 4 года просто выкинул, ты не знаешь, где ты находишься. Мне очень обидно. Мне просто хочется сказать, иди ты занимайся, чем ты хочешь. Если им яс, это очень сложно, это паха, это, вы же понимаете, это непростая учеба. Просто 4 года отсидеть, но у нас снизилась рамка поступления. Сейчас за деньги вы имеете право в гос, в вузах педагогически поступать, если у вас больше 36 баллов. И я думаю, реальность такая. Ребенок у родителей никуда не поступил, он говорит, ну, сходи ты на ИНИАС, языки получи. Понимаете, это другое отношение. ИНИАС, это всегда была элита, это всегда была сложная учеба. Сейчас это вот такое. Ну, такая реальность. Да, помню. еще не говорят. Но с другим у меня еще хуже, чем сегодня. Политой с мучения. Коллеги, спасибо большое. Очень интересные были все доклады, которые мы послушали. На этом первая часть нашего сегодняшнего заседания секционного завершилась. Сейчас у нас будет короткий перерыв с 11.30 до 12. А в 12 часов мы снова приглашаем всех. Первого докладчика у нас не будет Сомовой Светланы Владимировны. Поэтому мы начнем с доклада Матвеева Михаила Олеговича и Покатилова Валерия Валерьевна. Особенности формирования образов сознания у обучающихся при помощи мультимодальных текстов. Мы послушаем вот этот первый доклад и дальше по мере того, как у нас будут появляться докладчики. Некоторых я уже тут вижу. Некоторые у нас появятся онлайн. Хорошо, коллеги, тогда короткая пауза. Ну что, приступаем ко второй части. Слушаем Михаила Олеговича и Валерия Валерьевича. Пожалуйста, можете уже начинать. Здравствуйте, коллеги. Сразу хочу оговориться, Валерий Валерьевич просил очень сильно извиниться за него. У него экзамен, его не могут отпустить студенты. Поэтому доклад делать буду я, но Валерий Валерьевич незримо присутствует у нас с вами. Понятно, поняли. Мои слайды видно? Видно. Видно слайды. Итак, коллеги, я бы хотел рассказать вам про особенности формирования образов сознания у обучающихся при помощи мультимодальных текстов. То есть у меня больше про психологические аспекты лингводидактики будет доклад. Итак, в настоящий момент становится все более очевидно, что коммуникация представляет из себя крайне сложный процесс, и многие ученые приходят к выводу, что любое использование языка неизвестно, неизбежно является мультимодальным. Поэтому нельзя этот факт не учитывать при составлении различных дидактических материалов и при обучении студентов. Почему же коммуникация является мультимодальной? Потому что в ходе коммуникации используется не одна знаковая система, а коммуникация представляет из себя специфическую форму симбиотического взаимодействия. И в ходе коммуникации используются разные каналы восприятия. Например, в процессе общения мы используем как вербальные, так и невербальные элементы, даже в процессе общения по зуму, как мы сегодня видели. И таким образом получается, что можно говорить о мультимодальном характере коммуникации. Данное исследование это изучение закономерности восприятия информации, получаемой при восприятии вербальных и невербальных компонентов мультимодального текста, содержащего описание человеческих лиц, что в дальнейшем позволит изучать невербальные основы когнитивной деятельности. Что касается задач эксперимента, это экспериментальное исследование. Для начала необходимо было подготовить материалы изображения человеческих лиц, которые будут использоваться в качестве стимулов в эксперименте. Далее было несколько групп испытуемых. Первая группа испытуемых описывала людей на фотографиях. Вот вы видите эти два лица. Почему же, кстати, я выбрал лица? Потому что, во-первых, как вы понимаете, в связи с сложившейся ситуацией очень часто используются электронные средства коммуникации, а в ходе электронной коммуникации мы зачастую видим именно лицо, человека. Ну и, опять же, в реальной коммуникации тоже зачастую большая часть, так скажем, внимания у нас обращена именно на лицо, так как лицо несет в себе огромное количество невербальной информации. Итак, первой группе испытуемых предъявляли фотографии людей, которые я уже показал, и на основе их ответов составлялась вербальная часть будущих текстов. В дальнейшем эта вербальная часть тоже использовалась как стимульный материал. Вот вы видите вербальные тексты, которые были составлены на основе ответов студентов по вот этим самым лицам. Итак, вот мужской портрет слева. Что же про него сказали студенты? Этому мужчине 30 лет, все у него в жизни складывается хорошо, занимает должность среднего уровня в небольшой компании. Семьи нет, многого добьется, пока не нашел цель жизни, порядочный и законопослушный гражданин, хотя найденную на улице вещь присвоит. Как ни странно. И правый мужчина, вот что сказали о нем студенты, как его охарактеризовали. Данный молодой человек работает менеджером небольшой IT-компании, ему 27 лет, среднего роста, обладает мягким, спокойным, сдержанным характером, не лидер по своей натуре, коммуникабельный, отзывчивый, любит пиво, предпочитает формальный стиль в одежде, в свободное время играет на классической гитаре. Далее, когда мы получили все виды стимульного материала, то есть и вербальный, и невербальный компонент, у нас были созданы, опять же, создавался вербальный компонент таким образом, чтобы избежать предвзятости, то есть, чтобы избежать навязывания другой группе респондентов образов сознания экспериментаторов, потому что, если бы описывали этих мужчин мы с коллегой, то, соответственно, мы бы описывали наши образы сознания, а не усредненные образы сознания, так сказать, респондентов, что нам представляется более объективным. Далее проводился психосемантический эксперимент, в ходе которого респонденты оценивали образы сознания, сформированные у них при восприятии стимульного материала. Они воспринимали как отдельно фотографии, так отдельно текст и текст, сопровождаемый фотографиями, то есть было три типа стимульного материала. Ну и затем, естественно, проводился анализ полученных в эксперименте данных при помощи методики семантического дифференциала по ОСГУДу. Выявлялись закономерности и делались выводы о влиянии параметров мультимодальных текстов на восприятие представленной информации. Здесь вы видите анкету, которую заполняли при выполнении эксперимента по методу семантического дифференциала. и вот вы видите результаты. Результаты можно было по результатам выделить несколько факторов. Три классических фактора мы выделили сила, оценка, активность. В данном случае первичный фактор сила, далее шел фактор оценки и далее фактор активности. К каким же выводам мы с коллегой пришли? Мы с коллегой пришли к следующим выводам, что да, по всем факторным структурам наблюдается идентичная закономерность. Показатели образов сформированных при помощи изображения обладают не настолько ярко выраженными, зачастую стремящимися к нулю показателями. В отличие от показателей образов сознания сформированных при помощи вербальных текстов и мультимодальных текстов, данная закономерность позволяет прийти к выводу, что текст обладает большим воздействующим потенциалом, причем большим воздействующим потенциалом, чем изображение. Вероятно, так происходит потому, что основная цель изображений привлечь внимание, в то время как основная задача текста передать информацию. Однако, нельзя не упомянуть, что не все ученые согласны с этой точки зрения, так как предполагается, что данная закономерность влияет еще и параметры изображения. Например, некоторые ученые утверждают, что чем больше информации несет в себе изображение, тем большую роль оно играет в восприятии. Тем не менее, данная точка зрения также подтверждается в ходе проведенного эксперимента, так как в качестве материала используются изображения обоих лиц, в которых содержится меньше информации, чем в вербальном тексте. Поэтому, в принципе, другая точка зрения тоже подтверждается. Почему же респонденты не оценили изображение лиц, не сопровождавшиеся текстом, как полностью нейтральное? Мы предполагаем, что в этом сыграли роль два фактора. Во-первых, это влияние характеристик лиц и характеристик изображения. В данном случае манера, в которой выполнено изображение. Если вы обратили внимание, то левый мужчина – это, так сказать, усредненный представитель российского этноса, русского этноса, а правый мужчина – это фотография реального мужчины, взятого из интернета, с которым респонденты знакомы быть не могут. Тем не менее, характеристики лиц сами по себе обладают воздействующим потенциалом и способны служить стимулом для формирования образов сознания. Причем, респонденты будут судить не только о внешних качествах респондентов, не только о внешних качествах изображенных там людей, но и об их характере, основываясь только на внешности. Об этом было проведено очень много исследований, очень активно у нас в России этим занимаются, например, барабанщиков восприятием лица. Существуют определенные закономерности того, как воспринимается человеческое лицо и какие параметры лица формируют образы сознания с какими параметрами. Теперь вернемся к тем лицам, которые мы взяли для эксперимента. Мы предполагаем, что разницу восприятия обусловливает механизм восприятия незнакомых лиц. По мнению исследователей, при восприятии портретов человек обращает внимание только на те параметры изображения, которые выделил для себя художник, то есть в данном случае искусственный интеллект, а это у нас некие архетипические черты русского этноса. В то время как при восприятии фотографий, не художественных фотографий имеется в виду, воспринимаются как основные детали, так и второстепенные, потому что респондент не знает, какие из них относятся к основным, какие к второстепенным. Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе общения коммуниканты строят образ собеседника не только за счет вербального компонента коммуникации, но и за счет невербальных компонентов. То есть вербальная часть сообщения дополняется, иногда и воспринимается кардинально по-другому, под воздействием экстралингвистических факторов, которые необходимо также учитывать в ходе обучения, то есть обучение, если по-научному это по-сути и есть формирование образов сознания. И в нашей реальности, в реальности постковидной образы сознания у студентов формируются как раз-таки зачастую при помощи мультимодальных текстов. Поэтому мы с моим соавтором полагаем, что данная тематика должна активно исследоваться, ее активно исследуют психологи, но в том числе, так как лицо активно участвует в процессе коммуникации и из лица мы получаем очень много невербальной информации, то мы предполагаем, что в исследовании невербальной коммуникации в целом и восприятия лиц должны включаться в том числе и лингвисты, используя лингвистический методологический аппарат. На этом я, пожалуй, закончу, коллеги. Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить. Спасибо за внимание. Михаил Олегович, вы не могли бы вернуть нам слайд с фотографиями? Вот, честно говоря, вот, когда смотришь на них, мне кажется, что они очень, в том числе, очень похожи, но они не резко контрастные. Это первое, что смотрим. У второго, конечно, рубашка подразумевает, что он менеджер, это тоже сбивает. Вы, конечно, слышали про эти все многочисленные эксперименты о том, что когда предъявлялась фотография, говорила, что это известный преступник, да, это, конечно, был сбивающим фактором. Но вот не было ли вам, не показалось ли вам, что вот такая схожесть с фотографией, вот если мы берем только лица, что это, наоборот, мешает исследованию, потому что, вот, если убрать одежду и размытость левого изображения, ну, не могу сказать, что они прям принципиально отличаются друг от друга. Они очень похожи. И второе, знаете как, вот это суждение, я понимаю, что это, ну, как бы ассоциативное суждение, да, не лидер. Но вот если там читать исследования, да, и смотреть настоящих лидеров, самых известных, да, у них не самые красивые черты лица, которые в фильмах, да, там вот, это как, знаете, реальный миллионер, да, и живой миллионер, это вот, ну, небо и земля, да. Ну, да. Ну, в этой фотографии я не могу сказать, лидер, не лидер вы, честно говоря. Поэтому вот, насколько вы учитывали субъективность восприятия, потому что люди, когда смотрят, например, они так, это похоже на моего друга, а он не лидер. Вот, а мой друг играет на гитаре, значит, кто-то играет на гитаре. Вот этот субъективность, как вы внутри исследования, ну, не обходите, да, а учитываете? Во-первых, как я уже говорил, было несколько групп испытуемых, и количество испытуемых более ста человек. Таким образом, чисто статистически, во-первых, я постарался ликвидировать, так сказать, субъективность мнений. Во-вторых, то, что вы сказали про то, что эти два мужчины похожи, естественно, они похожи, потому что это представители русского этноса, что, в общем-то, логично. Они примерно одного возраста, представители примерно одного, ну, представители одного этноса, и, соответственно, мне кажется, было бы странно, если бы они не были похожи. Далее, я считаю, что, наоборот, их похожесть играет нам на руку, потому что при сравнении мы можем выделить только несколько параметров, отличающихся. То есть, в данном случае это параметр реалистичность, нереалистичность. И, таким образом, в нашем исследовании мы рассматривали вот эти параметры изображения. Потому что, если взять слишком много факторов, то будет, в общем, будет нарушаться научный подход, и будет гораздо сложнее их выделить и анализировать те факторы, которые влияют на формирование образа сознания. Просто, Николай Олегович, вы понимаете, что, например, мне очень кажется важным, я не знаю, как вы будете это инкорпорировать, будете ли, это еще голос, потому что мы вас не видим, но слышим, у нас создается образ голоса. Если бы я услышал два разных голоса, вот, двоих людей с разными голосами, это бы накладывалось на картинку и создавало какой-то более специфичный образ. Да, конечно. Но, опять же, я, кстати, сейчас вы меня видите, коллеги, простите, я просто увлекся, не включил веб-камеру. Так вот, опять же, я могу апеллировать к тому, что в данном случае мы брали только несколько факторов, влияющих на восприятие, потому что в реальных исследованиях не берется вся полнота факторов, естественно. И, как вы уже говорили, что могут, вот, про то исследование, что показывали лицо и говорили, что один это маньяк, второй это меценат. Да, это исследование, кстати, тоже подтверждает мои выводы, потому что то объяснение, что это один маньяк, второй меценат и показ лиц, говорит о том, что вербальная часть имеет доминирующий характер, носит доминирующий характер в коммуникации. И именно поэтому я и говорю, что достижения современной лингвистики должны учитываться в том числе при изучении восприятия лиц. Хорошо. Понятно. Спасибо большое, спасибо. Есть еще вопросы? Нет больше вопросов. Тогда переходим к следующему докладу Цветкова Татьяна Константиновна зав. кафедры переводческого и педагогического мастерства МГЛО. Роль письма в формировании механизма владения иностранным языком. Но прежде чем начать, коллеги, я хотела бы сказать, как я рада, что мы наконец-то проводим конференцию в научном формате. Я так уже устала от удаленки, я в оборот не могу надевать писать. Так приятно видеть всех живьем и общаться непосредственно. Вы живы. Вы живы. Вы живы. Вы живы. Вас так в камеру не видно. А, так. Выясните, вас так в камеру не видно. Сейчас. Сейчас видно. На минуту только на один слух. Пересядите, это будет хорошо. на один слух. Так, все теперь я видна, да? Угу. Да. Ой, нет. Все. Вот так. Все, все теперь я видна. Все, спасибо большое. Все хорошо. Итак, письмо. Ну, я хотела бы начать с истории, а точнее с Льва Владимировича Щерба, который в свое время предложил сознательно сопоставительный метод обучения иностранным языкам. И как раз он ввел в нашу лингвадидактику, как она теперь называется, принцип взаимосвязанного обучения видом речевой деятельности. То есть, согласно Щербе, всем видам речевой деятельности нужно было обучать одновременно и взаимосвязанно. Но, здесь есть большое но. Щербе уделял большое внимание трех видам речевой деятельности. Это говорение, чтение, слушание, но как-то, как бы это сказать, недостаточно уделил внимание письму. Он рассматривал письмо исключительно как способ семантизации и контроля, но не рассматривал письмо как отдельный речевой деятельности, которому нужно обучать. Ну, и вот это заложенное тогда Щербе и учительное открытие ученого традиции так и сохранилось. И фактически в современных, по крайней мере, лингвидонатических концепциях нет отдельного обучения. Если мы посмотрим на учебники импортные и наши этот старлайт, тот спотлайт, который сейчас усиленно навязывают всем, там номинально письмо есть, но чисто номинально, потому что в каждом юните в конце написано writing и говорят, ну, напишите другу, там, допустим, идет тема юнита, и в конце, например, тема хобби, напишите своему другу письмо о том, какой у вас хобби. Фактически получается, что здесь в письменной форме от учащихся просто требуется зафиксировать то, что они до этого говорили устно. Это не письмо, это письменная фиксация. Это совсем другое дело. А вот я хотела бы вернуть письмо в сферу интересов и лингвидидактики именно потому, что оно предоставляет широчайшие, практически неограниченные возможности в обучении иностранному языку, но и в том, что меня интересует, формирование механизма владения языком. В свое время, ну, по многих своих публикациях я уже писала о том, что у каждого человека имеется механизм владения языком. Прежде всего, механизм владения родным языком, который формируется естественно первым, и в механизме владения любым языком есть три обязательных блока. Образ языка, блок внутривечивых перифицировок и блок реализации. И для того, чтобы человек полностью владел иностранным языком, ну, вот на уровне необходимой профессиональной деятельности, необходимо формирование второго механизма владения языком, который отвечает за производство восприятия высказываний именно на иностранном языке. Механизм владения родным языком под эти цели приспособлен быть не может, потому что он обслуживает строго интересы родного языка. Итак, чем же нам может помочь письмо? Причем сейчас я не буду точно говорить, что я имею в виду под письмом, потому что в каждом конкретном случае письмо понимается отдельно по-своему. А вот когда мы смотрим на западный учебник, то получается, что там, когда говорят о письме, нас загоняют в рамки принятых жанров. То есть человек еще как бы не умеет себя выражать на иностранном языке, а от него уже требуют письмо или эссе или какое-то критическое высказывание в письменном виде. Ну, понятно, что это все игры, воображение, потому что человек не способен все это сделать, он всего лишь, как бы ему там ни описали жанр того письменного произведения, которое от него требуется, он будет всего лишь воспроизводить то, что уже было сказано. Поэтому вот не подходит это для формирования механизма владения иностранным языком. Итак, первое, для чего необходимо, обязательно необходимо письмо, это вручение компрессии высказывания. Как раз Николай Иванович вы сами тут привлекаетесь. Я уже обратил внимание. То есть это вот как раз действие сокращения развернутого высказывания до общей смысловой схемы. Это в принципе очень базовый механизм, который должен быть сформирован. И почему это так важно? Потому что это фактически представляет собой процесс превращения внешней речи во внутреннем. Значит, внутренняя речь является результатом интериализации речи внешней. И на родном языке внутренняя речь формируется примерно к 11 годам. А вот что касается внутренней речи на иностранном языке, то, в общем-то, никто никогда этого не упоминал. И, видимо, лингва-дидактика как-то не смотрит в эту сторону в принципе. А ведь внутренняя речь это начальный момент порождения высказывания. Это его внутренняя программа. Поэтому формировать, стараться формировать внутреннюю речь иноязычную обязательно надо. Но сразу оговорюсь, мы ее не можем сформировать полностью. Все, что мы можем сформировать, это двуязычная внутренняя речь. То есть единица внутренней речи, которая с одной стороны русскоязычная, с другой стороны иноязычная. Но это уже очень хорошо, если удается сформировать. И как раз сокращение высказывания досмысловой схемы может осуществляться на двух уровнях. На уровне предложения, и это начальный этап компрессии, и на уровне целого текста. В первом случае что получается? Учащиеся получают длинное и очень громоздкое предложение на иностранном языке. Их задача сократить это предложение до основной мысли. То есть посмотрите, сколько здесь требуется умственных действий. Нужно прежде всего разобраться с тем, кто и предложение. К сожалению, теперь в школе на русском языке этому не обучают. То есть когда спрашиваешь учащегося, где подлежащее, где сказуемое, где дополнение. Дополнение путается с определением. В общем, к сожалению, что имеем, то имеем. И мы опять должны компенсировать недостатки школьного обучения. То есть вот учащиеся разбираются в структуре этого предложения, развивают это сложное предложение на составные части, то есть те предложения, из которых оно состоит. В каждом отдельном предложении находят подлежащее сказуемое, понимают, о чем предложение, а потом своими словами выражают его основную суть. То есть вы видите, сколько умственных действий нужно произвести учащемуся для того, чтобы успешно выполнить это задание. Если учащийся будет делать это устно, ну вы понимаете, он потеряется уже на втором этапе. Поэтому, естественно, подобного рода задания нужно делать письменно. Письмо является средством фиксации, во-первых, этапов осуществления задания. Ну а потом, и кроме того, простите, оно является средством фиксации процесса смыслообразования, потому что, когда учащиеся анализируют вот такое длинное предложение, они должны понять его смысл. И опять-таки, именно письменно нужно фиксировать вот это, чтобы учащийся мог отследить, правильно ли он двигается, получил результат конечный, сравнивает его с тем, что было дано, и делает выводы относительно успешности своей деятельности. Ну и, естественно, потом это обсуждается уже вместе с всей группой. Это вот первый уровень действия компрессии. Второй уровень это как раз сокращение целого текста до, опять-таки, основной смысловой схемы. И это, понятно, гораздо более сложное задание, потому что здесь уже нужно построить целый текст, причем текст, который соответствует, должен соответствовать определенным требованиям, например, ну я называю это по-английски summary, резюме, по-моему, по-русски это перевод, то есть вы должны, то есть учащийся, простите, должен изложить основные факты, упоминающиеся в тексте. Ну, я, например, обучаю этому на сюжетных текстах, потому что там легче вычленить эти основные факты. С другими текстами это гораздо сложнее, но мне кажется, что именно на сюжетных текстах нужно начинать обучение действия компрессии, при этом факты должны идти трогать кронологическом порядке. Никаких деталей, оценочных высказываний, повторов, ничего этого быть не должно. И я вам скажу по собственному опыту, что это трудная задача для учащихся, потому что они не осознают. Во-первых, они не осознают, когда они делают повторы. Совершенно не осознают. Во-вторых, что оценочные высказывания, что не оценочные высказывания, им все равно. В-третьих, вот даже установить точную хронологию развития событий, это само по себе очень трудно. И как показывают исследования, если учащихся, простите, выполнять эти задания в устной форме, они с ними не справляются. То есть это нужно делать обязательно, письменно. И кроме всего прочего, письмо еще позволяет учащимся рефлексировать, осознать то, что они делают. То есть процесс смыслообразования здесь включается и идет очень интенсивно. А компрессии текста, в чем так важно обучать компрессии текста? Николай Иванович, потом добавить, я надеюсь. В практическом плане. Да, в практическом плане, да, потому что это основное умение, необходимое человеку, владеющему иностранным языком. Фактически, что мы делаем? Человек, владеющий иностранным языком, должен взять информацию, которую он прочитал на иностранном языке и своими словами передать ее другому человеку. То есть вот это самое умение компрессии как раз постоянно востребовано от людей, которые владеют иностранным языком. Второе очень важное умение, которое необходимо формировать в писемном виде, это действие перекодирования содержания с иностранного, то есть родного языка на иностранный. Здесь я вам скажу, так сказать, программное мое заявление. Когда человек говорит на иностранном языке, он говорит не просто так, не из воздуха, он переводит с родного языка. Это объективный и давно установленный факт, что мы не можем порождать высказывания на иностранном языке, не опираясь на родной язык. Мы всегда переводим. А основа спонтанной речи на иностранном языке это межязыковые соответствия. То есть учащиеся должны знать, чему в иностранном языке соответствует то или иное высказывание на родном. И вот именно поэтому так важно формировать действие перекодирования содержания с родного языка на иностранный. Ну, я обучаю по своей технологии, там есть определенная последовательность прохождения тем. И действие перекодирования начинается с самого нижнего уровня, когда учащиеся изучают порядок слов, структуру предложений в английском языке, и действие перекодирования именно направлено на это. То есть предложение на русском языке, предложение на русском языке переставляется в слова таким образом, чтобы соответствовать порядку слов в английском языке. Потом добавляется артикль, потом добавляются видовременные формы, ну и так далее, до тех пор, пока учащийся не сможет перекодировать все предложение полностью. Я пользуюсь термином перекодирования, потому что, естественно, мы не можем говорить о переводе учащейся не обученной действию перекодирования в переводе до слова, что не соответствует норме иностранного языка. Значит, письмо в данном случае является, опять-таки, средством формирования вот этого самого действия перекодирования, средством, опять-таки, смысла образования, потому что понимание вот этих соответствий – это и есть процесс смысла образования. Ну и, наконец, последнее – это письмо в собственном смысле слова. Когда мы говорим о выражении собственных мыслей на иностранном языке. Но если смотреть со стороны внутренних механизмов, то письмо на иностранном языке в собственном смысле – это то же самое действие перекодирования, потому что учащийся все равно свои мысли формулирует сначала на родном языке. То есть письмо во всех случаях является средством смысла образования, средством фиксации и контроля и реализации, замысла, потому что соответствующие внутривичевые механизмы для иностранного языка, обучающихся, отсутствуют. И мы должны все это объективировать. То есть все вот эти вот процессы смысла образования, процессы перекодирования, процессы контроля и реализации замысла должны осуществляться вовне, а потом уже империализироваться и становиться внутренними механизмами, блоками механизма владения иностранным языком. Ну и естественно, как говорил Щерба, письмо еще и очень эффективный способ текущего контроля, потому что преподаватель может всегда контролировать ход формирования умения и давать соответствующую необходимую коррекцию, если он видит, что что-то идет. Все? Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Вопросы? Я хочу сказать, перекодирование вашей интерпретации, это адаптация русского предложения? Нет, 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 нет. Он на иностранном языке или наностранном языке? Абсолютно нет. Так что это? Значит, вот смотрите, дается, ну начинается с самого начала, да, дается русское предложение, нормальное русское предложение. Я никому ничего об этом никогда не говорю. Вот первый уровень перекодирования. Нужно это предложение, порядок слов в этом предложении поменять таким образом, чтобы он соответствовал английскому, да? Я про это не говорю. Но это не адаптация, это совсем не адаптация. Это перекодирование. Да, то есть вы это меняете, вы подгоняете по структуру. Естественно, мы это не подгоняем, мы это меняем, да? Таким образом, чтобы это соответствовало правилам построения предложения в английском языке. Потом идет вторая. Я не говорила об этом, я никогда говорила кому-либо об этом, я никогда говорила кому-либо. Да, 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 но я бы не сказала, это адаптация. Потому что это, понимаете, в чём дело, если смотреть на это с точки зрения внутренних механизмов, то это переворачивает сознание. Ну, это не переворачивает. Переворачивает, я вас уверяю, если делать это постоянно и добросовестно, это переворачивает сознание, потому что это позволяет посмотреть на окружающий мир с точки зрения способов кодирования действительности именно на иностранном языке. Ну, тест на правдиноком этапе. Переведите мне, пожалуйста, фразу. I have a book. Вы смеётесь? У меня есть книга. Я говорю, я вас не понимаю. У, а где у? Меня. Тут ай. Вы что меня за дуракой считаете? Начинаю. Я имею книгу. Нужат вас плюсы. Почему? А я куда делась? И вот тогда я имею какую-то книгу. Вы говорите, теперь я добро. Ну, вы знаете, в чём дело? Нет. Нет, я как раз против этого, потому что здесь вы нарушаете именно вот этот вот принцип установления межъязыковых соответствий. У меня есть книга I have a book. Вот это межъязыковые соответствия. А вот то, что вы говорите, ну, как бы вам сказать, это философия. Ну, нет. Я сталкиваюсь с этими вещами, ну, так скажем, это происходит с людьми, у которых недостаточно высокие лингвистические способности. Ну, я бы не говорила о способностях, просто плохое владение родным языком, скажем так. А посмотрите кино? А как переводят? Нет, нет, нет. Я сейчас, вот я про учениковку. И вот эта фраза «мне нужна книга и мне нравится книга» столько вызывает иногда проблем. Да. Нет, вы знаете, я как раз, вот я против этого, потому что это подтягивание родного языка, ход иностранный. А ведь и так получается при этом на коммуникативно ориентированном подходе к языку, когда родной язык вообще последовательно выгоняется. Они ведь не понимают, у них не формируется межисковое соответствие, и они, когда говорят что-то по-английски, они не понимают, что они говорят. Вот еще Щерба говорил, что ученик поймет единицу иностранного языка только когда найдет ей соответствие в родном. Когда эти соответствия, эти соответствия последовательно игнорируются, вот то, что у них там вот в голове есть, это мешанина, да, из иностранных фраз. Она ни на что не опирается. Поэтому, да, тут что угодно можно говорить. Пожалуйста, а можно еще комментарии? Да. А как быть с грамматической синонимией? Вот, например, «Seeing him made me happy». Вы можете эту фразу сказать «I felt happy because I saw him». Правильно? И есть еще несколько вариантов выразить ту же самую мысль. По-русски это будет звучать «Я был счастлив его увидеть». Ну, вы знаете, вы как-то начинаете слишком далеко, потому что освоение системы иностранного языка… Я начинаю где-то на втором курсе, на своем гемо приблизительно. Я не на втором курсе. Мы проходим герундий. Дело в том, что сначала нужно все-таки провести базовые ориентировки, но у меня это порядок слов, артикль и видовременная система. Это, как бы вам сказать, способы развернутого выражения мысли. А вот то, что вы сказали, это уже способ свернутого выражения мысли. И у меня это последняя тема в курсе грамматики. То есть, если идти последовательно, проблема грамматической синонимии как бы возникает уже тогда, когда учащиеся к ней готовы, а не с самого начала. С самого начала их можно только запутать. Дело в том, что мы получаем уже готовых, говорящих на английском языке студентов с баллами где-то приблизительно в районе 90 по ЕГЭ. И с ними как раз-таки мы начинаем где-то в конце. То есть, уже подвинутую грамматику. Я не знакома, но я знакома со студентами Масковского государственного лингвистического университета. И я могу сказать, говорящие на языке не значат понимающие язык. И вот когда мы пишем эти самые саморезы, они дают... Нет, про саморезы я полностью согласна, что они дают какой-то поток сознания не структурированно абсолютно. Видите, а ведь тот же самый поток сознания они дают и в устной речи. Просто в устной речи... Да, однозначно, однозначно. Спасибо большое. Я так настаиваю на обучение письма. Николай Иванович, позволите мне, Татьяна Константиновна, уважаемая, Очень рада вас слышать. Очень интересный доклад. Вы, как всегда, Лидия Петровна Костикова, да, как всегда, да, говорите очень интересно. И мне очень близки ваши идеи о письме. О письме как процесс фиксации смысла образования. Это очень важно в научном обучении, в работе с аспирантами. Да я даже думаю не только на иностранном языке, но и на русском. Спасибо. Вы очень хорошо раскрыли эти идеи. Вопрос. В электронной библиотеке появилась ваша монография. Скажите пару слов. Вот коротко. О том, кстати, просто их вышло две подряд. Теория билингвизма, основа современной лингводидактики, или обучение иностранному языку на основе закономерностей? Ну, о каждой скажите коротко. Прорекламируйте себя. Ну, первое – это теория билингвизма, основа современной дидактики. Это вот эти как раз общепсихологические, фундаментальные положения, которые лежат в основе моей методической системы. Там рассматривается проблема билингвизма, там как раз описывается механизм владения языком, и там описывается, каким образом формируется механизм билингвизма. И вторая монография. Уже как раз чисто лингводидактические вопросы. Там освещается проблема определения содержания обучения, цели задачи обучения иностранному языку, организация обучения иностранному языку, и более подробно, специфика обучения иностранному языку на этапе субординативного билингвизма. Спасибо. Удачи вам. Удачи. У вас очень интересное исследование. Спасибо. Я думаю, что то, что вы говорили про письмо, это связано еще с тем, что письмо сложно проверять. Поэтому его так мало вставляют в учебнике, потому что это же не аудиторная работа. Это все увеличивает нагрузку на учительную. Поэтому так к нему относятся очень поверхностно. У меня вот такой вопрос. Мы занимаемся компрессией высказывания в курсе анализа текста на старших курсах спецвуза, потому что они должны интерпретировать текст, не пересказывать. И вот мы сталкиваемся с такой вещью, которая у нас уже выработалась, выкрескализовалась, что наиболее удачно скомпрессированные идеи берутся максимум не словами из текста. И это их основная проблема. Они пытаются брать слова из текста, а не им не помогают генерализировать. Но, с другой стороны, я о чем думаю, лучшие пересказы, краткие, которые я видел, они максимально взяты не из текста, но это очень хорошая работа мозга. То есть это должно быть не только с языком, это связанная, очень хороший анализ. Вам не кажется... Вот как это пытаться учитывать? Потому что вот одна из проблем, вот эта излишняя реализация, что вы говорили, не просто берут из текста, они не видят. Мы их об этом обучаем. Они не все обучаются в итоге, но это их самое нелюбимое занятие, потому что иногда приходится три раза отказывать, и только третье принимать и говорить. Как ты видишь, вот, например, из текста осталось там 10%. Очень хорошо все обобщил. А с текстом много воды. Вот это очень сложно. Есть какие-то советы? Как... Ну, я вам могу сказать, как я делаю. Потому что вот когда вы только вводите этот вид работы, ему нужно... Да, компрессия текста – это умение, не зависящее от языка. Да? Да. Это общее умственное действие. Фактически его должны формировать еще в школе. Но, увы. Так вот, что мы делаем сначала? Мы полностью обсуждаем это действие по русскому. Применяем приемы логической обработки информации, которые, по идее, тоже должны преподавать в школе, и учащиеся должны прийти уже готовыми к нам, но этого ничего не делается. А ведь с такой приемы самый первый и главный прием логической обработки информации текста делится на части. И для каждой части формулируется основная мысль. Вот здесь уже по-русски вы переформулируете, да? Потому что никак нельзя в содержании абзаца выразить теми словами, которые вы в абзаце делаете. То есть вот начинается уже переформулирование. И из этих переформулированных предложений вы делаете, да, вот это самое саммари. Бывает так, что нужно добавить какую-то информацию. Потому что я всегда говорю, что саммари должно быть настолько репресситативным, чтобы человек, не читавший текст, понял о чем. Да, то есть существенные моменты, даже если они кажутся детальными, никоим образом нельзя упускать. И вот таким вот образом на русском языке вы формируете это умение, а уже потом отпускаете эксилонные глаги на иностранных. Коллеги, давайте перейдем к следующему выступавшему. Клименцова Надежда Николаевна. Есть у нас? Только в интернете есть. Нет. Это же календурат. Нет, я не вижу. Тогда Климович Николай Иванович. Слушаем Николая Ивановича. Как продолжение? Логически продолжаем вот эту идею, которая выражается словами «письменная речь», «жать» для содержания текста. Значит, «жать» для содержания текста, инструментарий обучения написанию аннотации. Сразу по терминологии. Аннотация, саммари, абстракты, резюме. Все это раньше в нашем богатом русском языке обозначалось одним простым словом «предисловия». Да. Вот это предисловие всегда было у нас. Вы привыкли больше ни шли за. А аннотация – это на форзации. Книжка посвящена основам билигризма. Преследует тот в три строчки, не больше. Поэтому аннотация – это будем говорить или простым русским языком, это абстракт, саммари, так далее. Причины разработки, Владимир, следующие по терминологии вы решили. Значит, исследование носило исключительно прикладной характер. Прикладной. Причины разработки методики – растущая публикационная активность в иностранном языке магистрантов, аспирантов, сотрудников госорганов, ну и всех тех, кто должен публиковать свои исследования. Для этого их, да, публиковать свои исследования, и для этого они должны уметь писать аннотации или методописания научных работ в иностранном языке, чтобы их работы появились в публичном, глобальном поле. Вот тут я перевожу эти саммари, экспрессии и так далее. Как хотите их называйте. Споры идут разные, что такое саммари, что такое абстракт, ну и так далее. Еще раз подчеркиваю, ну, речь вот чисто о практической методике. Важность и актуальность обучения написанию аннотации. Определяет ее путь. Кратко изложить сложные исследования. Это первое. Кратко. Как правило, каждый журнал задает свои параметры по метаописанию. 200 слов, 200 знаков, 400 слов разных выступают в качестве самостоятельного описания сущности научной работы. Почему это очень важно? Дело в том, что многие платформы, где располагаются и размещаются электронные наши публикации, не всегда дают возможность бесплатно ознакомиться с текстом полной статьи. Это с одной стороны. Требует денег. Иногда... Это первое. Второе. Мой опыт показывает, что иногда, когда я встречал хорошие метаописания, мне было достаточно прочитать это описание, уловить смысл и даже, что самое главное, процитировать эту статью в своей публикации, что очень важно для автора этой публикации. Поэтому это другой момент. То есть сначала мы экономим деньги. Раз. У читателя. Он начинает этим интересоваться, когда он видит, что он получил то, что он хотел, он нас цитирует, и мы получаем свой профит в этом плане. То есть мы думаем и о нашем читателе, и о себе. Следующий очень важный момент, быть основой для поиска исследований в поисковых системах. Это ключевой момент. Наш текст должен быть написан таким образом, чтобы поисковик нашел его быстро. Здесь мы немножко подискутируем о том, что нужно слагать своими словами, что не нужно слагать своими словами. Так. И, естественно, четвертый. Мотивировать читателя прочитать всю работу. Вот если все это будет сделано, считайте, что ваше метаописание достигло своих целей. Что-нибудь вы бы получили. Или публикацию, или, может быть, если роялти получаете, в горе денежка может придет на кармане. Теперь переходим к самому главному. А именно, как заставить, я подчеркиваю, заставить обучаемого или магистра в краткое, в короткое, определенное программное требование, требование, не время, а аудиторной работы, или бакалавров, научиться вымлить и писать вот это самое. Причем, эти требования должны быть, во-первых, осязаемыми, ощущаемыми, четко излагаемыми, измеряемыми и оцениваемыми. Вот так. Какие это были требования? Ну, естественно, об этом говорилось. Это сжатие, то есть объем этого медоописания. Для того, чтобы согласовывать время на проверку, оно устанавливалось небольшим, там, 130 слов, включая артиклы. Далее. Студенты должны привыкать к структуре аннотации. То есть, вот она, ключевые слова, вводное предложение, которое формулирует основную проблему статьи, главную часть, излагающую в номинативной форме содержание статьи. Что значит номинативной форме? Это обычно, то есть, в называющей форме, в называющей, классифицирующей, обобщающей форме. И заключительное предложение, содержащее вывод. Предложение и предложение в начале и в конце это чисто методический цель, чтобы они знали, больше одного предложения писать нельзя. Потому что и так 130 слов. Ну и стилистика. Текст должен быть написан в простыне предложения в настоящем времени, в активном, в пассивных залогах. Как правило, все тексты пишутся в прошедшем времени, и это требование вынуждает студентов не скатываться в обычный письменный пересказ типа изложить. Употребление в прошедшем времени запрещено. Но там еще есть определенные требования, связанные там употреблять слово the article, the author более одного раза, два раза это уже стиль, лучше вообще не употреблять. Не употреблять слова типа moreau, the phone и так далее. Это тоже лишние слова, которые только утяжеляют эту аннотацию. ну это вот то, что требуем. Теперь, что у нас было практически. Следующий текст, Владимир. Вот указан текст, это исходный текст у нас. Government и на пандалик. Я понимаю, что читать очень тяжело, красным шрифтом выделены те мысли, которые являются главными, они даже пролумированы для меня. Но если быстро, когда угроза Соединенным Штатам в основном коронавирусном исследовании, мы листям, если не знаем, стало явным политическим лидером и комментарием начали призывать больше правительственного решательства для того, чтобы противостоять экономическим эффектам и угрозе здравоохранения и здоровья и состояния этой болезни и так далее. А в политической философии ограниченное правительство и так далее. Это первая часть. То есть это не весь текст. Я бы ознакомились с этим текстом так немножко. Все, следующий. Продолжение. Это второе. То есть обратите внимание на объем пока. Дальше. Часть вторая. После, значит, по мере того, как мрачный результат на здравоохранение, и здоровье, ковида-19, экономическая статистика начала накапливаться. Третье, это, значит, критика ниберализма стала становиться громче. Ну и так далее. Там Истоис Баркер, который критиковал политиков и доноров, которые хотели, чтобы правительство делало как можно меньше для общего блага. Ну и так далее. Умрачную Америку критика описывал без активного вмешательства управления из Вашингтона и так далее. И завершили. Вот два таких больших абзаца я взял для того, чтобы показать вам исходный текст. Так? Посмотрели на этот исходный текст? Теперь переходим, Владимир, следующий текст. Вот у меня студент М. Абстракт. Да, это уже абстракт. Обратите внимание. Сначала. Ну здесь у меня все вместилось на одном слайде. То есть вот первый абзац, второй абзац. Что вы здесь видите? Ну первое предложение, другое, запомнил. минус повторяет название текста. А это уже идет в счет этих слов. То есть ничего здесь нет. Черным выделено то, что плохо. Сначала пандемии. Для чего это нужно? Абсолютно не нужно. Не информационно разговорный стиль. Мировое сообщество. Терминологическое искажение. Там речь идет только о Соединенных Штатах Америки. Прошедшее время. Это пересказ, как бы свободный пересказ. Дальше. Стали понимать, что правительство должно играть ключевую роль. Это тоже искажение, потому что там используется термин large government intervention. не ключевая. Это серьезные правительственные интервенции. Это термин экономический, поэтому даже не надо менять. Дальше написано, эксперты заявляют. Это тоже информационная ложь, потому что там только один эсэист упомянут, который критикует. Дальше. Ссылается точнее ссылается только на политических лидеров и комментаторов. Идем ко второму. Цифры показывают. Там нет никаких цифр, там только статистика. И то это все никому не нужно. Дальше. Один из экспертов полагает. Там конкретно это тоже лишние слова, надо было сказать только то, что он полагает. Дальше. Социализация власти в США. Об этом тоже ничего не написано. Обречена на провал. Об этом тоже ничего не написано. Частные компании, being disabled, то есть почему бы они лишили возможности какой-то и так далее. То есть полное искажение. Товарищи, коллеги мои. Что показывает анализ, причем студент, скажешь, начинаю персональные данные разглашать. В общем, так. Студент М. Это толковая студентка. Прекрасно знающая, быстро, так, что там, это вот в начале. Главное, чтобы поменьше написать и рассказать. Вот она это написала. Причины указаны как ошибок. Поверхностное восприятие, осуществление и вычленять главную мысль, видеть экилексико-терминологическое оформление и обобщать их, вот я подчеркиваю, в своих авторских предложениях. Привычка пересказывать тексты, подчеркиваю, своими словами. Вот здесь я должен сделать комментарий по поводу нашего часто употребляемого такой рекомендации. Перескажите текст своими словами. Считаю, что в некоторых случаях, а множество многих, указания неправы. Нужно пересказывать текст словами текста, иначе их останутся в своих словах в размере 500, но в своих предложениях. В своих предложениях. Вот это заставит их думать. Но это для продвинутых. Сначала, конечно, не умеешь, не знаешь своих, членей, авторский, но на более мелкий. Потом научишься подмужу руководством преподавателя вооруженного, чем Big Stig. А иначе не продумывается. Вот. Поэтому вот этот термин я всегда им говорю с самого начала. А почему это еще важно для аннотации? Потому что поисковик будет искать по термину. если он скажет «centralization of power» instead of government intervention, то он угонит вас в совсем другое место. Это то, что они написали. Теперь Master Epstein. Вадим, следующий. Пожалуйста. Вот Master Epstein. Что мы видим? Статья посвящена правительственным более серьезным правительственным интервенциям кризис-ситуацией вызванной коронавирусной пандемией. Один вариант начала. Или изучаем две роли правительства в кризис-ситуации интервенционистской и либералитамской. И дальше там либеральный подход призывающий к неименьшему возможному присутствию правительства в госуправлении дальше call info liberal approach call info призывающий к вот оно переосмысление к малому неактивному менеджменту из Вашингтона. Так неготовность частных компаний реагировать на заболевание подвержается жесткой критике. Все заявлено новые предложения он номинативный вся терминология там включена и сжато чуть ли не треть текста в эти два абзаца. Вот это тот самый метод сравнительно сопоставительного обучения этих студентов. Реакция конечно всегда была одна и та же это серьезно. Заставляет думать, заставляет вычлить. А мы думали, что можно взять из каждого абзаца по первому предложению и сказать «the office sense», «the article убил и будет достаточно». Это ретерирует. Вот поэтому и заключение практически совпадает с тем, о чем говорила Татьяна Константиновна. Обучение навыкам умения профессионального исследовательского чтения, обобщение, содержание текста, изложение в краткой информационной емкой аннотации представляет собой важное направление развивающего мучения. Это действительно заставляет мучить. Доклад закончен. Ну хочется прямо попробовать. Спасибо большое. Вопросы. Очень здорово. Вопросы, пожалуйста. У меня что-то вспомнилось еще слово синопсис для саммары. Предисловие назвивают, что предисловие книжки там иногда по-другому вообще. Даже совсем в другую сторону. Это такое лирическое отступление даже. Николай, у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, если нашим студентам предлагать в качестве опоры текст и вот такие идеальные саммары там количество 50 и что. Это будет эффективно в какой-то мере, потому что когда они говорят, мы не умеем. Ну вот образцы, давайте разберем вот текст, что поменялось. Это конечно они не составляют. Облегчит ли это работу в конечном счете нам? Облегчит. Значит первое, когда мы просто им говорим, давайте это будем сокращать, ну как сокращать, что в какую сторону ввести? Трудно. поэтому на первом этапе можно дать сравнительно с поставительным местом. исходный ребят. И сказать им максимум выполнить вот эти требования. Они напишут. Напишут такое, что вы сами в ужас придете. Вот так как 130 слов вы там все это пометите, а потом подаете свой массу. И начинаете уже с ними анализировать этот текст и учить их вот так, как говорил Татьяна Константиновна. Вот вы прочитали абзац, три слова существительные, два по-русски сначала сформулируете, вы видите, они начнут его пересказывать. Точно. Они начнут пересказывать весь абзац. Близко к тексту. Близко к тексту. Вы говорите, три слова из текста. Из текста найдите три слова. Как правило, ну, в профессиональных таких текстах, да и в художествах можно найти три слова. Они могут быть разными для студентов. Тут не надо их десказать. Ни в коем случае сказать, вы так видите текст, вы так. Ну, потом, методом дискуссии вы найдете. Показали один раз, они уже знают, к чему нужно идти. Ну, а потом они пишут, вы должны быть готовы дать всегда свой вариант. Да. Вы должны дать и потом еще через месяц еще следующий текст на какую работу. Вот они вам тоже будут, кстати, уже будут лучше писать. Вы, опять, похвалите их, но где-то поругаете. Как правило, использование прошедшего времени быстро они уходят, спасибо, они примечаются, но иногда вот эти ключевые слова они не выбирают. Не едет. Нет, просто мне металлический начисто интересует. Если возьмем из вашего доклада, да, и вот дадим студентам плохой вариант, да, и вот наш комментарий, почему он плохой, да, и хороший. И второй вариант, пока они не напишут потому что вот второй вариант, он дольше, мне что-то кажется. Вот пока мы три раза с ними не проработаем, да, и дядя, да, просто больше времени займет. Но не совсем студентам. Мне кажется, это не приведет к экономии. Все-таки они должны проработать это вот здесь. Сами, нет? А да, и вы знаете, вот еще эффективный прием. Прежде чем они начинают писать саммари, я прошу сформулировать предложение, которое отражает основное содержание текста. Вот не в саммари, а в одном предложении. Это тоже очень помогает. Да, Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что вы меня сейчас без доклада оставите. Да, сейчас. Тогда лучше переходим. Нет, у меня как раз на эту тему и об этом же как раз просто вот продолжает все, что мы сейчас обсуждаем. Я предлагаю, может быть, после моего доклада продолжить это обсуждение, потому что у меня как раз на эту тему погребного Александра Николаевна. Слушаем, Александру Николаевну. Кафедра английского языка номер 4 МГИМО. Тема методы когнитивной визуализации, польза применения и трудности освоения. Слушай, сейчас, секундочку, я запускаю презентацию. Так, скажите мне, как вы не видно слышно. есть? Да, да, видим. Я не вижу свою стрелочку. Да, все, я готова. Вы можете переключать слайды, чтобы мы увидели? Да, переключаем. Я хочу сказать, да, рассказать о методах когнитивной визуализации, которые во многом помогают научить студентам, студентов этим универсальным, логическим действием, которых их не обучили в школе, и с которыми мы вынуждены бороться буквально на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении. Когнитивная визуализация это эвристический метод, отличный от просто иллюстрации, потому что он предполагает развитие познавательных способностей, критического мышления и является продуктом преобразования и переосмысления полученной информации. То есть это не просто иллюстрация, это какое-то схематическое изображение, выданное в результате анализа информации, полученной из источника. К методам визуализации относятся схемы, графики, таблицы, матрицы, иерархии, сценарии, структурные блок-схемы, опорные конспекты и так далее. Почему мы сейчас должны этому обучать? Потому что мы все знаем, в какое время мы живем, я не буду снова об этом рассказывать. Мы знаем о том, что источники информации сильно поменялись и имеют мультимедийный цифровой характер. Информация изменилась основная масса информации от линейного знака и текста в более синтетической форме звук, изображение, образ. И чтобы быть конкурентоспособным на рынке и идти много со временем, человек нашего времени должен увеличивать свой темп взаимодействия с информацией, сокращать расстояние между восприятием, обработкой и передачей. также перед нами всеми стоит проблема непрерывного образования, что тоже возможно выполнить только в случае, если мы умеем общаться с информацией, если мы умеем делать это эффективно, быстро и понимаем, как это делается. То есть изменение источников информации повлекло за собой изменение восприятия. Оно развивается от формального к образному. То есть наши студенты уже люди с другой схемой в голове, с другим образом восприятия. Они разнообразные свойства объектов улавливают моментально, но они не видят связи между этими объектами. Их восприятие фрагментарно. Это какой-то информационный поток, который не связан с логикой. Они не видят разнородности или однородности информации. Они имеют высокую скорость переключения между фрагментами информации, но эта высокая скорость ведет к тому, что страдает качество восприятия и обработки. И в соответствии с советом возникает отсутствие целостной картины восприятия и окружающего мира, и текста, и любой информации. То есть для наших студентов, как мы все знаем, свойственно дефицит внимания, рассеянность, ой, извините, пожалуйста, нежелание производить умственные действия. фактически их заставить и принудить к этому очень сложно. Как только требуется какое-то ментальное усилие, они тут же складывают лапки и просят предложить им 4 ответа на выборы или что могут тохожие. Либо сделать все за них, они переведут вам на английский язык. Такое требование тоже иногда бывает. Скажите нам, что вы хотите услышать, а мы вам переведем. Следовательно, ввиду того, что их мозги работают по-другому, мы это видим на продуктах их деятельности. Они не могут работать с мнениями текстами, их устная и письменная речь лишены экспрессивной составляющей, то есть какая-то мысль брошена, но ты должен эту мысль расшифровать, сам как-то ее понять, и дальше нет ни примера, необъяснение этой мысли. Их тексты и устные и письменные лишены прозрачной логики смесовой завершенности. Они предпочитают визуальные символы, логики и углубление в текст. И восприятие линейной информации, текстовой информации сталкивается с проблемой концентрации внимания и неспособностью уяснить смысл и значение отдельных входящих состав текста фрагментов. Задачи образования соответственно слегка меняются в современном обучающемся обществе. Мы каким-то образом должны дать им знания предметной области, но также развить адаптивную компетенцию, способность осознавать и глубоко применять полученные знания и навыки в различных контекстах, то, что сейчас называются transferable skills или по-русски переходящие навыки. Также мы должны их научить эвристическим познавательным методом, который значительно повышает вероятность правильного решения задачи при системном подходе к этому решению. Должны дать мета-знания, представление о собственной когнитивной деятельности. Каждый из нас работает по-разному и учится по-разному, изучает язык по-разному. Если студент понимает, как для него лучше и как он лучше усваивает, это большой бонус для него и в студенческой жизни, и в будущем. Также мы должны развить умение управлять собственными когнитивными процессами, так называемое когнитивное саморегулирование. Соответственно, образование может пойти по двум путям развития, и, скорее всего, это будет какой-то серединный путь. С одной стороны, мы можем структурировать информацию в деклипах, изменять формат, подачу, применять четкие наглядные образы, презентации, какие-то короткие запоминающиеся формулировки, то есть играть в поддавки этому новому клиповому мышлению. С другой стороны, мы должны идти на преодоление, научить концептуальному, критическому, логическому мышлению и когнитивным методам обработки, фиксации и передачи информации. Методы когнитивной визуализации вообще, в принципе, они не относятся исключительно к иностранным языкам. Это методы работы с любой информацией. И, в принципе, конечно, они должны применяться и вырабатываться на разных предметах, на любом фактическом занятии вузе и, возможно, даже в школе. Но вот здесь на слайде перечислены различные виды деятельности, которым когнитивная визуализация поможет стать более эффективными. С одной стороны, мы можем использовать когнитивную визуализацию в изучении различных концептов, в изучении лексики. Вот, например, вот такая схема в изучении эмоций. Ну, я ее взяла из интернета, и, конечно, она совершенно неправильная, потому что сэд у нас явно должно было быть синим цветом, потому что блю и так далее. И хэппи должно было быть оранжевым, это с точки зрения визуализации. Но, в принципе, идея неплохая. Мы можем таким образом изучать вокабуляр, мы можем таким образом повторять вокабуляр, мы можем этот вокабуляр вводить и добавлять. И мы можем, допустим, здесь ранжировать от самого нейтрального слова по возрастанию к более такой сильной эмоции. то есть тут есть различные способы взаимодействия и каждый для себя может создать удобную для него визуальную схему и это очень сильно процесс не только ускоряет, но делает его более осознанным и глубоким. Также мы можем использовать различные методы когнитивной визуализации в изучении концептов, то есть какой-то темы. Вот, например, тема Losing Your Job и она может разложена быть Issues With You, то есть почему ты сам бросил эту работу Issues With The Company, You Which Certain Age по достижениям возраста. Ну, тут в основном, конечно, они включили лексику и лексические примеры. Но, в принципе, вот на этих веточках могут быть не лексика, а может быть различные причины, различные жизненные ситуации, способы как справляться с этим, с потерей работы, способы, так скажем, выживания. То есть вот в такую схему можно поместить все, что угодно, все, что нужно запомнить и осознать. Ну, естественно, это проектная деятельность, овладение ораторским искусством, потому что когда речь представлена вот в такой виде, такой схемы, это человек не читает по бумажке, у него нет такого позыва, он может говорить достаточно свободно, это снимает трудности. Также создание презентации, когда человек может определить о чем каждый его слайд и какую смысловую роль он несет в данной презентации, то его презентация становится намного короче, намного яснее, намного понятнее даже ему самому. наши студенты любят просто налетить куски текста, картинки и вот она готова презентация. Но когда начинаешь анализировать, получается, что пятый слайд в общем-то повторяет третий, а шестой идет в догонку и что вся информация на этих слайдах могла быть представлена на одном слайде, потому что это все причины какого-нибудь явления. Ну, смысл в том, что методы когнитивные, также когда студенты любят представить на слайде массу информации цифровой, что что-то поднимается, что-то опускается, что-то на таком-то уровне и не приходит в голову сделать пай-чат или какой-то бар-чат, который это все покажет более визуализированно и понятно. Этому всему нужно учить. Дальше майнд мэп или концепт мэп. Я не буду сейчас углубляться в различные особенности терминологии, она по-разному называется. Может быть также использована на уроках домашнего чтения и осваиваться. Когда мы читаем какую-то историю, мы можем раскладывать конфликт, раскладывать характеры персонажей и различные вещи. Но вот здесь мне тоже не нравится это майнд мэп, потому что вот здесь идет слово муд, и дальше вот справа идут компоненты, которые создают муд этого haunted house, и стрелочка должна идти вот от этого кружочка вот к этому по логике, потому что муд вытекает вот из этого. А дальше характеристики этого муд, какое оно, spooky, dumb, presented, и так далее. То есть я хочу сказать, что эти методы могут применяться абсолютно на любых занятиях, не только языком, но мы сейчас говорим о языке. Дальше я хочу вам показать концепт-мэп одного из моих студентов с моими поправками. Вы, очевидно, не видите целиком, к сожалению, моих науков не хватило, чтобы вместить это сделать, но тут видны основные ошибки, что мешает студентам создавать эти концепт-мэпс. Мы видим, что человек, в общем-то, это вполне удачный концепт-мэп, это не худшее. Худшее – это просто солнышко или паучок, где одно слово в центре, от него расходятся какие-то неразумительно одинаковые совершенно лучи, и в каждом луче написано какое-то одно слово. И потом, на следующий день, после производства этой майндмэп, человек без текста не может рассказать, о чем это все и что он пытался сказать этой майндмэп. В данном случае студент успешно разложил текст на какие-то три блока, но он затруднился обозначить эти три блока, и он назвал их все «factors». Почему? Потому что он не понимает, что… Тема была «Почему молодые люди хотят стать поп-звездами или звездами спорта?» И какие за этим стоят реалии. Фактически текст состоял из иллюзий, что они… Почему они предполагают, что эта профессия хорошая? Дальше он состоял из «reality», процесс, что на самом деле, как им приходится работать, какой на них публичная нагрузка, и как они быстро выходят на пенсию, и потеря всего этого внимания влечет за собой психологические кризисы. То есть это реальности. И также в тексте были упомянуты «reasons for the trend». Эти reasons тоже все перемешаны, как вы видите, что-то зашло в одни факторы, что-то в другие. То есть это одна из трудностей, что они не могут определить в структуре текста роль каждого кусочка, каждого, скажем, абзаца, может быть, два абзаца, смысловую роль. Вторая проблема. Они не могут определить одним словом или словосочетанием, что должно быть написано в этих bubbles. Конечно, не должно быть полных предложений, выписанных из текста. Должно быть то, о чем сейчас говорил Николай Иванович, своими словами сконденсировано, четко, какая-то идея. Для них это тоже особая трудность. Как с этими трудностями бороться? Ну, я уже сказала все трудности, что они не видят структуру текста, иногда видят структуру, но не могут определить роль абзаца в этой структуре, затрудняются с определением логических связей внутри текста, выписывают либо отдельные слова, которые ничего не несут, и на следующий день невозможно по этому слову вспомнить, что было, либо предложение целиком, что уже не является нужным продуктом, и не умеют сконденсировать смысл в одном сочетании, не гладеют перефразом, то есть они могут сконденсировать этот смысл в своем словосочетании, а не в сочетании, взятом из текста. Ну, и то, и другое важный момент. Как мы можем с этим бороться, и как мы можем учить этим методом когнитивной визуализации, только последовательно работая с ними на разных аспектах и на протяжении всего обучения. Решать проблему пошагово, работать над каждым компонентом отдельно, то, о чем нам говорила Татьяна Константиновна. Также менять режимы, индивидуальный, парный, групповой, потому что когда ты работаешь со студентом индивидуально, он тебе говорит It's my mind map and that's what happens in my mind. То есть, имею право. Когда они работают в группах, то в чужом глазу уже видно соринку и критику и комментарии от своих peers они воспринимают чуть лучше, чем комментарии преподавателя, потому что когда ты пытаешься их логику раскритиковать и показать им правильную, то они пытаются сказать, что у каждого своя логика и вы навязываете. Когда они работают со своими mates, они это воспринимают чуть лучше. И, соответственно, пример упражнений, которые способствуют выработке этого навыка, ну, конечно, это пример упражнений годных уже для продвинутых студентов, для второго, третьего курса языкового вуза. Во-первых, чтобы они в каждом тексте видели логическую структуру и находили. В принципе, все тексты раскладываются на определенное количество сценариев. Либо это balanced opinion, либо это current against balanced opinion, либо это problem solution, reason consequences. Обычно бывает, что problem solution и reason consequences может быть в одном тексте, может быть какой-то descriptive text, может быть просто какая-то иерархия временная, как это называется. Да, то есть мы можем разложить текст, в самом тексте все перемешано, настоящее, прошлое, будущее, его можно разложить по timeline. Вот. Также определять структурную роль каждого абзаца, то есть не просто о чем это абзац, а что он несет, то ли это определение, то ли это мнение, то ли пример, причина, следствие, заблуждение, разоблачение, тогда им легче строить эти схемы. Также найти основное предложение абзаца, topic sentence. Ну, с этим они более-менее справляются, либо первое, либо последнее. Следующее, но иногда не бывает четкого topic sentence в абзаце. Следующее задание, это следующий challenge, я бы сказала, перефразировать topic sentence своими словами. И тут у нас начинается просто напряжение, невиданная мысль, чтобы сказать это своими словами. Передать идею абзаца одним словосочетанием. И также я очень люблю вот последнее задание суммировать текст в одном предложении. Вот они подготовили сам, они пришли с каким-то mind map, и я сбиваю всю, так скажем, картину простым вопросом. Суммируйте текст одним предложением. И мы начинаем с того, что текст о любви. Потом мы приходим к тому, что текст все-таки о семье. Потом мы приходим к тому, что текст об одиноких матерях. Потом мы приходим к тому, что текст об одиноких матерях в Соединенных Штатах. И потом мы приходим к тому, что дети одиноких матерей в Соединенных Штатах лишены определенных там социальных лифтов и оказывается что текст вообще-то не любви потом можно это предложение этот метод можно использовать и в обратном порядке до начать с пяти предложений потом прийти к одному можно начать с одного потом прийти к пяти но и то и другое хорошо работает требует очень сильного напряжения преподавателя намного больше чем просто делать упражнения конечно вот и очень встречает большое сопротивление со стороны студентов спасибо вам большое спасибо вопросы есть александр николаевич вопросов вопросов нет исчерпывающая тема тогда перейдем сысоева зои евгеньевна и емелина ольга викторовна старшие преподаватели кафедры английского языка номер 6 мгимов буквально два слова о моей паре и обо мне мы занимаемся совершенно разными аспектами я преподаю общий язык основном на старших курсах он же виктор она занимается текстами экономического плана казалось бы что между нами общего где точки соприкосновения но вот оказывается манатой это то что нас объединяет несмотря на то что совершенно разные четыре величевое языковой материал для том что на старших курсах по 3 4 курс одним из экзаменционных либо является реферативное изложение публицистического текста но это 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 не просто это в принципе не просто и наверное не взрослому человеку и уж тем более студенту материалы текстов и учебников я являюсь одним из авторов это тоже публицистические материалы из аутентичных источников то есть это тоже те же самые статьи и поэтому у нас красной линии проходит вот эта задача научить и иначе говоря я бы сказала научить их думать и абсолютно согласна с предыдущим оратором потому что думать они не хотят и пытаются прикрыться или беглостью речи или просто начинает реферировать текст по принципу что помню что помню то расскажу и как будто бы все так завуалированы и принимай вот этот продукт вот вот так как я тебе изложил поэтому понимаете я иногда прибегаю к такой терминологии как выйти как в спорте выйти из зоны комфорта я говорю давайте с вами искать ключевую идею точку от которой мы дальше будем как-то ну писать можно так сказать и для того чтобы вот когда мы говорим создайте пожалуйста нарисуйте там мы знаем и слышали они все когда-то что-то видели в интернете но я считаю так что мы должны показать какой-то образец идеальный и для этого я ставлю небольшой ролик для автора вот этой технологии тони бузан рассказывает что это такое красивый английский скажу получая огромное удовольствие он показывает как работать как буквально поэтапно пошагово работать и это очень мотивирует это очень вдохновляет но я в первую очередь меня и мне кажется я этот энтузиат свой могу передать и им потому что если ты к этому не проявляешь интерес их тоже очень трудно как-то заставить работать но самое главное заставить студента критически мыслить научить его выбирать из первоначальной информации какую-то профессионально значимую информацию релевантную информацию вот это самое главное и вы знаете вот поскольку у нас название доклада я считаю два главных слова реферирование и майнмэпинг но мы позволили будьте добры следующий слайд свой подход к обучению реферирования что мы называем рыбью мы по крайней мере прибегаем вот обозначен тоже в виде майнмэпа но конечно не все мы сегодня хотели бы затронуть и кстати прошу внимание ваше обратить на то что справа это не опечатка таких компьютерных программ очень много очень много которыми пользуются студенты но в данном случае мы воспользовались и конечно это академика то есть тот специальный языковой материал который помогает решить определенную академическую задачу понимаете вот я выделила пожалуйста на какие-то как на мой взгляд мне кажется основные моменты мы должны передать мнение автора обязательно мы должны как-то обрисовать проблему не должны анализировать потому что реферирование все-таки предполагает анализ мнению автора анализ проблемы и дальше у них в том же самом экзамене это беседа по проблематике или по содержанию мы частично пытаемся коснуться и такой проблемы как плечевое отгораживание то есть иначе говоря хеджирование и потому что студенты очень прямолинейно заявляют то может быть даже чем не идет речь выдают желаемое за действительно и николай иванович приводил примеры такие опять же они очень безапелляционно я говорю покажите где вы нашли это в тексте этого нет проще сказать и все как будто вот мы хотели бы сегодня особенно обратить внимание на именно вот эту технологию как для того чтобы во-первых они как-то осознали данный материал который им предлагается реструктурировали его выборные основные мысли потом мы обозначили второго плана третьего плана чем больше вот этих сап консенс тем более расширенная вот эта карта ну и потом они должны создать все таки свое собственное высказывание и опять же у меня вот это видео просто стояло в голове и найти ассоциация между какими-то проблемами потому что на экзамене это заговоре чаще всего мы берем текст оттуда все равно так или иначе проблемы стоят они должны найти проблему они должны попытаться увидеть причинно-следственные отношения поэтому я обозначил cause и факт они должны это вычленить должны как-то проанализировать знаете мне не терпится перед этим следующим слайдом потому что это работа студентов это одна из работ это собственно название это тема тема текста и вот понимаете как прямо по гану и вот девочка вот она обозначила так она нашла две противобойствующие стороны я хочу вам сказать знаете здесь нет ни одной картинки вы казалось бы зачем здесь кролик но вот глагол он же звучит это все продумано продумано конечно мы можем найти какие-то может быть не самые оптимальные варианты решения проблемы но по крайней мере это попытка попытка изложить мнение автора те же самые подопытные кромки понимаете то есть и после этого вот глядя на эту карту она воспроизводила текст и вы знаете это было очень достойно очень достойно вот будьте добры следующий слайд еще одна актуальная тема это тоже тема у нас с учебника четвертого курса тоже нет ничего случайно понимаете фотографии а кстати то ли бузан он огромное внимание уделяет образа вот это и мэджерс и ссылается на нейролингвистов которые уже давно доказали что человек мыслит образами вот пожалуйста и вот это вот как бы скобка это тот самый пресловутый гласы выше которого женщина как бы не старалась прыгнуть не может мне кажется это своего рода находка студенты вот так это показать во всяком случае это это было понятно иногда мы даже практикуем следующее они обмениваются своими картами интеллект картами и вот эффективность карты проверяется тем насколько другой студент может изложить идеи которые кажутся приоритетными вот этому автору будьте добры не загромождение совершенно другой подход совершенно другой контрастный на существование во первых цвет огромное значение имеет и опять же цвет это не то что нам кажется такое что-то это не то человек мысли взрослый человек образами очень часто в цвете и вот это была девочка она посмотрите выбрала опорные прилагательные которые ей помогали потом как-то охарактеризовать проблему я считаю что это тоже что нам подает вот этот момент этот и предыдущий посмотреть на одну и ту же проблему под разными ракурсами я считаю что это тоже заставляет их думать и когда мы начинаем работать над майдменами то мы делаем это на занятии первый раз коллективно то есть для того чтобы как-то их настроить для того чтобы спровоцировать так называемый мозговой штурм потому что они говорят что это каждый предлагает что-то каждый предлагает какую-то идею и они начинают выбирать что лучше что хуже подходит насколько компактно это все выражено то есть это вовлекает их в процесс мышления конечно не всегда бывает они же иногда пользуются на экзамене те кто уже осознав пропустил это через себя они пользуются этим приемом и на экзамене у меня хранятся эти работы понимаете поэтому я специально включила такую презентацию такой слайд где без цвета потому что когда они имеют только в руках одну ручку они естественно не могут ни к чему обратиться но это тоже неплохо структурирование тех неплохо структурирование проблема и молодой человек который 5 получила на гос экзамене очень умело все обрисовал исходя из своего это тема у нас третьего курса это казалось бы как ни странно сделала девочка вот такой математический склад ума но вот так она это все прочувствовала так она это все приняла очень подробный текст не очень удобно для реферирования довольно писать даже писательного характера текста труднее интерпретировать но тем не менее она мне кажется справилась очень плохо и опять же это нелинейный подход знаете когда они начинают я по крайней мере на своем опыте они если кто-то пересказывает что в той последовательности в которой материал идет в тексте стоит выпасть одному абзацу все теряется они как в болоте я хорошо а дальше что и вот схемы все-таки помогает посмотреть на проблему с любой точкой зрения и он сделан молодым человеком это тоже тема четвертого курса у нас вот даже вот эти два домика это уже какая-то оппозиция это уже то что заставляет думать не обязательно совсем совсем не обязательно чтобы она была симметрична понимаете это опять таки видение уже видение проблемы авторов я бы хотела подчеркнуть думать что когда они начинают генерировать какие-то свои идеи когда они каждый вовлечены в процесс создания это конечно учит их думать я считаю наш век клипового мышления это самая главная проблема нас очень много еще и других а это работа над проблемами экономического характера но вот согласно инвенционным требованиям наши студенты должны подготовиться на монологическое высказывание по темам языка специальности которые в том числе оплатывает и экономический аспект и вот здесь в общем с трудностями потому что есть некие темы например выход на биржу прохождение компания объем который предполагает знания определенной последовательности определенной структуры это помимо знания определенной лексики значит что касается лексики с этим все более-менее нормально потому что в курсе перевода эта лексика очень хорошо проработана а вот что касается самой структуры что происходит и сравнения различных видов ну в данном случае прохождение опио здесь конечно студенты сталкиваются с определенными трудностями потому что хотя на первом курсе у них была теория экономическая теория но курс весьма короткий и не совсем полный и соответственно существуют большие пробелы значит и вот спасибо за евгений при она подсказала и я стала при подготовке вот таких логических высказываний использовать технологию мания значит вот вы видите майндмэк который сделала студентка 4 курса вот выпускница она в этом году заканчивает бакалавриат значит вот этот майндмэк был создан на основе трех статей значит сначала разбиралась разбиралась разница между частными компаниями публичными компаниями так называемые private либо non-public и public companies значит и возможности смены возможности смены статуса компании то есть если частная компания non-public не публичная хочет сменить свой статус и стать паблик публичной компании значит какие возможности для этого существуют значит вот одна статья была посвящена непосредственно дарик листин прямому листингу то есть прямому выходу на биржу вторая статья была посвящена спакам то есть это целевые компании после ядерного поглощения это тоже один из видов выхода на биржу и третья статья такая статья сравнивающая преимущества и недостатки двух этих способов выхода на биржу значит и вот то есть первоначально берется исходный материал из аутентичных источников в основном мы берем либо из гаде либо из экономист значит студенты перерабатывают вот эту первичную информацию да и собственно на основании вот обсуждения и вот этой собственной переработки потом формулируем какой-то собственной высказки для этого соответственно надо проанализировать причинно-следственное отношение проследить корреляцию между явлениями да и найти ассоциации в итоге создается собственное высказывание основанное на переосмыслениях проработанного материала чем хороша вот эта работа было три или три статьи и статьи достаточно сложные потому что вот той логической цепочки которые показаны здесь вот то как девочка в конечном итоге сформулирует ту логику которая она здесь отразила значит конечно в данных статьях вот такой четкой логики не было и то есть это результат ее работы вот и когда мы обсуждали я согласилась совсем почему я попросил ее выделить синенькими стрелочками да потому что вот эта фаза она в принципе может быть выделена в отдельный майнер и вот эти стадии в общем можно так достаточно подробно расписать но вместе с тем вот в общем и целом то что она представила это хорошая работа которая показала вот такой сопоставительный анализ трех текстов будьте любезны можно следующее то есть для того чтобы понять в данном конкретном случае какие технологии используются для выхода на биржу то есть смены статуса компании студентам студенты должны изучить энное количество ну слабо связанных материалов слабо связанных ну так материал значит если при использовании линейного подхода получается схема из которой в общем достаточно трудно выделить обобщающие места общие места поэтому голове приходится держать достаточно много информации из не очень четко связанных между собой объекты преимущества мальдмэппинг значит используя мальдмэппинг студенты делают следующее они ищут центральные узлы или как схемы ну вот вы увидите потом следующий слайд и вот на следующем слайде вот этим центральным узлом как раз будет блок секс комиссия по биржам и ценам бумаг которая является центральным узлом и после этого появляется центральный узел после этого устанавливаются ассоциативные либо ассоциативные ассоциативные умноваемые связи и далее выделяются шаги и этапы которые связаны с общей схемой и шаги и этапы которые не связаны с общей схемой поэтому их можно оббросить да и вот если вы помните предыдущий слайд это вот как раз то что выделено было выделено синенькими стрелочками потому что вот в отношении этого блока может быть сделана своя самостоятельная карта памяти будьте любезны нужны вот собственно это еще один слайд да это еще один майндмэп тоже составленный студентом и как бы он более четкий ну с моей точки зрения потому что вот выделен центральный блок да а именно сек да и потому что в общем все крутится вокруг него и вот это тот самый центральный блок далее узнаваемые связи и шаги и этапы и вот вы видите внизу вот и собственно вот и дальше можно было бы выделить еще один самостоятельный блок таким образом главное что технология майндмэп позволяет не только создавать карты памяти но и делать взаимосвязанные карты памяти что облегчает восприятие информации за счет создания визуального отряда все спасибо 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 очень интересно а как у вас формулируется задание это на госэкзамене да на госэкзамене тема а что касается статьи по общему языку это реферативное изложение публицистического текста ага и на третьем курсе на четвертом на госэкзамене да пожалуйста знаете вот так меняется среда что вот мне казалось не сказать назад что я никогда так делать не буду а на занятиях я иногда тоже прибегаю в телефон и смотрю информацию пока вы делали свой замечательный доклад я посмотрел и вспомнил Шаталова Виктора Федоровича его опорные конспекты и прочитал удивительную вещь что в конце жизни оказывается он доказывал эффективность своей методики этих опорных конспектов тем что он брал самые слабые классы а потом поехал в колонии и всегда показывал высокие результаты и в качестве рекомендации может быть стоит вам посмотреть что он вкладал в эти опорные конспекты я понимаю что это не его наверное была идея это была его идея его идея очень интересно сравнить как он строил опорные конспекты с пониманием мы пользуемся всем потому что я думаю что это даст новые перспективы нет ну знаете я тогда уже просто раз Павел Итальич это сказал я должна восстановить справедливость дело в том что вот этот mind mapping который стал так популярным у нас имеет предтечи вот у нас в Советском Союзе Шаталов первое а во вторых Ирина Александровна Зимния которая разрабатывала концепцию организации предметного плана высказывания переведен на английский и это было за несколько лет до того как появилось вот это это все же значит что мы не умеем ценить своих возможно но я должна сказать что я узнала вот об этой технологии именно от Тони Пузана честно говоря нет я понимаю и как раз когда он выпустил свою книгу и даже не одну уже даже и на русском языке это как раз она впервые появилась на английском языке ее начали докладывать на всех абсолютно конференциях мне было просто обидно то есть то что это не по поводу доклада я понимаю историю вопроса знаете какой вопрос возник ну если вы смотрели старые учебники иностранных то там используются эти майндмэк как вам кажется почему они ушли из этих учебников они не представляются интересными для них потому что в современных я на вскидку не могу вспомнить чтобы вот этот майндмэк вот в том то и дело что они не должны быть такими они должны быть все таки обучающими вот эту вот вот это первопричина это цель ни в коем разе когда мне вдруг рисуют что-то я говорю а зачем ты вот это изобразил что ты хотел то есть картинка это не значит что счет получает плюс ни в коем случае должно быть обоснован я хочу добавить что в некоторых аутентичных учебниках например skillful есть определенные отдельные упражнения которые готовят к майндмэкпингу там они должны подобрать к определенному абзацу какой-то ну как summary абзаца и некоторые тексты даже дают какие-то кусочки майндмэп но дело в том что они это все делают очень непоследовательно так спорадично и иногда ты в корне не согласен с логикой автора этого задания потому что они сами выделяют что попало и иной раз их собственная логика на мой взгляд страдает вот есть какие-то отголоски этого аутентичных учебников мы хотим научить их все-таки следовать своему ну скажем так train of thought чтобы у него была последовательность высказки как бы конкретно еще бы хорошо чтобы она отражала последовательность текста да да хотя бы проблематике да хотя бы ну вот я как представитель нет университета курского государственного университета я хотела сказать что просто вот добавление что у нас тоже используется mind map поскольку у нас еще вся терминология в основном из греческого латинского то мы вот так совмещаем еще mind map на английском и чтобы они еще ну вот как раз критическое мышление я думаю развивается они сопоставляют еще и с латинцами и знаете вот когда мы смотрели он опять же в качестве мотивационных каких-то слов говорит и Леонардо да Винчо тоже пользовался это существует и наверное еще да битковин и вот эти имена все-таки они звучат они впечатляют да они впечатляют есть предложение значит сейчас вы поняли кто является основоположником как вы сказали опорные конспекты опорные конспекты то есть это организация предметного плана высказывания вот так на следующем семинаре уже начали уже наш новый термин а этого буквально отлетают и все но это читать не будем нет конечно что идеи носятся в воздухе и несколько авторов могут открыть стаж это 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 и как не поднеслись да он очень эффективно обучал причем он очень эффективно обучал те контингенты обучающие самая отстающая да самая отстающая если его сделали под зад коленкой что это ну как вчера говорили я компьютер не понимаю но все мои ученики бежали на олимпиадах главное чтобы ученики понимали конечно ну ладно мы решили вы знаете один какой-то фигбэк получаешь когда они говорят если работаешь в группе четыре семестра вот два года редко бывает но бывает они говорят вы знаете мы не думали что это станет частью нашего частью нашей академической жизни но вдруг это все-таки прирастает и это хорошо это говорит о том что они усвоили да то чему вы их обучали к сожалению это не всегда бывает да конечно частью нашего коллеги у нас еще один доклад Варламова Ильяна Юрьевна она выступала в принципе вчера на заседании круглого стола Ильяна Юрьевна вы нас слышите? да я вас слышу и сейчас я постараюсь загрузить презентацию чтобы проводить свое выступление презентации да 12 минут у нас осталось да я вполне уложусь за этот период очень живое да 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 с дискуссией складом сейчас мы уже как бы ретермина когда я смотрела футбол и комментатор говорит этот игрок участвовал в чемпионшипе я нашла как бы это утешение мы в русском языке очень широко заимствуем слова правда один британский лингвист мне сказал что широкое заимствование это признак сильного языка но мы же что делаем уже все ассимилировать понимаете мы не заимствуем слова как они есть мы их начинаем спрягать склонять формировать от них деривативы и так далее и тому подобное то есть это все наши слова не войдет в производные слова прошу прощения так а меня слышно микрофон работает хорошо спасибо я попробовал нажать на f5 но на весь экран не демонстрируется если я таким образом буду переходить от слайда к слайду это вам будет удобно хорошо сегодня мое выступление посвящено особенностям применения технологии профессиональной языковой подготовки студентов в условиях цифровой среды настоящее время отметим что к вопросу о применимости технологии исследователи обращаются все чаще и чаще и связано это с тем что накопленный научно-методический опыт исследователи пытаются переосмыслить и применить его к реалиям изменившейся образовательной действительности и в этом выступлении сегодня будут раскрыты аспекты которые характеризуют авторскую технологию кратко мы ее назвали технология пиапс в поле в поликультурной среде вуза и выделим будут выделены особенности которые будут характеризовать использование данной среды цифровой образовательной среде что же отличает а данную технологию от других технологий во первых как я уже отметила краткое название пиапс в поликультурной среде вуза и технология основана на концепции согласно которой профессиональная языковая подготовка студентов нацелена на формирование профессиональной готовности то есть их иноязычной лингово-культурной компетентности а также одновременное личностное развитие что предполагает становление лингово-культурной личности с осознанной гражданской позиции о которой я рассказывала вчера то есть вот эти два процесса формирование профессиональной готовности то есть иноязычной лингово-культурной компетентности а также образовательное воздействие на личность Они идут параллельно. Второй чертой, второй особенностью данной авторской технологии является то, что ее реализация является благоприятной по отношению к студентам, которые вовлечены в процессы усиленной или углубленной языковой подготовки в УЗИ. То есть это те будущие специалисты, для которых в осуществлении их будущей профессиональной деятельности важна также сформированность их гражданской позиции. И третья особенность заключается в том, что в образовательном процессе учитываются этнокультурные особенности студентов, но этот этнокультурный фактор выступает во взаимосвязи с национальным компонентом. Проявляется это в следующем. Учет этнокультурных особенностей студентов основан на индивидуально дифференцированном подходе, что предполагает то, что студент усваивает иностранный язык, и учет преподавателями этнокультурных особенностей студента позволяет обучающемуся лучше усвоить язык. Однако этот фактор усиливает в то же время осознанность национального фактора, гражданской позиции, национальной самоидентификации. Например, если мы возьмем поликультурную среду вуза, российского вуза, в которой могут обучаться студенты различных этнических групп, например, чеченцы, татары, башкиры, марийцы, все эти студенты изучают язык с опорой на их этнокультурные особенности, которые учитываются. Однако в то же время студенты осознают, что в своей будущей профессиональной деятельности они будут выступать не представителями своих этнических групп, то есть не татарами, не чеченцами, не башкирами, они будут выступать именно носителями своей национальной культуры и представителями, не представителями, а гражданами Российской Федерации. Перейдем к следующему слайду, на котором представлены этапы реализации технологии в поликультурной среде вуза. Как показывает данный слайд, технология предполагает последовательную реализацию лингвокультурного содержания и последовательность этапов основана на изучении различных учебных дисциплин. То есть если мы возьмем первые три этапа, то можем увидеть, что они имеют место в процессе изучения иностранного языка и лингвокультурных дисциплин. Затем на четвертом этап соответствует тому периоду, когда студенты изучают иностранный язык как средство профессиональной коммуникации, профессиональной деятельности. И последний этап соответствует периоду прохождения практики и подготовки к госаттестации. Соответственно, на каждом этапе решаются определенные задачи. Сначала это адаптация студентов к условиям и реалиям образовательной среды, это изучение их индивидуальных особенностей, затем идет коррекция и повышение уровня языковой подготовки, уровня лингвокультурной коммуникации с учетом этнокультурных особенностей студентов и особенностей национальной культуры. Применяются авторские курсы. В то же самое время решаются задачи по профессиональному воспитанию, о котором также вчера упоминалось нами на нашем семинаре, на нашей встрече. И в конце, в завершении, происходит коррекция и совершенствование уровня лингвокультурной подготовленности студентов. И обратим внимание на то, что на каждом этапе происходит одновременная актуализация лингвокультурного содержания иноязычных компетенций, которые являются компонентами лингвокультурной компетентности. Кроме того, решаются задачи становления лингвокультурной личности с осознанной гражданской позицией и оказывается образовательное воздействие на знания, умения, навыки, которые также выступают компонентами иноязычной компетентности, но с позиции уже структурного подхода. На следующем слайде мы расскажем и раскроем особенности реализации технологии профессиональной языковой подготовки студентов в цифровой среде. Во-первых, отметим то, что лингвокультурные материалы основываются на возможностях цифровой среды. И это на самом деле очень удобно, потому что огромный объем и потенциальные возможности цифровой среды позволяют создать онлайн-курсы, имеющие лингвокультурное содержание. Однако актуализация в речи данного лингвокультурного содержания предполагает организацию аудиторной работы со студентами. Следующей особенностью реализации технологии является то, что образовательное воздействие на личностное становление в процессах непосредственного общения со студентом является неизбежным. Мы не можем дистантно воздействовать на становление личности студента, особенно когда мы говорим о профессиональной подготовке национальных кадров. Соответственно, образовательное воздействие на личность, на ее становление, особенно что касается формирования ее осознанной гражданской позиции, осуществляется путем организации аудиторной и внеаудиторной работы в УЗИ в условиях поликультурной среды. И следующей особенностью реализации технологии в цифровой среде является как раз то, что было отмечено ранее, когда мы говорили об общих особенностях авторской технологии. Это то, как организуется обучение иностранному языку с учетом этнокультурных особенностей студентов. Оно организуется в смешанном формате. Мы можем предположить, что удобным является изучение этнокультурных особенностей студентов в формате онлайн, с использованием цифровых ресурсов, тех ресурсов, которые предлагает нам образовательная среда и интернет-пространство, различные онлайн-формы, анкетирование, тестирование и так далее. Однако общение со студентами необходимо организовать как аудиторно в аудиторном формате, то есть в онлайн-формате, так и в оффлайн-формате, вернее, как в онлайн-формате, так и аудиторно в оффлайн-формате, потому что ничто не заменит реального общения. И задачи, которые связаны с профессиональной подготовкой студентов и воздействием на их личностное развитие, предполагают не уход в цифровую среду, но и не концентрацию на реальной поликультурной среде вуза. Это должен быть смешанный гибридный формат, когда используются все возможности цифровой среды и все возможности той среды, причем богатые возможности нашей реальной аудиторной среды, в которой обучаются наши студенты. Какой мы сделали вывод? Мы видим, что влияние цифровой среды на образовательный процесс великой, и цифровые ресурсы являются достаточно широким образовательным ресурсом. Однако, когда мы говорим о качественной профессиональной языковой подготовке студентов, нам необходимо помнить о том, что в интернете мы не воспитаем личность, и в интернете мы не сформируем национальные кадры. Не получится из студента тот профессионал, который сможет осуществлять профессиональную деятельность средствами иностранного языка, но на основе сформированной у него гражданской позиции, как гражданина своей страны, как носителя национальной культуры. И поэтому технологии, которые разрабатываются в настоящее время, даже если они являются авторскими, они должны учитывать те реалии образовательной среды, которые имеют место в настоящее время, но и тот накопленный, богатый научно-методический опыт, который мы имеем. Мы имеем в нашей российской науке, ну и, конечно же, можем использовать зарубежный опыт, потому что в нем тоже есть определенные положительные моменты, которые нужно адаптировать, опять же, все же, под реалии российской действительности. На этом доклад окончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы уложились в положенное время. Вопросы есть? Ольга Карловна, можно мне задать вопросы? Это Марина Олеговна Чичина. Вот я вчера, как раз, тоже задавала вопросы. И сегодня вот хочу задать вопрос Елене Юрьевне такой. Вы говорите о формировании гражданской позиции. И вы сказали совершенно справедливо, что представители разных этнических групп, там, скажем, чеченцы, вы привели в пример башкиры, татары и так далее, они должны понимать, что, конечно, у них есть принадлежность и у каждого свое понимание и любовь к культуре родной, но при этом вы формируете их менталитет, их ментальность как граждан России и говорите вот и вчера, и сегодня о формировании гражданской позиции. Но вот здесь интересен подбор тех текстов, с которыми вы работаете, лингвокультурологической направленности, потому что мы понимаем, что при том, что существует гражданская позиция, но гражданские позиции представителей, скажем, разных партий, они отличаются, при том, что все они граждане России. Возьмем, скажем, Единую Россию, там ЛДПР, вот сейчас появилась новая партия за правду и так далее. Просто интересно, что вы сами понимаете под этим словом гражданская позиция, которую мы вчера слышали и сегодня, и что вы считаете базовым, базовыми принципами, базовой идеей при формировании гражданской позиции, потому что такова идея, такой подбор текстов, такова и направленность подготовки. Вот не могли бы вы это пояснить? Да, Олеговна, да, у нас уже время обеденное, поэтому давайте короткие. Я постараюсь коротко ответить. Если мы говорим о лингвокультурном содержании, то это могут быть тексты как профессиональной направленности, так и тексты, позволяющие овладеть межкультурной коммуникацией с проявлением своей гражданской позиции. То есть если мы говорим о первой группе текстов, более простых, подготовка к межкультурной коммуникации, это могут быть определенные тексты, в которых идет диалог культур. То есть это может быть какая-то лингво-страновеческая направленность, это могут быть также тексты, которые побуждают обсудить проблемы с выражением того, как человек видит ту или иную проблему, исходя из своей позиции гражданина своей страны. А если мы говорим о профессионально направленных текстах, то это может быть описание реалий стран изучаемого языка, это может быть обсуждение текстов, которые изложены носителями других языков, но описываются реалии страны, родной страны человека. И, соответственно, как будет выражаться эта национальная позиция, как эту национальную позицию выразит студент, тоже является определенным заданием. И, в общем-то, в зависимости от этапов, на которых оказывается студент, в процессе своего профессионального взросления предлагаются тексты в соответствии с профессиональной направленностью, конечно же, в которой студент должен выразить то, какую позицию он занимает и как необходимо выражать то, что является соответствием нашей российской действительности. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Спасибо. Вы говорите о позиции студента, я понимаю, уже нет времени. Вы говорите, как студент выражает, а к какой цели его ведет преподаватель, какая направленность, какая идеология этого пособия. Спасибо. Уважаемые коллеги, участники после обеденной сессии, секции номер 2. Я обращаюсь к тем, кто здесь присутствует оффлайн и к тем, кто отсутствует. Онлайн присутствует оффлайн. Мы начинаем нашу работу. Сейчас 15 часов 05 минут. Так как у нас уже вторая половина дня, мы должны строго следовать нашему регламенту. Не более 15 минут на доклад и обсуждение. Если мы сэкономим время, то будет хорошо. Главная задача, моя задача, как руководителя, обеспечить всем равные условия временные и возможность задать вам вопросы в рамках выделенного времени. Ваша задача – четко и ясно все изложить и ответить на наши вопросы. Поэтому начинаем в соответствии с нашим списком. Костина Екатерина Алексеевна, Новосибирский государственный педагогический университет, профессор кафер английского языка, декан факультета. Есть на связи? Костина Елена Дмитриевна, Чернова Кристина Станиславовна. Это все представители Новосибирского государственного педагогического университета. Вы здесь присутствуете, с нами? С вами мы, если вы нас слышите. Да, слышим, но очень слабо. Сейчас. Здравствуйте. Давайте проверим связь. Связь отличная. Как нас слышно. Теперь очень хорошо можем даже усилить. Тогда я анонсирую ваше выступление. Кто будет выступать? Ну, мы по очереди. Все понемножку. Я начну. Напоминаю, бюджет времени – 10 минут. Использование цифрового образовательного ресурса английский язык и страноведение в кросс-культурной образовательной среде языкового факультета педагогического муза. Пожалуйста. Мы попробуем немного сократиться. Итак, вы видите из названия, что мы представляем языковой факультет. На факультете реализуются два направления подготовки. Это педагогическое образование с одним и двумя профилями иностранных языков и лингвистика по профилю перевода и переводоведения. В учебные планы всех профилей включены страноведческие курсы в качестве обязательных и дисциплин по выбору. Мы полагаем, что лингвострановедение про обучение иностранному языку – это наиважнейший предмет для формирования личности будущего учителя иностранного языка, переводчика и их профессионально значимых качеств. И мы рассматриваем лингвострановедение как неотъемлемый элемент профессиональной подготовки учителя и переводчика в хрусткультурной образовательной среде языкового факультета. Предлагаемый вашему вниманию сегодня цифровой образовательный ресурс английский язык и страноведение включен в когнитивную составляющую хрусткультурной образовательной среды, так как он является и содержательной частью основных профессиональных образовательных программ, входит в библиотечный фонд вуза, представлен в электронной образовательной среде. Первая версия данного электронного издания имеет регистрационное свидетельство информрегистра от 10 февраля 2014 года, но время идет, сегодняшние цифровые условия требуют существенной доработки. И вот на мое счастье появились у меня молодые коллеги, представители нашего цифрового поколения, на которых я возлагаю большие надежды в плане помощи с модернизацией данного электронного продукта. Определенная работа в этом плане уже проведена, есть общее видение перспективы совершенствования цифрового образовательного ресурса, что позволит расширить возможности его использования в очном, дистанционном и смешанном форматах обучения. И мы хотели бы сейчас показать, что представляет из себя данный цифровой ресурс и возможно услышать ваши пожелания в части его совершенствования. Да, без использования современных цифровых образовательных ресурсов уже невозможно представить наш образовательный процесс, который отвечал бы требованиям современного информационного общества. И цифровые образовательные ресурсы – это важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного педагога, способствующая оптимизации и интеграции учебной и внеучебной деятельности. И дополняя широкий спектр педагогических технологий, ИКТ помогают решить вопросы формирования общей коммуникативной компетенции. Следовательно, современные технологии должны изменить сам процесс передачи знаний от учителя к ученику. И в настоящее время все мы знаем, что студентам скучно обучаться обычным способом, без использования мультимедийных технологий, электронных учебников и интернет-ресурсов. Тем самым их увеличенность и мотивация значительно снижаются. И таким образом можно сделать вывод, что цифровые образовательные ресурсы занимают особое место в нашем образовательном процессе, являясь одним из самых перспективных методов информатизации учебного процесса. Тем самым повышая интерес студентов к учебным занятиям и в целом будущей профессии. Но также позволяет комплексно использовать их для самостоятельного получения и контроля знаний. Данное пособие является инструментом быстрого и эффективного контроля усвоения материала. Оно используется для аудиторной и самостоятельной работы студентов. И материалы нашего пособия существенно расширяют кругозор студентов, обогащают их знания в области лингвострановедения и способствуют формированию иноязычной, коммуникативной и кросс-культурной компетенции педагогов и лингвистов. Зарабатывая новый формат учебника, мы учли опыт создания цифровых образовательных ресурсов наших коллег. В частности, Лидия Петровна Костиковой, доктора педагогических наук РГУ имени Сергея Есенина и Игна Ольги Николаевны, доктора педагогических наук, доцентра, профессора кафедры романа германской филологии и методики обучения иностранным языкам Томского государственного педагогического университета. В результате анализа существующих электронных ресурсов обучающего характера мы определили параметры, которых нам необходимо придерживаться при создании обновленного учебно-методического пособия по дисциплине лингвострановедения. В данный момент образовательный продукт направлен на приватный формат обучения Single Point of Contact, закрытое учебное пособие, которое будет использоваться только в рамках образовательной программы для студентов НГПУ. Основная задача при разработке данного пособия – достичь понятного и удобного взаимодействия через цифровой образовательный ресурс в режиме преподавателя-студент. Возможность использования пособия в смешанном формате, когда некоторые или все элементы онлайн-курса дополняются синхронными, дистанционными или очными образовательными мероприятиями. Разнообразие форматов материалов, возможность работы с разных устройств, адаптация экрана под размер планшета или телефона, не требует дополнительного или специального программного обеспечения для прохождения курса или предустановки сторонних дополнительных программ. Все задания и материалы выполняются в самом цифровом образовательном ресурсе. Автоматизированная форма контроля при заданных критериях оценивания, а также важно уделить внимание визуальной составляющей и палитре цветов, используемых в нашем цифровом образовательном ресурсе, что будет благоприятно сказываться на концентрации внимания обучающихся при работе с данным ресурсом. На слайде вы можете увидеть визуализацию цифрового образовательного ресурса 2014 года и 2021 года. Пособия реализованы на платформе Moodle, исходя из возможностей этой платформы с привлечением узкого специалиста, методиста, гиммификатора. Такая специальность еще только появляется на современном рынке онлайн-образования в связи с большим спросом и стремительным развитием онлайн-курсов. Несмотря на то, что Moodle является готовой платформой и имеет свой собственный порядок взаимодействия с юзерфлоу, мы все же смогли контролировать некоторые аспекты, такие как деление информации на подтемы, расположение информации интерактивов относительно друг друга, оформление, понятность задачи и методы ее выполнения. Все это учитывалось при разработке и оформлении интерактива. Кроме того, в начале учебника разработан обучающий раздел о том, как работать с учебником, где кроме текстового описания работы с интерактивом, есть его упрощенный рабочий вариант. Создание нашего пособия проводилось несколько этапов. Это, во-первых, постановка целей и задач, определяющих структуру. Также это подбор материала, соответствующий уровню обучающихся. И разработка и наполнение содержанием каждого модуля. И как мы уже озвучили ранее, данное пособие было реализовано в смешанном формате, которое очень удобно для использования как для самостоятельного, так и для аудиторного изучения материала. И у нас цифровой образовательный ресурс, как вы видите, состоит из восьми частей, и в каждой из них есть свои модули. И сегодня вашему вниманию предлагается рассмотреть модуль The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, состоящий из 15 тем с различным уровнем лексической и грамматической сложности изучаемого материала. И естественным образом, существенной частью нашего пособия являются разнообразные интерактивные упражнения, а именно. На слайде представлено упражнение, направленное на произношение, отработка наиболее трудного фонетического материала, включающего англоязычные, географические и культурно-исторические названия. Здесь вы видите карточки. На карточке можно попробовать прочитать слово. На обратной стороне есть транскрипция. Ну и, как вы слышали, есть звуковое сопровождение. Три минуты осталось у вас. Следующее задание – это задание на проверке понимания, задание на развитие навыков различных видов чтения. Здесь предлагаются задания послетекстовые. Ознакомившись с текстом, мы можем в данном окошечке написать письменный вариант ответа. И также всем уже знакомые задания на true и false. Также после текста предлагается их выполнить. Особенность данного задания в том, что студенты могут сразу видеть ответы, правильно ли они выполнили или нет. Далее лектические упражнения. Задание, направленное на расширение словарного запаса студентов и его активизацию за счет работы с терминологической лексикой. Здесь у нас дается текст, куда нужно вписать правильные слова. И другой вариант задания – это когда мы в тексте переводим выделенные слова или фразы, или целые предложения. Одна минута осталась. В данном окошечке вы видите задание на перевод, где можно было вписать письменные задания. Особенность данного задания в том, что когда студенты пишут его, они могут либо сохранить данный ответ, либо отправить на проверку по электронной почте своему преподавателю. Ответ сохраняется в ордовском документе. И другой вариант задания – это сделать доклад с предложенными видами известных городов. Следующее. Посмотрим. Задание на обобщение материала, где студенты могут прочитать информацию и также ее использовать для презентации собственной информации. И также есть задания, которые используются для закрепления полученных знаний. Да, то есть здесь в лингвии страноведческие, например, здесь у нас представлена карта, где нужно перетащить название стран в правильное место. Давайте последний пример приведем с аудированием. То есть у нас представлен большой текст, к нему идет звуковое сопровождение. Ну и также мы использовали видео, чтобы студенты могли прослушать и основываясь на этом, выполнять уже задания. После выполнения каждого задания у нас есть summary, где студенты могут посмотреть, сколько заданий было выполнено и какой процент правильности выполненных заданий. Также после каждого большого раздела у нас есть итоговый тест, который является контролем усвоения материала. И, как вы видите, данный интерфейс нашего цифрового образовательного ресурса очень просто не отвлекает студентов от основного материала. Элина Дмитриевна, три секунды. Да, что время у нас вышло, хотя мы, конечно, ориентировались на 15 минут по докладу. Если дадите еще минутку, то Элина Дмитриевна просто покажет, как мы заходим на ресурс, чтобы, если кто-то заинтересуется, могли бы зайти и посмотреть. Хорошо. Да, то есть я подготовила слайд, если нужно, можете сфотографировать с информацией. То есть мы попадаем на наш ресурс через tutor.ncpu.ru. Это наша тестовая платформа пока что. И пароль, заходим в режим гостя, 50.08. Так, пока, да, я вижу, фиксирует. Фиксирует. Давайте покажу, давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Мы попали на наш ресурс. Ресурс бесплатный или нет? Бесплатный. Это наш специальный ресурс нашего вуза, НГПУ. Значит, смотрите, здесь уже показано, как у нас выглядит учебник внутри. Некоторые задания мы вам показывали. Вот заходим в Political System. Так оно вот выглядит внутри. И слева есть навигация по заданиям. Можно сразу перейти к необходимому упражнению. Вот, например, мы здесь листаем. Вот задания с аудированием, которые показывали. Все задания проверяются. Можно посмотреть результаты выполнения. И в конце, например, вот в этом разделе мы здесь ничего не делали. И, собственно, в конце внизу у нас здесь написано, что 0 с 51 упражнения у нас здесь выполнено. Вот. Ну, в общем-то, это все, что хотели сказать. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Прежде всего, я восхищаюсь интуизмом российских преподавателей. На Западе сказали бы, 10 секунд бесплатно, все остальное за рубли или за доллары. Возможно. Поэтому мы восхищены и поражены вашим огромным ресурсом. Скажите, пожалуйста, он сколько лет уже у вас в работе? Ну, вот то, что с 2010 года зарегистрировано, вот получается он, значит, 10 лет ему, да? Ну, вот мы сейчас его модернизируем. И потребуется, конечно, еще время, чтобы довести до ума вот то, как мы сейчас это задумали. Вы как-нибудь замеряли эффективность использования этого цифрового продукта, ресурса? Вы знаете, наверное, только в процессе наблюдения, когда мы работаем со студентами, действительно очень удобно. Очень удобно для заочников, очень удобно сейчас оказался он в формате... Онлайн обучения. Да, онлайн обучения. Удобно то, что там и контролирующие материалы есть, и мы их расширим. Поэтому на самом деле эффективен. Очень хорошо. Очень хорошо. Просто очень объемный, всесторонний продукт. И главное, что он уже 10 лет как в работе, постоянно дополняется, вызывает положительные отзывы у студентов, и сейчас пригодился. Большое вам спасибо. А у меня один вопрос. Авторское право, вот на те материалы, которые вы используете, оно не распространяется на цифровые ресурсы, или все-таки распространяется? Как вы отбираете материал, чтобы избежать вопросов по авторскому праву? Ну, материал, естественно, мы берем и из учебников. У нас есть ссылки на эти учебники в конце. Но когда мы, прежде чем его регистрировать в информрегистре, собственно, когда это предложил наш технический отдел учебный, его проверяют на антиплагиат. И, соответственно, определенный процент... Ну, я имею в виду видео, я имею в виду аудиозаписи. Мы указываем ссылки, мы, безусловно, даем ссылки на эти учебники. А, вы просто даете ссылки, и все. Спасибо большое. Цель у нас уже... Нет, ну, мне как раз этот вопрос сняли. Я знаю, что у нас есть какой-то закон Российской Федерации. Не знаю, обновлялся ли он, что... И там же все так, что закон Российской Федерации, если вы используете такой контент в образовательных целях, он разрешен, то это можно, если вы его не продаете. То есть пока это вот пользуется ВУЗ для образования, это все в рамках нашего законодательства. Ну и слава Богу. Спасибо большое. Спасибо. Конечно, там надо с юристами это все выяснять. Но в рамках ВУЗовской работы мы имеем полное право использовать фрагменты. Мы это все выясняли с юристами. Поэтому все хорошо. Спасибо. А так что... Вы не продаете это в интернете. Поэтому я снимаю свой вопрос, вы поступаете правильно. Если вы начнете продать деньги, вас сразу привлекут. Причем западники. Берите хорошие юристы. Да, ничего. Хорошие юристы придется весь университет продать, чтобы их оплатить, особенно там. Большое вам спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, к следующему переходим к докладу. Это доклад, посвященный использованию лингвосарновейских сведений в обучении иностранному языку в УЗИ. Представляют его доцент кафедры английского языка номер 6 Новикова Валентина Николаевна, доцент кафедры иностранных языков номер 2 Бухты Российского экономического университета имени Юрия Валентиновича Плеханова, Семаева Ольга Владимировна и Азметова Резида Фаизовна, доцент кафедры иностранных языков Московского госуниверситета технологии и управления имени Зумовского. Очень такой многокомпонентный, я сказал бы, разносторонний авторский коллектив. Пожалуйста. Наверное, я начну. Вы хотели пространное говорить. Пространное получается. Тут же написано «технологии и управление», поэтому у нас… Поэтому я в двух словах, скажем, мы хотели обозначить план. Можете поставить, пожалуйста, пожалуйста. Да, мы хотели рассказать об актуальности нашего исследования, но поскольку времени у нас очень мало, я просто скажу несколько слов о том, что можно с вами рассказать со второго слайда. У нас не актуальных нету. Да, 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 все актуально. Все актуально. Да, что мы живем, ну все это очень известные факты, что мы живем в современном мире, который изменяет звучание, очень быстрыми темпами. И на наших государствах происходит огромное… Мир изменяется, то есть мы видим, что странно соединяются и народные союзы большие, происходит рост единой рыночной экономики, то есть увеличивается рост общения между людьми происходит. Результативное общение между людьми невозможно сейчас без знаний, естественно, английского СК. Но мы бы хотели сказать еще буквально грустовато, скажу, что помимо hard skills, да, которые Николай Павлович, или социальные народы, помимо обладения английским языком, также сейчас еще востребовано различие социальных, да, soft skills, социальных народов. То есть мы решили провести такой эксперимент в трех розах, помимо того, что обладение одним из способов решения противоречий, которые может быть использоваться, в которых может быть использоваться как потенциал языковой, мы решили еще привлечь студентов, активизировать их поисковую деятельность в системе интернета. То есть решили обучить предметам еще, о работе с различными, проверить, как они могут, насколько они могут, находить информацию в различных источниках. И в связи с этим ряд исследователей, которых мы нашли, ЛСФО, например, Срекалова, они ухаживают на то, что студенты слабо владеют методами познания общества, испытывают именно трудности и управления информацией профессиональной направленности, не адаптированных зарубежных источников, и недостаточно идентифицировать себя с будущим профессиональным сообществом. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, недостаточное количество времени для обучения студентов фонетическим, фонетической стороне, звуковой стороны речи, мы решили объединить в такой эксперимент, чтобы они могли познакомиться с различными вариантами английского языка, их фонетическими, прежде всего, особенностями, ну и, может быть, с различными факторами. И эксперимент со мной, я начну, чтобы не затягивать время, сразу с экспериментальной части проводился, как мы уже сказали, на трех площадках, и участие в нем принимали от Рео Приханова, студенты первого курса, это было 15 человек, которые не владели языком, upper-intimidious, что подтверждено было им плейсмент-тестом, и плюс они целый год занимались поучебникам language-leder upper-intimidious. Со стороны МГИМО, МИРК и России, это были студенты первого курса, направление подготовки политология, Рео, это было направление подготовки гостиничный бизнес, здесь направление подготовки политологии, и МГУ-ТУ, это также не языковой вуз, и здесь принимали участие в эксперименте 12 человек, и направление подготовки, у них пищевые продукты животного происхождения, и у них тоже уровень владения от intermediate до pre-intimidious. Почему это важно, сейчас это станет понятно, и почему была выбрана, во-первых, эта тема. Тема English as a Global Language, она стоит в списке тем, обозначена для изучения в рабочих программах для неизыковых вузов на первом курсе, и, естественно, она присутствует в учебниках, по которым занимались студенты, и совершенно понятно, что для студентов с таким уровнем владения английским языком совершенно недостаточно материала, которые представлены в учебнике, и поэтому преподавателям стоит задача предложить им для самостоятельной работы, на которую, кстати, в рабочей программе отводится около 50% учебного времени какие-то дополнительные интересные материалы, и, например, это видео, какие-то файлы, аудиофайлы. И на этот раз мы решили предложить им в рамках изучения этой темы посмотреть три фильма британского, австралийского и американского производства с последующим заполнением таблицы, вот там тоже посмотрели, назвали таблицы, и они там должны были анализировать речь главных героев этих фильмов и заполнять таблицу, заполнять таблицу, из которой состоялось в следующих разделах язык приветствия и прощания, искусство, бытовые реалии, природа, политика, деловая сфера общения, а потом они должны были как бы сравнить, какие фразы используются в тех или иных вариантах английского языка. Конечно же, работа представилась студентам объемная, и поэтому мы сочли важным, необходимым, задать им четыре важных вопроса, на основании которых мы сделали вывод, вообще стоит им дегловать такую работу или нет. И там тоже есть диаграммы, на которых ясно видно, что все 100% участвующих экспериментов были заинтересованы в более глубоком изучении данного вопроса различий между британским, австралийским и американскими вариантами английского языка. И таким образом, им было предложено посмотреть эти три фильма, работа должна была продолжаться, это была самостоятельная работа, которая должна была продолжаться на протяжении трех недель, и, естественно, в процессе того, как они занимались этой работой, преподаватели с ними общались и выяснили, что недостаточно посмотреть вот эти три фильма для того, чтобы осознанно проанализировать различия этих трех вариантов английского языка. Поэтому было решено провести какое-то минимальное теоретическое исследование. Студенты сами находили блоги, записанные носителем данных вариантов английского языка в интернете. И преподаватели дали ссылки на теоретические исследования таких вот российских исследователей, как Трубаева, Забоскина, белорусской исследовательницы Смольской. И, как бы, эти работы было очень полезно студентам познакомиться с их исследованием, потому что там представлен не только практический материал, лингвистический материал, подтверждающий наличие вот этих различий, но также и там затронуты причины, которые привели к возникновению вот этих вот отличий. Таким образом, студентам пришлось, ну, можно сказать, неглубоко изучить, потому что речь идет о не языковых вузах, с классом экстралинвистической информации об имперских воеваниях в Великобритании, о том, каким образом австралийская культура, язык аборигенов Австралии, природа повлияли на формирование австралийского английского языка. Им они для себя открыли имя Ноэ Оэкстера, американского лексикографа, который, в принципе, сформировал единые стандарты американского, английского языка. И, ну, вот для студентов не языковых вузов, так что очень полезно и очень интересно. И, конечно же, уже мы пришли к выводу, что недостаточно было заполнить только вот одну таблицу, вот она, кстати, вверху, а студенты представили презентации, результат своей работы в виде презентации. И фрагменты этих презентаций представлены здесь. Они заполнили таблицы, о которых мы говорили, договаривались в самом начале с ними. Кроме того, они предложили свои таблицы, в которых они продемонстрировали различия в произношении, допустим, одних и тех же слов, вот видим, да, что в аристанском английском «ВАЗ», там, в американских «ВАЗ», и в австралийском снова «ВАЗ». И вот, кстати, теоретическое исследование как раз-таки помогло им ответить на вопрос, почему британские и австралийские варианты ближе, допустим, чем американские и британские, потому что в одной ОЭКСТР, благодаря деятельности на ОЭКСТР. Дальше. Почему слово «грей» пишется тоже по-разному? Как бы они тоже для себя ответили на этот вопрос, то есть могли более осознанно подходить уже к изучению данного предмета. И что вот больше всего порадовало нас, но подчеркивает, что, конечно, мы предстоители не языковых вузов, поэтому это было интересно и важно, что они посмотрели не только те фильмы, которые были им предложены в просмотре, а в просмотре им было предложено это «Эмилин Террис», первая серия фильма, им было предложено «Крокодил Дунди», это австралийский фильм, и «Россий Хорс», это британский фильм. Но также они посмотрели, потом и показали их у себя, презентацию «The Wolf of Wall Street», «Falc Fiction», «Namage» и так далее. И как бы этому была показа и демонстрация презентации, отдельная пара была посвящена, все это обсуждалось, и с преподавателями, и с ними, и с ними, и с ними. И потом были обобщенные выводы, которые сделали студенты. Итак, первое, что и опять-таки подчеркиваю, что нам, как преподавателям, не языковых вузов, это было очень ценно, что они заинтересовались изучением проблем, и в дополнение к фильмам, предложенным преподавателям, посмотрели еще дополнительно другие фильмы. Ими был проведен теоретический анализ данного вопроса. Возможно, это было минимальное, конечно, исследование, это была не какая-то, даже не курсовая работа, но все равно они поняли, откуда происходят вот эти различия в спеллинге, откуда происходит различие в произношении разных слов, откуда происходит различие в лексико-семантическом составе, все-все-все. И вот с педагогической точки зрения мы пришли к выводу, что организация исследовательской работы студентов не языковых вузов в процессе изучения английского языка она действительно помогает формировать, совершенствовать их иноязычную коммуникативную компетенцию, иноязычную компетенцию. То есть на самом деле для не языкового вуза это действительно полезная работа. Спасибо большое за интересный доклад, описывающий конкретный педагогический эксперимент. Я еще хотела назвать, что наши, конечно, студенты, ему первых курсов не так заинтересовались фонетической стороной сравнения языков. Они были заинтересованы, конечно, больше историческими фактами, например, откуда взял произосхождение, например, шлангского диалекта, ирландского диалекта. То есть им было интересно, почему ирландский диалект там насаждался в уровне с 13 века, и то есть они углубились прямо вот в эту сторону, исторические, там были бы исторические факты. Политологи. Политологи, да. То есть им фонетика не столько была интересна, вот звуковая сторона языка, им было интересно, конечно, исторические факты, какие короли там. Это очень интересно. Конечно, наши студенты не смотрели столько много фильмов, потому что у них нет времени, но вот один фильм они посмотрели и тоже сделали свои презентации, мы обсуждали все это, очень полезно для него было. Конечно, посмотреть интересный фильм, проанализировать, еще прочитать сопутствующую литературу. Это самостоятельно, тем более ценность в этом состоит, этого эксперимента. Спасибо большое. Так, переходим к следующему. К следующей теме. Волкова Елена Викторовна. Здесь. Волкова Елена Викторовна, заведующая кафедрой английского языка Санкт-Петербургского гуманитарного университета. Все-таки ваш ректор вас и ректор отпустил, или вы ректора убедили отпустить вас? Да, мы успели, слава Богу, все обсудить. Ну вот, хороший ректор и очень убедительный заведующий. Вертелевская Мария Александровна, преподаватель того же Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Проектная методика и современные технологии в преподавании курса лингво-страноверения. Пожалуйста. Здравствуйте. Да, у нас заявлена тема проектная методика информационной технологии в преподавании предмета именно лингво-страноведения. Но дело в том, что по лингво-страноведению я больше читаю лекции, Мария Александровна, преподаватель ведет семинары, и именно Мария Александровна взяла на днях и заболела ковидом. Причем заболела достаточно серьезно, таким образом, что она не подключена сейчас, она не могла помогать мне в подготовке уже редактирования доклада, поэтому я сейчас слегка смещу акценты. Я обозначу по лингво-страноведению, что мы делаем, но я не смогу вам во всех деталях рассказать. Зато я расскажу о проектной методике, которую использую сама на занятиях по межкультурной коммуникации. А как вы понимаете, все переплетено, междисциплинарные связи там достаточно сильные, и поэтому все это в любом случае взаимосвязано. А в нашем уже опубликованном докладе мы в подробностях распишем все то, что Мария Александровна делает на занятиях. В вашем распоряжении 9 минут. А потом у нас будет еще дискуссия. И вот, правда, вы сказали. У нас минут всего у нас. Так, 10 минут у меня, правильно? Да, да. И плюс вопросы, да. Итак, проект самостоятельно планируемая, реализуемая учащимися работа, в которой речевое общение вплетено в интеллектуальный, эмоциональный контекст другой деятельности. И сегодня я хочу рассказать об опыте нашей кафедры в использовании проективной методики именно в преподавании двух дисциплин. Лингвострановедение читается на английском языке. Основы теории межкультурной коммуникации читаются по-русски, но для выполнения некоторых этапов проекта необходима деятельность использования иностранного языка. По лингвострановедению есть несколько вариантов, которые мы используем. Во-первых, групповой проект-экскурсия. Студентам предлагается записать видеоэкскурсию из музея, где есть экспозиция, выставка или отдельный экспонат, связанный с англоговорящим миром. Поскольку мы находимся в Санкт-Петербурге, у студентов довольно много возможностей для этого. Но если, например, они узнают об этом задании заранее и могут куда-то выехать, это тоже приветствуется. Но, конечно, в основном все выполняется здесь, в Санкт-Петербурге. Во время пандемии данное задание было изменено, и студенты освещали выставку онлайн. Но тоже записывая, монтируя видео, накладывая музыкальную дорожку на видео. Это требует хорошей кооперации студентов и, конечно же, междисциплинарных связей. Социальная сеть Инстаграм. Второй вариант у нас. Давно перестала восприниматься только как развлекательная платформа и средство общения или продвижения своего бизнеса. Многие используют ее в образовательных целях. Студентам может быть предложено сделать пост с развернутой каруселью на заданные темы в тематическом групповом аккаунте, специально созданном для курса. Так, в рамках изучения истории и культуры Канады был создан групповой аккаунт Canada Group. Group – это сокращенное название нашего вуза. Канада, где студенты писали о стереотипах о Канаде, известных людях, интересных фактах, акцентах, распространенном сленге, лексических единицах, характерных только для канадского и английского. При изучении темы США в аккаунте «Штаты» каждый писал о символах, главных городах, доминирующем акценте, его характеристики, флоре, фауне в выбранном штате. Условием написания постов должно быть проверенность информации, оригинальность текстовой части поста, ссылка на источники. Многие студенты подходили к заданию творчески, накладывали видео или фото на музыку, делали собственную графику. И опираясь на полученную обратную связь, можно сделать вывод, что такой вид работы показался студентам очень естественным, так как они используют Инстаграм теперь уже каждый день. Он спровоцировал интерес к информации, которая там была размещена, вызвал онлайн-обсуждение в Инстаграме, а затем в аудитории. И такое концентрированное содержание помогло студентам при подготовке к экзамену. Вот это я коротко рассказала, что они делают в курсе лингвустрановедения. И теперь о моем опыте использования именно проектов, причем на теоретическом курсе. Идея состоит в том, чтобы иллюстрировать все теоретические темы курса практической работой. Студенты выбирают в начале года интересующие их национальную культуру, на примере которой они будут практически применять изучаемые темы. Проект идеально подходит для этой цели. Студенты объединяются в мини-группы для его выполнения и осуществляют свою проектную деятельность поэтапно, в течение всего учебного года. В курсе 10 тем, из них 6 включены в проект. Обсуждение проекта также происходит поэтапно, а полная оценка в конце года. Лучший прошлогодний проект мы отправили в этом году в международный конкурс учебных работ, где он занял первое место. И на примере как раз этого проекта я вам продемонстрирую, как осуществляется этот проект и как он связан со страноведением. Вот мы видим план презентации проекта. Здесь 6 пунктов и видно, можно увидеть, к каким темам относятся. Таблица сравнения культурных универсалей. Все, что возможно сравнивать с русской культурой, сравнивается. Соответственно, история культурных контактов по историческому аспекту межкультурной коммуникации. Идет тоже история контактов России и страны выбранной культуры. Дальше идет сравнительный анализ концептов. Характеристика выбранной культуры с точки зрения теории Холла, Хостеда и Льюиса это идут основные. Дальше мы изучаем и другие, но для проекта выбраны только эти. Стереотипы и автостереотипы. И самое интересное и сложное это дискурс-анализ по методике Ольги Аркадьевны Леонтович. Студенты анализируют фильм, снятый по русскому произведению, но в стране культуры изучаемой. И вот я вам покажу буквально несколько пунктов этого проекта. Тот самый, который мы посылали на конкурс. Многоаспектный компаративный анализ национальных культур России и Германии. Понятно, что сначала идут цели и так далее. Значит, пункт теории Холла, Льюиса и Хостеда, наверное, не является чем-то неизвестным. Разбирается культура Германии, объясняется, что значит по Холлу, по Хостеде и по Льюису. Эти характеристики сравниваются с Россией. Естественно, мы всегда обсуждаем, насколько это все правомерно, насколько это соответствует действительности, какие есть доказательства в реальной жизни тех или иных постулатов или, наоборот, опровергающие их. Особенно это интересно всегда, конечно, в сравнении с Россией идет. Следующий пункт культурно-универсалию. Здесь, конечно, сильно связано с лингвистов наведением. Студенты часто выбирают культуры, где основным языком является тот язык, который они изучают. У нас второй язык, немецкий, французский, испанский, то есть довольно большой выбор может быть здесь. Плюс некоторые студенты изучают китайский, японский, и у них действительно получаются интересные. Вот здесь те, кто изучает немецкий. И из культурных универсалей они выбирают в район 10. Вот здесь выбраны в суеверии праздники гигиена. Я оставила только гигиену и быстро пролистаю, просто чтобы показать. У девочки одной из этой мини-группы бабушка живет в Германии, соответственно, она получала всю информацию прямо оттуда. Бабушка делала ей фотографии того, что как происходит. Рассказывала как там детей учат, не учат мыть руки, как там все чистится, не чистится. Ну, и здесь достаточно просто пролистывая, чтобы вы видели, как много информации собирают студенты, и они подходят к этому действительно с огромным интересом. А потом мы с таким же огромным интересом выслушиваем то, что они находят. Суверии приметы немецкие также собраны прямо на месте бабушкой, соответственно. Ну, и студенты еще, конечно же, сейчас есть возможность общаться в социальных сетях, они проводят опросы все с кем могут. То есть изначально они выбирают ту культуру, где они могут именно общаться с представителями ее. Ну, вот, дальше опять же я просто листаю, чтобы вы видели, насколько глубоко люди проникают в предмет, да, они изучают культурные связи Германии и России, начиная с древних времен до настоящего времени. Соответственно, аспект межкультурной коммуникации насколько. Вот идет сначала, да, кто с кем, когда, где, как встречался. И вот, интересное сделано влияние русской культуры на Германию, где что, да, в немецкий язык, какие слова проникли там во фризиологию и так далее. Русские заимствования, которые существуют до сих пор в немецком языке. И дальше мультфильмы, которые они там смотрят, как это на них повлияло, как они знакомы с ними в повседневной жизни. Сравнительный анализ контектов тоже проводится по всем правилам. Вот здесь идет огромный список того, что они делают. Опять же, я быстро пролистываю, я уверена, что все знают, как это происходит, выбран концепт и порядок. Самым интересным здесь является, конечно же, ассоциативный опрос, который студенты проводят с представителями как русской лингвокультуры, так и немецкой в данном случае. И вот они проводят интерпретативный культурологический анализ ассоциаций, который они получают. В общем, тут очень-очень много-много-много-много. Это я сегодня чисто демонстрирую. И вот они анализируют то, что найдено общим в ассоциациях и то, что отличается. То, что назвали русские, то, что назвали немцы. Поскольку девушки владеют немецким языком на хорошем уровне, то все это они имеют возможность сделать. Вы сокращаете временно вопросы к вам. А последний пункт, я до него добралась с удивительной скоростью. Метод коммуникативных исследований дискурс анализ фильма. Просто хочу рассказать, в чем суть. Берется русская книга, в данном случае 12 стульев. фильм, который снят в немецкой культуре, в Германии, соответственно, по этой книге. И проводится анализ не только внешних изменений, которые там произошли, но и анализ изменений культурных смыслов, изменений или сохранений культурных смыслов, которые заложены внутри, но могут быть изменены. Ну, в общем, вот, тут это все внешние идут вещи. Очень всегда интересно, мы узнаем про много новых фильмов, мы знаем, что фильмы по русским книгам сняты в Перу, в Бразилии, где только они сейчас не сняты, оказывается. Вот. И вот они все четко по методике проделывают, и вот здесь уже ну, в общем, вы все увидели. Это, собственно, последний пункт этого проекта, и потом делается такой огромный общий вывод. И все это в течение года, действительно, то есть к маю буквально это заканчивается, поэтому это можно назвать таким большим проектом. В мини-группе обычно 4-5 человек, соответственно, каждый раз, когда у них срок представления отдельного этапа, они распределяют между собой эти задания, все делают, и потом в конце собирается такая общая презентация. У меня все. Большое спасибо. Ну, у нас осталось буквально полторы минуты. Есть ли вопросы к Елене Викторовне? Услышали вопрос? Да, но этого я сейчас не помню. Это прошлогодний проект. Просто очень видно, за что дали первое место этому проекту. Да, конечно, работа колоссальнейшая. Вот, соответственно, в учебной группе у нас получается где-то шесть таких проектов идет. Большое вам спасибо за интересную проектную методику в течение всего года. Хорошо. Спасибо вам. Вам желаем не болеть ковидом. Спасибо большое, у меня прививка. Вот. А ваша коллега привелась или нет? Нет. Вот результат. Точно. Вот результат. Переходим к следующему докладу. Тоже Новосибирский государственный педагогический университет. Анна Васильевна, вы с нами? Я с вами. Анна с нами. Вот вы здесь же? Так это вы меня критикуете? ладно. Так, вам дается, представляется слово «Виды проектной деятельности студентов на практических занятиях странно-веческой направленности в рамках дисциплины практика устной и письменной речи». Пожалуйста. Включают мою презентацию. Вы приехали к нам. Вот это верхнее? Верхнее? И средний большой. Попробуй. Уважаемые коллеги, в докладе обобщается опыт применения проектной методики в процессе преподавания дисциплины практика устной и письменной речи английский язык в рамках тем странно-веческой направленности, а именно Лондон и Британские острова. Апробация проходила в группах студентов второго курса, обучающихся по программе бакалавриата направления подготовки, который вы видите на слайде. Предлагаемые тематические методические проекты строятся согласно основным принципам метода проектов, отмечаемых исследователями имена которых вы видите на слайде. Работа строилась согласно основным этапам, которые выделяются исследователями, а именно поисковый этап постановка проблемы, связанный с поиском эффективных способов освоения объемной темы странно-веческой направленности. Далее следующие аналитические этапы связаны с планированием определения методов решения проблемы и определения типов проектов. В данном случае речь пойдет о методическом проекте, который связан не только с развитием коммуникативной компетенции, но и с развитием профессиональной методической компетенции студентов-педагогов. В данном исследовании мы остановимся на трех проектов, отличительной особенностью которых является создание материального продукта в виде дидактических средств, которые, в свою очередь, могут быть интегрированы студентами-педагогами в учебный процесс, в котором они выступают не только как обучающиеся, но и как учителя. Эти проекты выделены красным цветом. В связи с этим аналитический этап проектной деятельности дополняется знакомством студентов с эталоном, моделью и далее идет обсуждение критериев оценки продукта, которыми руководствуются студенты в процессе выполнения проекта на практическом этапе. Далее следует презентационный этап и этап внедрения. Я их поясню, когда буду говорить о каждом из проектов. Итак, первый проект, который я представляю вашему вниманию, это проект Travel Flashcards. На аналитическом этапе происходит знакомство с моделью. В данном случае нами в качестве модели были выбраны флеш-карточки из набора 50 things to spot in London, которые вы видите на слайде. И далее студентам предъявлялись эти карточки как модель, и шло обсуждение информации, вербальной и невербальной, которая представлена на этих карточках. в частности вот здесь вы видите некоторые вопросы дискуссионные, которые обсуждаются на основе визуального компонента и минимального в данном случае на лицевой стороне вербального компонента. Далее обсуждается обратная сторона, информативная сторона, связанная с вербальной информацией, выраженной вербально точнее. и здесь вы видите такие компоненты, как название достопримечательности, которые дублируются на лицевой стороне тоже, далее идет общая характеристика достопримечательности и два таких интересных раздела, которые отмечают какую-то особенность этой достопримечательности, например, мне очень нравится вот этот раздел Lookout for, который рассказывает о детали, которые легко пропустить или которые турист может не придать значения, но которые имеют некие символические смыслы, связанные с историей, культурой, искусством, например, и так далее. Также вы можете видеть здесь пятый раздел Other Things to Spot Close By, в котором содержатся ближайшие достопримечательности. Таким образом, мы анализируем сначала модель, и далее студенты, руководствуясь этим планом, приступают к практической части, они изготавливают свои карточки в течение установленного времени. Отводится обычно два-три месяца, или если это выпадает на зимние каникулы, то в течение зимних каникул. Обращается внимание на лаконичность изложения информации на этих карточках, и, конечно, студентам необходимо добавить, по крайней мере, еще один раздел, это resources по понятной причине. Далее наступает этап презентации, который в данном случае совмещен с этапом внедрения в учебный процесс. Что же нам делать с этими карточками, которые мы в результате от студентов получаем? Понятно, что они их приносят, а дальше такой был извините за англицизм челлендж, что с этим дальше делать? Вот красивые карточки показали. В общем, нами были выработаны определенные приемы на основе общеизвестных приемов, в общем-то. В частности, это приемы связаны с работой с одной карточкой, понятно, что предсказуемое описание карточки, категоризация достопримечательностей, причем студенты некоторые решили не указывать, например, название на лицевой стороне, потому что тогда легко можно применять это в качестве контроля, например, проверки знаний достопримечательностей. Ну, также мы делаем такие задания, которые связаны с использованием, например, нескольких одинаковых карточек из разных наборов. Вот, например, здесь две карточки, вы видите, что они по-разному, конечно, оформляются студентами, разные возможности у них для этого. Вот, например, Тейт Моден и два, две карточки одинаковых из разных наборов, но тем не менее, поскольку студенты использовали разные, скорее всего, ресурсы, то у них есть возможность каким-то образом восполнить информационный пробел, например, либо они описывают карточки таким образом, что, например, партнер не видит изображение, и тогда выполняют задание Spot the Difference, либо они, допустим, используют вербальную сторону карточки и составляют, опять же, работая в парах, вопросы или True-False Statements или Yes-No-Questions по содержанию карточки, и, соответственно, партнер ищет информацию, если он ее не находит, то выявляется информационный пробел. Еще один, скажем так, тип заданий, который мы с карточками делаем, это как раз вытягивание карточек из набора рандомное, допустим, три карточки мы вытягиваем, и тогда очень легко конструируется задание на Multiple Choice, вот, допустим, я зачитываю какой-то факт из карточки и нужно угадать какая-то достопримечательность, это очень быстро просто конструируется. Дальше, вот мне очень нравится, когда они сравнивают объекты, которые кажутся совершенно несовместимыми, вот здесь вот у нас Бейкер-стрит, затем Millennium Dome, по-моему, и Canary Wolf, то есть вот попробуйте найти между ними сходство, так сказать, легко найти различия, попробуйте найти сходство, либо впишите их, так сказать, в общую тематику, обоснуйте тематический тур, который бы как-то эти карточки логически объединял, коллеги, можете посмотреть. Далее следующий проект, это игротека, на нем я долго не буду задерживаться, также идет знакомство с разными видами игр, с теми заданиями, которые могут быть интегрированы в эти игры, потому что игра это более комплексный такой процесс. Далее студентам дается в принципе инструкция, по которой они выполняют этот проект, вы здесь видите на слайде, и дальше наступает этап презентации, на котором мы оцениваем, это сначала они в группе делают, на которой мы оцениваем выступление ведущего, цель которого объяснить правила и прорекламировать свою игру так, чтобы привлечь желающих и принять в ней участие, демонстрируют игру и собственно говоря проигрывают ее. А потом следующий этап у нас, здесь вы видите критерии, тоже я не буду подробно в них останавливаться, дальше следующий этап, еще очень важный в методическом проекте, это этап внедрения, когда наши студенты имеют такую возможность участвовать в лингвометодической школе, которая проводится каждый год два раза у нас на факультете иностранных языков педагогического университета, и там их вот игры, они становятся частью этого нашего такого глобального мероприятия, и там они уже выступают в качестве экспертов, потому что участниками лингвометодической школьной являются учителя и преподаватели иностранных языков, и для них, как бы для будущих педагогов это такая очень уникальная возможность. Вот здесь вы видите разную, как это все у нас проходит, и последний проект, с которым бы я хотела вас познакомить, туда уже принесла прошу прощения, это сейчас набирающие популярность интерактивные книги. Интерактивные книги. Итак, опять же, на аналитическом этапе знакомства с моделью происходит, студентам предлагаются либо ссылки, либо приносятся готовые интерактивные книги, и мы вырабатываем определение того, что такое интерактивная книга, чем она характеризуется, что она характеризуется в частности интерактивностью не только на техническом уровне, который позволяет расширить пространство до трехмерного, но и на содержательном уровне, что более сложно достижимо, но это более важно. И далее также, я им представляю некоторые ссылки, но они потом сами находят много очень ссылок. можете посмотреть, две книги, которые уместились в сумку, так сказать, можете их полистать. Ну, это может быть не самые лучшие, но они демонстрируют разнообразие приема. Дальше здесь вы видите этапы разработки книги, которые предлагаются студентам. и сейчас собственно можно подытожить какие, включите пожалуйста видео, вы увидите сейчас видео, какие они используют приемы сами студенты, это стикеры, это простые, да, вот, да, значит, на этапе презентации студенты в формате взаимного обучения, peer teaching, мини-группах или парах обсуждают эти книги, выполняют задания, да, идет, идет, да, значит, и здесь вы видите разные приемы, которые они используют, стикеры, простой отворот, бумажный хлопан, конверт, кармашек, пазл, текст на ножке, гармошка, механизм в виде бумажных полосок, который приводит в движение персонажей, объемные многоуровные элементы, поп-ап книги, вращающиеся элементы, и дальше на этапе дискуссии они получают фидбэк друг от друга и от учителя, но в первую очередь друг от друга, делятся своим опытом, и далее вот мы обобщаем критерии, которые были сначала, до начала проекта изложены, но потом дополнены, я этот проект только в этом году первый раз реализую, и эти критерии следующие, языковая грамотность, информативность, дидактичность, интерактивность как на уровне интеллектуального взаимодействия с читателем, так и на уровне воздействия на эмоциональную сферу, разнообразие интерактивных приемов, новаторство этих интерактивных приемов, наглядность, соблюдение конструкции книги, не все это соблюдали, объем не менее 20 страниц, и соблюдение авторских прав и ссылок, они об этом забыли. предупреждала, это было в списке требований, тем не менее. На этапе рефлексии студенты отмечают, это сейчас я уже, так сказать, завершаю, на этапе рефлексии студенты в конце года, в конце наших совместных занятий, отмечают, что проектная деятельность значительно повлияла на освоение темы и активизировала творческий потенциал, повлияла на общий микроклимат в группе на этапе презентации материала, для них это очень важно, особенно после локдауна и онлайн наших занятий, и говорят, что будет использоваться ими в преподавательской деятельности. Таким образом, можно выключить, ну, собственно, следующий, последний слайд будет, это заключение, я уже завершаю, выполняя метод проектов студенты осваивают, можете, правда, сразу, на выводы, студенты осваивают изучаемый материал через выполнение лично назначенных задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, учатся создавать собственные дидактические материалы, отбирать аутентичный материал, то, что сегодня звучали эти моменты, ранжировать значимость этого материала, развивать творческие способности, обмениваться опытом, применять созданный материал на практике, используя приемы коммуникативной направленности. И последнее, я хочу подчеркнуть, что создаваемый в результате осуществления методического проекта продукт не является конечным этапом, а служит переходным этапом от освоения дисциплины к освоению методики ее преподавания. Спасибо за внимание, коллеги. Буду рада ответить. На каком курсе? Я практику устной письменной речи преподаю на втором курсе, и соответственно вот эти две темы у нас в программе Лондон и Великобритания, и дальше у них, насколько я помню, по учебному плану будет как раз страноведение как отдельная дисциплина, ну вот я надеюсь, что это как-то им тоже будет таким предшествующим моментом. Но на самом деле, я думаю, что уже обдумывая вот эти моменты, я поняла, что в принципе любая тема, которую мы проходим в практике устной письменной речи, она в принципе ориентирована на страноведение. Если мы берем медицину или образование и так далее, они все ориентированы, и поэтому в принципе эти проекты можно приспособить ко всему. Но конечно студенты отмечают, что очень затратно по времени, но конечно они все равно получают громадное удовольствие к вопросу о творческой реализации, что их трудно заставить, что-то делать, но по крайней мере я им дала достаточно времени во всяком случае на интерактивные книги, то есть им задание было дано где-то в марте и они должны были к концу учебного, ну получается учебы до начала сессии, то есть в мае, это последние, финальные были задания, и они там их представляли, это очень хороший завершающий этап работы, то есть они большое удовольствие получают, рассматривая картинки друг друга, и те, кто делали слабенький проект, ну они видят, что можно сделать, и им становится стыдно. хочу прокомментировать, что нам иногда иллюзорно кажется, что новому поколению нужны какие-то суперкомпьютерные программы, все в интернете, а на самом деле все так, как и было раньше, дети любят вырезать, составлять, творчески применять, и это не так сложно, как освоить программу, но я хочу отметить, что и у Елены Викторовны, и у Иоанны Васильевны при грамотном методическом сопровождении это не упрощение, как бывает иногда в игровой деятельности, а наоборот это решение конкретных профессиональных задач этого курса, очень хорошо рядусь дома, и я нашел ответ про 12 студиях, немцы, не указывая Ильфа и Петрова, ну, нигде, в 3-мон, написали, что это по польской версии, я думаю, что это с авторским правами сказано, ну, просто, помните, как это было с Аленкой, они там что-то изменили, и фотография Аленки, вот, ну, девочка, она не может отсудить ничего, потому что изменили что-то, вот так вот, хочется самим вот такое поделочистое, да, да, это очень увлекает, очень. И вот, вот по поводу усложнений, я подумал, мне бы с вами было непросто найти схожесть, да, отличие, трех случайных, это развитие критического мышления, зрительной памяти, то, что мы вырабатываем изменили, ну, кузов, ну, как бы, аналитическое отношение. Так, второй курс, да, практический письменный лечество, аналитический подход. Хорошо, еще есть вопросы? Тогда переходим к следующему. Олеся Владимировна, здесь присутствует, или вы? Раздорская Олеся Владимировна, в онлайне есть? Олеся Владимировна, доцентка иностранных языков Курского государственного мединститута университета, лингво-страноведческой компетенции в работе преподавателя английского языка в медицинском вузе. Проект, я наоборот. Назад. Сам, сам, я наоборот. Уважаемые коллеги, я как представитель нелингвизического вуза, тоже мне хотелось бы начать с того, что, к сожалению, ну, наверное, нас очень многих коллег, это коснуло сильно нелингвизических вузов, к сожалению, у нас количество часов на английский язык уменьшается. Если раньше у нас английский все факультеты учили два года, и первый курс как раз был посвящен вот таким именно темам страны реческим, то есть учили и культуру Англии, и лидию, и какие-то, допустим, генерные даже моменты, к сожалению, такого у нас нет. И поэтому вот мне хотелось бы рассмотреть тему о нелингвизической компетенции преподавателя английского языка в медицинском вузе, но с другой стороны, вот к чему и будет посвящен многие вузы, медицинские вузы не только характеризуются многонациональным контингентом студентов. Вот здесь на фотографии вы видите, как наши студенты во дворе КГМУ празднуют маску. Вот у нас студенты из Малайзии, студенты Арменины, студенты русские. Вот я начну с того, что я работаю в КГМУ с 2005 года, и вот, в общем-то, мой практический опыт использования каких-то лимфо-искологических моментов начался, вот когда у нас появились студенты, граждане России, допустим, представители Республик Кавказа, ну вот, один у нас товарищ в том числе Курт, он из Адыгее, и когда возник такой момент, что да, эти студенты испытывали определенные сложности при изучении английского, поэтому необходим был компаративный анализ и ходных языков с английским языком, ну и мне было тоже интересно познакомиться очень-то с студентами и представителями разных национальностей. Вот эти фотографии, это все студенты наши из научного кружка, то есть они представляли свои доклады. В общем-то, вот этот момент компаративного анализа грамматики родных языков студентов и английского языка вот так расподвит в том числе и вступить в научный кружок. Это Ингушетия, вот дальше мальчик Дагестан, вот это Басранец и Курт, но он вот гражданин России. Вот, поэтому, вот вы знаете, интересно даже, что именно вот такие наши студенты билингвы очень часто именно вступают в научный кружок и сами хочется руководить и себя показать на конференции. Вот первый у нас студент участвовал в УГОУ вот был в декабре прошлого года в УГОУ конференции. Ну, традиционно, конечно, именно само преподавание английского медицинского культуры и в музыкальном языке рассматривается на основе того, что родной студент, родной язык студента русский. То есть вот здесь представлены примеры интерференционных ошибок, которые допускают наши русские студенты. Да, джорджево температуры. То есть они подразумевают, что если они так скажут, то мы будем иметь в виду, что если у вас высокая температура. Дальше, шикенголджер фрамасист имеется в виду, что они хотят сказать, она может поступить на фармацепт, она может пойти на фармацепт. Вот, то есть традиционно мы с вами рассматриваем именно как студенты русские воспринимают обучение английскому. Но когда у студента родной язык другой, ну вот тут и возникают какие-то и сложные моменты, но и вот такие интересные моменты, что вот студенты заинтересовываются сильно компаративным анализом своего родного языка и английского. Вот с недавних времен у нас стали обучаться студенты из стран Средней Азии, они обучаются в тех же группах, где и русские студенты. Вот, допустим, у меня недавно была группа фармацептов, там все русские, допустим, один студент успеет. Или тоже все русские, один студент и вот возникает вопрос. Конечно, мы должны поддерживать определенную и хорошую атмосферу в группе, да, чтобы, ну, в своем роде тоже был межкультурный диалог между студентами, но и преподавателю тоже необходимо знать что-то о родных языках студентов. Я не говорю, что, допустим, я буду изучать тут же таджикский или русский, но хотя бы какие-то примеры положительные интерференции языковой знать, конечно, нужно. Вот я бы хотела представить пример. Вот у нас тоже студент в гладших пушках изучаем, в общем-то, есть это в любом, студент узбек, и вот мы с ним рассматривали, допустим, в узбекском языке слово фармацепт, вот как оно написано, но поскольку оно заимствовано из русского, в своем роде оно заимствовано из греческого, то слово фамаси у них совсем по-другому, то есть дори-хона, это персидского происхождения, но интересно, что дори-это лекарство хона-комната, мы можем вспомнить аналоги ливенгу, да, не лудак, там, где тоже используется. А вот интересно, что слово рецепт, prescription, вот я в том, что приписала после приписки, но ваша рецепт, вот эту ошибку делают все студенты, то есть, когда мы говорим о рецепте фармацептическом, очень часто у нас говорят почему-то рецепт, ну, видимо, из-за компьютерных переговоров. Так, ну, это вот пример, то, что наш студент из Афганистана представлял доклад «Сопоставительный анализ изучения иностранного языка, например, рецептского и английского». То есть, студенты действительно у нас проводят вот такие исследования. Далее, у нас в МЕДИ, наш КГМУ, это был первый вуз России, который начал обучать студентов иностранца на английском. Это было в 90-е, началось с 95-го года. И сейчас нам приезжают абитуриенты, ну, до коронавируса это было еще, которые проходят подготовительные курсы. И здесь на фотографии представлено, как абитуриенты были на экскурсии в музее истории и ГГМУ. То есть, преподавателю приходится становиться своего рода тоже экскурсоводом. Преподавателю нужно знать, как преподнести нашу культуру, в том числе какие-то культурные реалии не только России, но, может быть, в том числе в этой Курской области, то есть о том, что у них есть курские салатни, у нас студенты узнают и так далее. Ну, конечно, очень хорошо было, когда это было еще до коронавируса, когда я водила не только в наш музей, но водила, допустим, у нас есть костюм, а вот у нас бразильцы и католики, вот так я поставляю к традиционным прихожанам костюм, вот, а сейчас и мусульманскую организацию. Так, и когда я обучала именно студентов из Бразилии, я использовала в том числе и разговорники, то есть, опять же, к сожалению, вот наши преподаватели знают португальцы, они самый распространенный язык для изучения провинции, вот так нам приходится порой обучать медицинской лексике, вот используя и вот такие разговорники. И также, вот что касаемо именно линьокультуры, вот мы смотрели с ними португальские сказки, португальские шутя, вот эти бразильские анекдоты, книжки было приложение CD-диск, они слушали эти анекдоты именно касаемо медицинской анекдоты о врачах на португальство, а потом я просила их воспроизвести на английском. Ну и разумеется, мы обсуждали какие-то уникативные стратегии в Бразилии, в России, в Англии и так далее, ну то, что будет нужно именно нашим студентам. Но, забивая вперед, хочу сказать, что, к сожалению, вот то, что они учат на английском языке общения с пациентами, ну в курсе это им не нужно. Фактически вот так, потому что они приходят в больницу на практике, они общаются с пациентами на русском. То есть на курсы русского они тоже ходят. Далее, в этом учебном году я обучала студентов из Индии, уже на программе, по программе Zoom, вузу, тоже был, конечно, это интересный опыт и тоже, я считаю, студентам, не только студентам, тоже, конечно, я бы сказала, да, особенность русской культуры, что они увидят в курсе и так далее. Но и мне, допустим, вот как преподавателю было интересно что-то узнать, допустим, об общении врача и пациента в Индии, какие модели общения они используют. Ну вот, что касаемо даже тех же бразильских студентов, именно от бразильских студентов я узнала о таком известном бразильском педагоге, как Паула Фредера. Ну, это вот, как у нас пас. То есть он тоже писал, в том числе, связи языковой культуры. А что касается вот индийских студентов, ну, тоже вот, когда, допустим, вот у них, ну, не любят, у них студенты аватарки ставить с Ливицы, там, допустим, были Радха и Кришна, ну, вот чуть-чуть тоже мы об этом поговорили, да, что Кришна тоже у нас Россия известна. Так, и подводя итог, мне хотелось бы сказать, что преподавателю английского языка, пусть даже не ведущему лингвистонарические какие-то предметы, необходимо знать основные грамматические явления родных языков студентов, необходимо знать позитивную или негативную конференцию родных языков студентов, тонуть видео студентов, ну, и если также еще вот с психологической точки зрения, ваше мнение создать доброжелательно классированного национального уровня. Вот, спасибо за внимание, буду рад вашим рассказать. Вам только можно посочувствовать, конечно. Ну, задайте мне, мне это понравится. Нет, когда сегодня индусы, завтра португала, потом какие-нибудь там бразильцы, да. Вы знаете, сходить, что можно чувствовать в таком плане, вот, допустим, у меня есть большой опыт именно преподавания абитуриентам бразильцев. То есть, раньше у нас эти курсы были летом, они были дольше, и я вот в 2017-2018 году вместо отпуска я делаю этот курс. Вот, а потом, допустим, в этом году я распределяю группу индус. То есть, понимаете, то, что у нас парацетамол, он и в Африке парацетамол, поэтому... Вы говорите, что индустрия получают англоситики? Получается обучение такое с при помощи переводчика? Нет, у нас сначала преподаватели обучили английскую. Да, ну, вы знаете, тоже был, конечно, трудоемкий такой процесс, допустим, ну, честно сказать, я тогда работала в средней школе, но я была репетитором у некоторых профессоров. Когда я еще не знала, что буду работать в КГМУ. То есть у нас сначала обучили преподавателей, конечно, было удобно тем преподавателям, которые закончили, вот у нас их 44-я школа с английским, не запомнили, учились, а потом, допустим, из этой школы народ поступил на дичьфак, потом стали работать преподавателем, конечно, им легко. Ну, другие ходили на курсы, то есть у нас все преподаватели, ну, я не говорю, что все подряд, определенные преподаватели, допустим, он может вести анатомию у русских студентов на русском, и он может вести анатомию на английском. У нас такая же практика в Смоленском медицинское апрадение, это медики, они даже лучше понимают, потому что это специализация, они понимают, о чем речь. Я знаю, что такое анатомия, сколько там этих латинских выражений, но, правда, там все эти латинские выражения, они будут и по-английски такими же, но выучить это все еще на другом. У студентов медиков развивается очень хорошо память, они заучат такие огромные объемы информации. Так это у студентов медиков, а тут уже сознаваемые термины, и так сложно для них, чем вы спросите. А потом они приходят в расписание сначала латинский, потом английский, и приходят ко мне и говорят, вот лэн, мы что-то вставили, то есть вот вот это мягкое, как от латыни латинский, а от лэн. Вот, это тоже вот такое интересное цеподействие. Так, ну вот сейчас мы как раз на этом переходим уже к другой теме, наверное, да? Я немножко дальше посмотрел, тут у нас ничего нет. Ну ладно, так, хорошо, если нет вопросов, конечно, у вас работенка, да. Так, Ирина Евгеньевна, онлайн, да? Ирина Евгеньевна, вы нас слышите? Меня слышно? Слышно. Ну все, тогда, Кладинова Ирина Евгеньевна, учитель английского языка гимназии номер 47, бурган, эмпатическое познание и поэзия, как войти в мир другого и понять этот загадочный мир. Вы нас заинтриговали, вам 10 минут. Николай Иванович, извините, у меня не работает компьютер, второй день что-то произошло, поэтому я буду только опираться на то, что буду говорить. Хорошо. Можно начинать, да? Конечно. Спасибо. Я благодарю за возможность выступить. В ноябре 2014 года мне повезло и я ездила в Прагу на Всемирный философский конгресс представляю тему «Эмпатическое познание». Тема действительно новая, интересная, обсуждаемая в мире и вызвала очень большой интерес. Много было вопросов по данной теме, а самым последним вопросом прозвучало следующее от моего коллегии из Соединенных Штатов Америки. Зачем вам, учителю английского языка, вот все это нужно? Дело в том, что эмпатическое познание это термин, который изобрел профессор нашего Курганского госуниверситета Борис Соломонович Шалюзин. Он же считает, что в мозгу каждого человека существуют так называемые субъектные репрезентанты, которые представляют собой тех людей, с которыми мы общаемся, с которыми мы разговариваем, с которыми мы каждодневно встречаемся. Эмпатическое является парной категорией и является парой к информативному. Информативное усвоение формы познаваемого предмета. Эмпатическое приведение себя в чувство с греческого эмпатес, страстный, страстно преданный, но это не только эмоциональная составляющая, сопереживание, жизненное единство с предметом познания. Эмпатическое познание основано на переживании и сопереживании. Чувство и радость, радость становится моей, чувствую боль, боль становится моей и так далее. Мое собственное видение и видение другого абсолютно не одинаковое. Этот другой как бы находится в моем сознании. Именно из его проникшего мою психику и рождается его поведение, которое я стараюсь понять. Дело в том, что эмпатическое познание с эмпатическим познанием связано и живопись, и танец, и балет, и музыка, и иконопись, и кино, и фильмы, которые мы смотрим, поэзии, прозы, сказки и так далее, и так далее, и так далее. Почему приходится, и почему это очень и очень важно в частности заинтересовать детей и заинтересовать детей и разбирать, ну, например, поэзию. Это некое стихотворение является некой дорожкой или некой лесенкой к пониманию чужого языка, к пониманию каких-то реалий в чужом языке. Очень часто приходится брать стихи и вместе с ребятами мы разбираем эти стихотворения. Ну, вот очень известные стихотворения, которые все знают, The World Not Taken, Роберта Просто. Я напомню самое начало two roads diverged in the yellow wood and so I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as they could to wear with them to under the road. Ну и дальше. Мы все эти стихотворения знаем и все эти стихотворения помним. С ребятами мы начинаем разбирать это стихотворение. Как же вести школьников в эту самую особую атмосферу, в которой находится сам парень. Здесь четыре-пятистишья. Почему четыре? Почему пятистишья? Почему присутствуют цифры четыре и цифра пять? нумерология подсказывают, что число четыре всегда рассматривалось как нечто изначальное. Некая целостность, порядок, устойчивость. Опять это символ человека. Графически изображаются фигуры человека, чья голова и разведенные в стороны руки и ноги образуются титаничные звуки. Вот она отгадка. пытается обратить внимание читателя на то, что это символ жизнеспособности. Что, например, пятерка это такое же счастливое число, насколько и непредсказуемо. Читаясь, даже просто просмотрев это стихотворение, дети делают вывод, что оно посвящено человеку и в этом мире. Но два, ведь стихотворение начинается со слова графическое изображение цифры два это угол расщитление, разведка, двойственность, чередование, конфликт. Два это выбор противоположностей, без которых существовать жизнь не может. Это огонь и вода, это добро и зло, это свет и тьма. Это две дороги, которые всегда лежат перед человеком и никому не дано пройти одновременно по обеим. Это символ судьбы, которая ведет человека в неизвестность, которая манит каждого идти навстречу своим горестим и радостям, счастьем и счастьем. В стихотворении звучит yellow full force. Почему yellow? И мы с ребятами начинаем задуматься, ну почему? Ведь нет слова грим, нет слова фэш, а именно yellow. И читая это стихотворение, дети приходят к выводу, что желтый символизирует токи, полнотура жизни, человек все, потенания, это символ богатства, это символ человека, который уже довольно долго притянет по жизненной дороге, но ему еще не время остановиться, дорога еще не кончилась, сил еще много. Обращение внимания на дату написания стихотворения и подтверждение своему своему находиту. Роберт Прост был в очень зрелом возрасте, когда он писал это стихотворение. Еще один символ, дорога, которую выбирает человек, только трудно, только встав на эту дорогу, понимаешь, что не только ты топчешь выбранную дорогу ногами, дорога постоянно задает каждому задачу, испытывает напрочность, учит справляться с трудностями, учит человека жить, идти вперед и вперед, боясь сопоставительствами, что не нужно жалеть о сделанном когда-то выборе. Человек, если настоящий борец, он всегда будет стениться, видеть цепь, чтобы идти вперед и вперед. Он будет идти дальше, несмотря ни на что, несмотря на то, что ноги сбиты, кровоточек, вперед к новому выбору, к новым встречам, к расставаниям, к новым людям, к новым встречам. И школьники легко формулируют основную мысль этого стихотворения чувствуют, как трудно автора на его жизненной дороге, видят, у поэта много проблем, убеждаются, что сил у него на новые поиски хватит. Встают рядышком с простом и не только слушают его, но и слушают. Они учатся понимать стихию, политическую речь. Они становятся чуточку старше, увереннее в себе. Они растут, набираются сил, они это слушают по-другому, они пытаются разобраться в своих проблемах. И появляется разговор о том, что же ждет этих детей в будущем, потому что приходится работать со старшеплатниками в этой девятой, десятой и одиннадцатой класс. И вдруг приходит осознание у ребенка, что это стихотворение нужно перевести, и дети делают прекрасные переводы, не являясь переводчиком. Вот один из переводов, один из самых лучших, Ульяна Сафона в одиннадцатый класс. Две дороги во стену лесу разошли. Было жаль, что не выберешь дом. Я стоял и смотрел, как они вдаль велись до той линии, с горизонтом слились и захватывала от неизвестности дом, который лучше вот так не поймет, хотя вроде одна поглажет. Правда, меньше травы удобней шага, но может быть только сначала так знать, что там дальше. Сейчас и не скажешь, ждать. Обе два лет внутри меня за собой. Неизведанные тайны мои. И я выбрала одну жилет и другой. И, помышляя вернуться возможности тут, сомневался уже я тогда. Там, куда меня этот путь вывитый, с грустью вспомнил, как было дело. Две дороги в лесу убегали вперед, но одна чуть-то похожа и вот для меня это все пришло. Итак, прежде всего, вот тот ответ, который я дала своему коллеге из Соединенных Штатов. Зачем это нужно? Зачем нужно входить в иконы и разбираться, что же там за такое? Понимать, что действительно, почему настолько популярны иконы и иконописи в нашей России? Почему живопись настолько важна для каждого человека? Почему музыка? Почему нужно слушать классическую музыку? Почему нужно внимательно смотреть те же самые мультфильмы, кинофильмы? Почему нужно внимательно читать память? Уйти от линейности мышления, которые загоняют сейчас наши учебники, наших школьников, да и нас, учителей, тоже. Научить школьников дуть, мыслить, анализировать, развивать абстрактное мышление, развивать критическое мышление, расширять кругозор, воспитывать, развивать образное мышление. Все это может и делать эмпатическое познание, которое очень широко можно использовать в школьной практике, если этим серьезно заниматься. Спасибо большое за ваше выступление. Спасибо вам. Спасибо. Есть вопросы? Спасибо большое. Переходим к следующему докладу. Крылов Александр Юльевич, доцент кафедры восточных языков Института стран Востока. Особенности перевода на русский язык арабских международных слов и словосочетаний. Мне придется изменить направление нашей дискуссии не только к переводу и к эмоциям. Если это отсутствие слайда, если не успел сделать, речь идет о переводе международных слов и словосочетаний. Международные которые являются самыми яркими эмоциональными словами в речи любого языка, в том числе арабского языка. Вот являются чистыми носителями эмоциональности. И в условиях арабоязычной языковой ситуации имеются достаточно серьезные проблемы при переводе. Вкратце можно сказать, что арабская языковая связь в арабском мире характеризуется тем, что существуют две формы существования арабского языка. Неждописьменная единая для всего арабского мира и мусно-разговорная которая характерна для каждой страны в отдельности и которая отличается от страны к стране. Внутри каждой страны существует еще поддиолит и еще говор и еще наречие. поэтому если переводчик начинает общаться с арабским миром переводить любой текст особенно эмоционально окрашенную лексику и такую как междометная первым делом ему надо понять с какой там он общается то есть происходит взаимодействие с египтянами или с сирийцами или с марокканцами или с алжерцами от этого зависит то как будет пониматься та или иная значит фраза и это напрямую связано с лингвопсихологическим аспектом с этническим с культурным и конечно с лингвостановическим аспектом речи аспектом речи известно что междометия не принадлежат никакому классу слов фактически в общем до сих пор существуют схожие отношения к чему их отнести вот в арабской языковой традиции междометия относятся к частицам у них значит имена глаголы и частиц к частицам относятся все остальное союзы предлоги и естественно междометия словами междометия естественно как давно показаны разным исследованием являются чистыми выразительными эмоций и любое так Шаховский Виктор Иванович в своей теории линейстической теории эмоций доказал что в общем-то в принципе любое слово может быть эмоционально и может быть эмоционально междометия тем более как самые яркие самые прямые выразители системы эмоциональности и эмоциональности в речи о междометиях можно рассматривать междометия по-разному но я буду примерно складывать как это принято в нашей междометии и в общем европейских которые говорят о том что междометия бывают простые и сложные то есть первообразные междометия которые в основном произошли от эмоциональных возрастов и непервообразные составные производные которые являются аналогами междометий в речи еще говорить о междометиях первообразных они во многом произошли как всем известно от звукоподражания различных звук издаваемые людьми животными миром птицами и неживой природой и когда происходит и когда нужно делать перевод вот таких участков текста в основном касается литературы классные где происходит перевод каких-то описаний диалога или описание природы переводчик сталкиваться с проблемой как это перевести обычно принято переводить первообразные междометия тремя способами первый способ это лексикализованные междометия употреблять допустим ха-ха-ха уже известно о словарах это ха-ха-ха русском ха-ха-ха это уже у нас лексики в языке известно и никто уже здесь не его иск или чисто произносить да чисто произносить момент кап-кап-кап арабский нухта-нухта капля-капля-капля то же самое кроме лексикализации есть такой еще индивидуальный способ когда переводчик автор имеет право чисто фонетически определить как это выразить методом транскрипции или просто транскриптирации на письме тот или иной звук поэтому появляются разные там а-а-а там что-то еще вот и третий способ это семантический эквивалент поиск семантического эквивалента который может быть другим словом вот совершенно но будет выражать то же самое конечно это вызывает труд это составляет определенную сложность потому что разные разные страны в одной стране значит этот возраст начнет одно как и жест в другой стороне другое и если ориентироваться скажем на переводить и арабскую книгу то можно очень сильно ошибиться очень сильно ошибиться arel обязательно должен углубиться именно в иракскую систему международная именно в иракную жестикуляцию они очень связаны с жестами вот и поэтому так вот играет большую большую роль это первообразность швы от разрядами ставить повелительные все они переводят тремя этими путями способом интересные бывают свои моменты когда приходится переводить значит обращение людей к животным вот у арабов например за перевод арабы обращаясь в русском языке это звучит не очень благослучно москинский скис оскорбительно поэтому здесь тоже существует масса вещей которые как-то надо обходить или объяснять как-то еще обращение как управлять ложь верблюдом как управлять ослом наши туристы приезжают в египетах если их научно неправильно скажут причем египетские верблюды поднимают одно иракский другое интересное поле для исследований очень интересное поле тем более что люди носят большую путаницу когда арабы дрессируют собак они говорят простые слова подойди отойди сядь для то есть они говорят простые арабские слова такие вот глаголы повелительные формы и в общем то это где-то это идет как междомятие где-то идет как просто локатив какой-то эти вещи тоже тоже бывают региональные тоже есть вообще арабские моменты а есть региона людей существует тонкая грань где-то можно общаться любой стране с одинаковым обращением где-то нельзя где-то нельзя и заметили я уже не буду говорить про смех перейду к фразелонизм существует целые межнометные предложения целый межнометный оборот как известно и когда вот эти вещи приходится переводить здесь уже приходится искать не только семантический эквивалент но они даже иногда прибегать к обычным нашим переводчиком трансформация потому что тут уже бывают такие вещи например в фильме черные очки героиня кричит о средиземное море вроде 3000 серти удивление это очень ситуативно очень контекстуально вот зависимости от ситуации или чего переводится и вот такие вещи там переводить конечно очень непросто надо только чувствовать текст значит иностранный текст оригинальный для этого когда переводится расформление когда переводят там какие-то там вещи связанные там с проклятиями тоже очень тонкой да будет пробовать твое отец или она можно переводить дословно можно идти качку но как правило ищут она ищут она из драматических трансформаций это либо замена либо досконы перевод либо смысловое развитие ну и так далее ну например вот такая ну я не конечно по-арабски этот пример написал есть иногда говорят доброе утро а иногда варам это принято говорить я собак возлюбленных вас пищу раз когда вы даете и так далее уже смену и утро они очень интересны очень и лексикализация тематический эквивалент или какая-то лексик грамматист трансформация удобно и удачно найденная играя здесь основную основную в переводе обычно это касается конечно текстов художественных публицистики меньше вот устная речь как-то она вот при устном переводе это как-то меньше всегда как-то обходятся из этого не заметьте мы не переводим мы это переводим жестом интенсивно окрашивать другую речь другую часть рассказывания а вот при письмном переводе где интонации нет где жеста нет там приходится вот это все укладывать в тексте и тогда уже переводишь начинает думать о как вот эти моменты я хотел вам показать это интересно в арабском языке спасибо большое влияние эмоций как главные категории как говорят представители школы эмоций весь язык и мотив не бывает слов эмоционально пустых не любое слово можно зеркать эмоционально придать ему окраску любую зависит от желания национальное ударение логическое ударение и тогда спасибо спасибо большое ну 11 минут блестящий тайм-менеджмент за глупый вопрос может быть он сейчас нерелевантен когда значит вы говорили о том как дрессируют верблюдов а до этого говорили о регионализации арабского языка но вот в старое время пришли племена захватили верблюдов с другим языком привезли к себе и начинают говорить по-своему как верблюды будут понимать я думаю что существует какая-то общее вот это если вот вы говорите на понимаете общая криминология существует какие-то общие же бывают и местные конечно ну вот здесь нужна только будет кормить сразу поймет и освоит новый язык уже действительно интересный комментарий небольшой все-таки мне кажется кто-то либо я пропустил хочет сразу это говорили дрессирует собак да и вот употребляет очень простые стать общей простой глагол уже подойдет они относятся к частицам герой и пронеси но относят повелитель на понят части так как и по-русски сидеть лежать у нас повелительный глагол сиди тоже глаголы повелитель значение вот таких между заметно и второе мы в стилистике рассматриваем ономотопию до звукоподражания в разных языках и смотрим не только английский мы смотрим какой-то очень сбежно как чип-чип-н-дэйл на разных звуках звучит очень смешно там польский чешские варианты но иногда со студентами обсуждаем то что иногда нам кажется что перед английский вариант вот тут приведу два примера да это свиньи вот они ведь оинг по-английски да что им кажется что это как-то больше похоже чем хрю и второй вариант сейчас скажу рыбит с лягушками им кажется что рыбит звучит ближе к тому чтобы лягушки чем рыбить рыбит английский кого это будет рыбит чем наша квад вот а есть у нас такие вот наблюдения где вот у них между нами звучат вот если про животное говорит звучат ближе к тем звуком которые животным производства они утром согласны что так и надо понятно что не было но и которые произошли подражать а вот то что привозили пример жасминовое утро и вот эти метафоричные такие сравнения это не является частью культуры восточной показать свою не агрессивность потому что ну могут вообще убить и лучше как бы больше метафорично показать что я не воин и не агрессор как бы что я в дружеских отношениях с такой ночью потому что когда слушаешь эти обращения всяким султаном они ну таки стива метафоричные очень не такой сидят конечно очень сильно это общение этикет приветствия это на первом месте алмаз души моим великодушнейший все могущественные у солнца и глаз формулы чего общение огромное место самодействие когда решались какие-то вопросы сначала спрашиваются здоровье погони и детях а потом ждать до скотине как и уже воды как все остальное спасибо большое переходим к следующему докладу жукова полина алексеевна преподаватель как-то романских языков имени черданцевым диму особенности перевода на русский язык а вот теперь мы переходим тоже к весьма интригующей теме португальских гастрономических фразеологизмов так какой-нибудь материальной иллюстрации будет у меня будет презентация эти слова еды и перевода я хотела бы затронуть в своем докладе такую сложную и обширную тему по переводке гастрономических единиц и я бы хотела рассмотреть некоторые стратегии перевода данных образных выражений на примере гастрономических фразеологизмов образных выражений петухгальского языка с вашего позволения не буду останавливаться на плане и начну сразу с основной части действительно почему же трудно всегда переводить идиоматические выражения действительно это никого не секрет что это наверное один из самых сложных аспектов перевода не дело в том что мы понимаем что фразеологизм это не просто сочетание а это можно сказать результат взаимодействия языкового наследия и культурного наследия народа и вот как верно заметила вероника николаевна пелия фразеологическое статус эка это зеркало в котором культурная общность идентифицирует свое национальное самосознание и вот именно эта культурная маркированность она составляет большую всегда сложность для переводчиков и предлагаю рассмотреть некоторые возможные стратегии которые описаны в литературе по теории перевода но я хотела бы рассмотреть именно их применимость конкретной тематической группе фразеологии во-первых подбор эквивалента можно понимать гематическое выражение языка перевода лексико-синтатическая форма и семантика образно содержание которого полностью совпадает с фразеологизмом языка источника но к сожалению наличие эквивалента это некая идеальная ситуация которая крайне редко случается что опять-таки отмечают многие специалисты по теории перевода и анализе я не нашла практически ни одного эквивалента в русском за исключением таких универсальных для европейской культуры библиймов и мифологизмов например хлеб насущный или яблоко раздора только такие можно считать эквивалентами вторая стратегия это аналог подбор аналог аналог это опять-таки образное выражение или фразеологизм языка перевода который семантически тождественен но имеет иную образную основу и форму выражения здесь на нас качество ситуация гораздо более приятная для переводчика и действительно русском языке нашлось некоторое число аналогов португальских фразеологизмов и я хотела бы некоторые из них привести в качестве примера например португальском языке из выражения как сардиной банки русский аналог как сельди бочки португальцы говорят иметь денег столько сложно перевести дословно сколько зерен кукуруза это русский аналог денег куры не клюют например рассчитывать на яйца до того как курица их несла лишь корни убитого медведя и вот интересно еще языке есть такая метафорическая структура когда количество какой-то еды она означает на метафорическом уровне опыт человека и у них достаточно много есть таких выражений например нужно съесть еще много фейжоад фейжоад это такое блюдо из фасоли традиционно для португальзычных стран или нужно еще раз есть много кукурузного хлеба и это говорят о человек который еще в силу своего возраста не имеет достаточного опыта в русском языке мы можем найти достаточно много аналогов например молоко ногу бакуня в соку носа недороз и так далее это если мы пытаемся найти аналог но опять таки как мы понимаем такая ситуация бывает навсегда и соответственно при отсутствии эквивалента или аналога переводчику приходится прибегать к ему стратегии и одна из таких стратегий это писательный перевод приведу здесь определение инстаген алексеевый это лексическая замена с генерализацией провождаемой лексическими добавлениями и построена по принципу определения понять то есть мы можем рассматривать фразеологизм образное ображение исходного языка как некое определение понятие определение которого мы даем уже в языке перевода и хотела бы проиллюстрировать данную стратегию примером например в одной бразильской газете я обнаружил такой очень интересный заголовок заголовок интервью с бразильским музыкантом и если мы будем переводить дословно то на русский язык это буду часть следующим образом гинга это всегда немдану музыканта товарищ который я сушеное мясо не уплевывает креветки уплевывает сушеное мясо понимаем конечно что дословный перевод имеет смысла на русском языке абсолютно непонятно дело в том что в данном заголовке у нас целых два фразеологизма переплетаются между собой резуцированной форме во первых это фразеологизм штарпурсима де карнесека быть выше сушеного мяса здесь он основан на метониме сушеное мясо как бедняков соответственно это означает быть выше сушеное мясо значит быть хорошо обеспеченным принадлежать обеспеченным своим обществом и второй фразеологизм который достаточно у него есть много форм выражения что во многих рядах главное что он основан на противопоставление некого дорогого продукта и дешевого например коммер сардиния рутарковья есть сардины уплевывают икру да то есть мы предпоставляем дешевый продукт сардины и дорогой продукт икру и сигнификат данного фразеологизма пытаться казаться важнее значительнее богаче чем человек есть на самом деле соответственно основываясь на сигнификатор данных фразеологизмов мы уже можем дать скажем смысловой перевод данного заголовка вот один из вариантов гинга товарищ который не кичится богатством а гордиться тем что ведет скромную жизнь подчеркнутые в итоговом переводе элементы как раз являются экспликации фразеологизмов языка и срочников следующая стратегия лексик конекстуальный перевод здесь я себе позволила сооренить две стратегии потому что в некоторых источниках отдельно описывать лексический перевод отдельно катекстуальный но на мой взгляд что политический перевод невозможен без контекста поэтому не можем их разъединять и в данной стратегии переводчик перетачивается на некстуальном воплощении смысловой составляющей речевого знака в данном случае фразеологизма и на этой основе делает выбор в пользу той или иной лексической конструкции уже в языке перевода и еще раз необходимо отметить что именно значение языкового знака специализируется смыслом который в свою очередь эксплицируется контекстом рассмотрим пример опять-таки из бразильской прессе здесь в данном заголовке использовано выражение шабо-сумизм это такой немножко редуцированный вариант фразеологизма пить чай исчезновение сложно перевести на самом деле дословно и это выражение означает исчезнуть пропасть перестать появляться где-либо что если мы видим по структуре самой фразы здесь невозможно примите писательный перевод что такое политика и исчезновение пропадание непонятно соответственно мы должны опираться на контекст нужно содержание самой статьи речь идет о том что автор осматривает может быть кто-то слышал про китайского миллионера джека ма который каким-то таинственным образом пропал и автор анализирует возможную связь его исчезновение с тем что он несколько высказывался против политики коммунистической партии и соответственно опираясь на данный контекст мы можем уже перевести следующим образом политика устранения критиков политического режима китай то есть вот мы на основе контекста таким образом перевели данный фразеологизм и еще раз говорю что действительно именно контекстный перевод он нам говорит о том что один и тот же фразеологизм может переводиться по-разному то есть иметь разную форму выражения в языке перевода и я бы хотела проиллюстрировать это тремя примерами где используется один и тот же фразеологизм это слово если мы будем переводить это праздничный рис и главное значение этого фразеологизма праздничный риск это человек который часто посещает какие-либо мероприятия различных мероприятий и давайте посмотрим как по-разному мы можем переводиться на русский язык в первой фразе на самом деле для переводчика достаточно простая ситуация потому что мы можем прибегать к писательному переводу потому что речь идет о неком медийном лице поэтому соответственно мы легко справляемся с поставленных задач и перевод будет следующий несмотря на то что он завсегдат различных предприятий в столице пренабуга он закрытый человек и так далее то есть в данном случае контекст статьи нам позволяет применить метод писательного перевода рассмотрим другой пример в данном случае задача для переводчика уже менее простая так как речь идет уже не о человеке чтобы не одушевленном лице что предполагает семантик фразеологизма а уже компания ноги соответственно уже для переводчика встает вопрос как перевести данный фразеологизм и здесь мы должны опираться на контекст которым мы должны найти экспликацию смысла заложенного автором в данный фразеологизм и данная экспликация представлена вот в подчеркнутых мной фразах из данной статьи фраза b и фраза c соответственно давайте сначала переведем фразу b кинская компания поставщик входит на джи и лайнс в группу которая группу цели который является лидерство северной америки на рынке производства технологий шестого поколения и фраза c с другой стороны ноги а также является участником и координатором альянса x создана по инициативе и соответственно вот данная экспликация соответственно на основе данной экспликации мы уже можем вывести смысл данных фразеологических единиц и перевести уже фразу а когда речь идет о развитии технологии шейджи нужно отметить значимую весомую или важную роль компаники то есть вот один из вариантов перевода данного фразеологизма в данном случае и третий пример время все заканчиваю третий пример опять-таки уже речь идет не об удушевленном лице а вообще о термине цифровая трансформация и опять-таки употреблен этот сам фразеологизм и здесь опять же необходимо опереться на экспликацию которая дана во второй части данного предложения термин цифровая трансформация версии на кончике языка у всех руководителей компании на основе этого переводим смысл заложенный автором во фразеологизм термин цифровая трансформация приобрел большую популярность вот на этом все благодарю за внимание если есть вопросы я готова на них ответить пожалуйста алина уфина просто чисто языковые вопросы как это звучит это нужно съесть еще немного флижа до термой то как на звучит термой то и вот вопрос такой вот гинга это не вариант хуан и соответственно иван нет это псевдоним вообще это не имя пожалуйста все эти фразеологизма это действительно о казеанализм и они словарях не не фиксируется у них есть сигнифика то есть значение что не всегда опираясь на значение которое на словаре мы можем русский язык перевести на таким образом иногда нам приходится прибегать к различной трансформации хорошо спасибо есть фразеологи на которые переводятся скажем это там таким вот подбором аналога просто смыслового а есть и полностью совпадающие грамматические не статистики сколько вот в портударьском языке я не нашла эквивалентов за исключением библиизма эквивалент просто языке я не нашла я думаю что безусловно если брать весь фразеологический остаток там они есть но вот конкретной тематической группе не было есть библиизм игр священные поэтому там все должно быть одинаково везде хорошо спасибо большое перевести перевести а потом еще научить как этому переводить так хорошо а то мы иногда говорим про на поликультурную среду но забываем что здесь надо всегда иметь ввиду чтобы правильно эту полику культурную среду воспринимали понимали соответствующим образом на нее реагировали на эту поликультурную среду так теперь у нас владимир иксанович вы с нами да я здесь добрый день да хорошо добрый день владимир иксанович хайрулин профессор башкирского госуниверситета текста исходного и переводящего языков как взаимодополняющие нарративы пожалуйста борис иксанович владимир иксанович спасибо николай в настоящее время большое внимание уделяется рассмотрение да николай мне нужны бы презентацию там не несколько слайдов я не знаю кому обратиться и будут ли они вообще вы не в курсе все уже появились появляются сейчас будут вот текста исходного все видим да замечательно первый слайд покажите пожалуйста так а теперь второй в настоящее время большое внимание уделяется рассмотрению текстов которые признаются ключевыми силу своей значимости формирование как исходной культуры так и иных культур не часто ключевым относят тексты художественной классики позволяющие подходить к себе самых различных точек зрения наибольший интерес для нас представляет сопоставительный анализ материала одного из ключевых произведения именно романа льва толстого анна каренина признаваемого величайшим из когда-либо написанных непосредственным предметом исследования являются гастрономические признаки и способы их описания в исходном варианте в тексте английского перевода известно что толстой был убежденным вегетарианцем проповедовавшим растительную пищу чтобы отказавшись от мясной цитирую люди поняли насколько наконец что такое хорошее расположение духа конец это однако своим героем он не отказывал слабостях и позволял им есть мясо на их столе находилось место и цыплятам и индейки и говядине стол своих героев полстой всегда описывается вкусом будь то блюдо французской кухни или исконно русская еда иногда простая крестьянская например старик накрошил в чашку хлеба размял его стеблем ложки налил воды из брусницы еще разрезал хлеба и посыпал солью ну-ка барин моей тюрьки сказал он присаживаясь на колени перед чашкой тюрька была так вкусна что левин раздумал ехать домой обедать покажите по вас третий слайд обращение к таким примером имеет прежде всего познавательную ценность поскольку перевод часто эксплицирует признаки незнакомые современному рецепенту так как они утрачены в прошлом например и травник и хлеб и масло и особенно полоток и грибки и крапивные щи и курица под белым соусом все было превосходно и перевод на английский язык the herpia the bread and butter and especially the smoked goose and pickled mushrooms the metal soup and the foul with melted butter sauce everything was для щас из приводимого высказывания его переводы мы узнаем что травник это хмелевой напиток на травах на травах полоток копченый гусь а белый соус был приготовлен на основе топленого масла такие примеры иллюстрируют положение о том что при именовании какого-либо признака в русском и английском языках происходит как бы поворачивание его разными сторонами рецепент видят эти разные стороны однако не все в одинаковой степени отчетливо если признак описан средствами одного языка разносторонние описание признака различными языками представляется более полным поскольку те или иные стороны оставшиеся не описанными в одном языке могут называться и часто называются при описании этого признака средствами другого языка 4 слайд пожалуйста при этом текст исходного переводящего языка предстают в качестве взаимодополняющих нарративов то есть вербальных изложений или повествования каких-либо событиях в которых автор или переводчик может вводить свои пояснения такие пояснения служат именно тем благодаря чему признак приобретает разносторонние описание 5 слайд пожалуйста по имя понятие взаимодополняющих нарративов оказывается наиболее продуктивным при одновременном симультанном рассмотрении текстов исходного языка и переводящего языка как единого контента когда взаимодополнимость наиболее очевидно причем эта характеристика регулярно проявляется при описании блюд в том числе русской кухни мне лучше всего щи и каша пример из толстого I like buckwheat porridge and cabbage soup best обратите внимание на соотношение признаков каша buckwheat porridge русская каша в западных культурах ассоциируется с кашей из одного вида зерновых а именно гречневой крупой заметим что это крупа сегодня редкая на западе но продаваемый в некоторых американских супермаркетах так и называется каша к-a-s-h-a то есть мы наблюдаем зеркальность восприятия описание признака русская каша это каша из гречки соответственно гречневая крупа из которой готовится это блюдо получил название каша как бы в подтверждение данного положения в тексте романа и в английском переводе мы находим реплику реакцию официанта на высказывание на высказанное левиным пожелание каша а-ля-рус прикажете перевод на английский язык вот дилайк бакфет а-ля-рус слайд шестой пожалуйста с еще большей убедительностью взаимодополнимость нарративов проявляется при привлечении материала трех языков тем более что роман предоставляет такую возможность делая заказ облонский называет блюда по-русски а официант повторяет заказ доставляя себе удовольствие называть блюда по-французски третьим языком служит язык перевода английский так и сопоставление примеров становится ясно что суп с кореньями это во-первых дэджет был суп то есть овощной суп во-вторых пантанье весенний иными словами овощной суп из молодых корнеплодов под заказанными консервами имелись ввиду во-первых стюд фрукт консервированный фрукт во-вторых massive wonder free ассорти то есть сложив признаковые компоненты из трех языков получим ассорти из консервированных фруктов интересный пример гастрономического признака мы находим когда заказ заходит до каплунов в английский capon то есть это domestic cock castrated and fattened for eating то есть откормлен на мясо петушок во французском варианте представлен признак poulaire à l'estragon то есть пулярка откормлена на мясо курочка приготовленная в приправе из тархуна перевод на французский язык привел к тому что каплун capon стал трансгендером в данном случае мы наблюдаем действия так называемой гендерной переводческой трансформации при которой перевод сопровождается сменой грамматического рода и как бы сменой пола описываемого признака в примере с каплуном capon pullard активируется именно данная гендерная трансформация признак узнаваем во всех трех языках за счет сохранения общей или зонтичной семы домашняя птица второй доминантной семой служит специально откормленной сема гендерной принадлежности играет роль периферийной которая может меняться при рассмотрении признака в разных языках хотя в некоторых областях практической деятельности например в кулинарии различие между каплуном и пуляркой оказывается принципиальным поскольку предусматривает различия в способах приготовления седьмой слайд пожалуйста для нас важно то что данный случай очень показателен для иллюстрации взаимной дополнительности переводческих нарративов которые также проявляют себя в описании других ситуаций например при указании количества дайте нам устриц два или три десятка bring us two or three dozen oysters ведение счета в десятках единиц или дюжинами существенно отличается поскольку в последнем случае увеличение количество происходит в значительной прогрессии скажем 10 отличается от дюжины на две единицы в сторону возрастания 20 отличается от двух дюжин на 4 а 30 от трех дюжин на шесть единиц в приводимом примере три десятка в исходном языке и три дюжины в языке перевода это большая разница поскольку три дюжины означает 36 а это почти 40 безусловно переводчики романа переводчики переводчиками были луис анд элма мод понимали это но проявляя лояльность к рецепенту перевода для которого счет устриц велся дюжинами и только дюжинами указывает именно данный количественный признак восьмой слайд дайте пожалуйста обед не обходится без напитков у крестьян это самый древний распространенный русский квас ну-ка кваску моего а хорош говорит он подмигивая a little of my квас it's good said he with a wink примечательно что английский вариант толстовской орфографии термина квас k-v-a-s не распознается при введении его в компьютер очевидно потому что словарь в качестве верного указывает видоизмененный поэтому несоответствующий исходному вариант с двумя s k-v-a-s-s russian rye beer в английском в оксфордском словаре это beer alcoholic liquor то есть ржаное пиво иными словами пенистый напиток из ячменного сода и хмеля с небольшим содержанием алкоголя хотя квас никогда не считался алкогольным напитком квас напиток настаиваемый на ржаном хлебе и сухом и сухарях так дает русский словарь из действительно алкогольных напитков русские предпочитают водку причем пить ее могут разных сортов это смотри толстой странице 234 и как бы мимоходом между прочим не придавая этому особенного значения структуре высказывания доминантным является предикативный признак закусил тогда как водка занимает позицию переменного признака он подошел к буфету закусил водку рыбкой напротив обращает на себя внимание то как детально эта проходная ситуация описана в английском варианте здесь указаны дополнительные по отношению к русскому варианту признак глаз рюмка и первый предикативный признак drank выпил предикативный закусил развернуто в буквальном переводе съел немного рыбы в качестве закуски то есть выглядит весьма основательно в принципе он подошел на его и безусловно беда в пицце он убил за обедом пью шампанское с белой печатью толстой странице 30 каше блан то есть это это distinguishing марк evidence of authenticity prestige отличительный знак подлинного качества престижа или классический шабли classic шабли A white burgundy wine – белое бургундское вино. Кроме того, русские по утрам могут пить кофе. Одевший Степан Аркадьевич вышел в столовую, где уже ждал его кофе, и рядом с кофе им письма и бумаги из присутствия. И, конечно, русские любят чай. Чаепитие – одно из ярких проявлений традиционного русского застолья может иметь место в любое время суток. Время чаепития, опять же, становится ясно благодаря эксплицирующей функции нарративов. Она помнила, что ей нынче нужно поспеть домой к чаю мама в 12 часам. She knew that she had to get home in time for mama's midnight tea. Это сравнение от Орловского. Самой машиной переводческого творчества, когда в его воле скрыть ту или иную деталь или, напротив, дать дополнительное пояснение, как в примерах. Старик накрошил в чашку хлеба. The old man brought some rye bread into a bowl. Белый хлеб с сыром был ему приятнее. He preferred bread and cheese. Если задать себе вопрос, почему в примере с чашкой хлеб оказывается rye ржаным, а в примере с белым хлебом с сыром bread, ни white, ни белый, ни rye ржаной, черный, ответ вероятнее всего следующий. Признак хлеб служит маркером социальной принадлежности. У крестьян хлеб ржаной, rye, а на столе аристократа хлеб белый, ну или французский в виде ровов. Но ни в коем случае не ржаной, поэтому дифференцирующий признак белый-черный либо эксплицирован при его отсутствии в исходном языке, либо скрыт в тексте перевода при его наличии в исходном языке. Очевидно, таким является умозаключение переводчиков. Хотя у толстого хлеб подчеркнуто белый, что без сомнений указывает на возможность выбора между ржаным и пшеничным. Девятый слайд, пожалуйста. В подобных случаях неоценимым оказывается понятие взаимодополнительности. Следует лишь обратиться к текстам исходного языка и переводящего языка как к единому целому, нарративам, дополняющим друг друга деталями, отсутствующими в одном из анализируемых вариантов, но наличествующими в другом. Это как бы блуждающие гостевые детали, которые часто по воле переводчика могут либо занимать актантную позицию в структуре высказывания, либо нет. Причем их отсутствие не воспринимается как некая лакуна, требующая заполнения. Эти детали становятся явными при обращении ко второму члену нарративной пары. То есть взаимная дополнимость становится явной при симультанном рассмотрении текстов исходного языка и переводящего языка как целостного контента. Десятый слайд, пожалуйста. Предлагаемый подход к исходному и переводящему текстам как взаимодополняющим нарративам предоставляет особую оптику восприятия. Признаки описываются более эксплицитно, то есть разносторонними, что позволяет видеть их более четко. Детали, находящиеся в тени или в негативе при монолингвальном описании, оказываются выявленными, представленными в позитиве при клюорингвальном описании. Это важно, поскольку расширяет информационное поле признаков, который как бы находится под корректирующей линзой перевода, помогающего заглянуть непосредственно в признак, его сущность, либо дополнить признак деталями, скорректировать его количественную характеристику или даже придать ему роль социального маркера. Взаимная дополнимость наблюдается при рассмотрении текстов, описывающих самые разные признаки, но, как мы и стремились показать, данная характеристика может быть наиболее четко представленной при сопоставительном анализе текстов, содержащих и гастрономические признаки. Благодарю за внимание. Большое спасибо вам, Владимир Александрович, за такой очень интересный доклад. Когда вы цитировали Тоскова, «Полоток» и прочее остальное, я думал, что ведь и нам тоже, для того, чтобы правильно понять этот текст, надо заглянуть просто в слова русского языка и посмотреть, что такое «Полоток», что такое «Трапник». И кто такие «Каплуды», и кто такие «Каплуды», как с ними воевали. Понимаете? Совершенно верно, да. Так, вы понимаете, что приходится это делать во время своей работы? Действительно, вот многие признаки были утрачены в процессе развития языка и, собственно, социального, культурного развития. Вот есть такой писатель, да, писатель написал книгу одну в своей жизни, но книга мне понравилась. Вот он там сравнивает прошлое, похоже на дырявый мешок, утративший по дороге половину добра. Вот эти вот число вот этих вот утра, число вот этих признаков добра, которые было утрачено в прошлом, вот как раз относятся вот эти и Каплуны, и Полоток, и другие признаки, которых, да, мы не помним сейчас. Да, и вот перевод, вот перевод помогает вспомнить и понять, что же такое, что же имеется в виду, когда Толстой использует эти признаки. Старые признаки теперь заменены на новыми. Мне как-то студенты сказали, Николай Иванович, что вы нам задаете вопросы, чем отличается доменная печь от мартеновских? У нас был экономический перевод. Задаете вопрос, чем отличается айпод от айпэда и от айфона? И тут мы получили полную информацию. Вот такие признаки сейчас, как говорится, в когнитивно-семантическом, смысловом поле наших студентов. Большое спасибо, Владимир Александрович, вы на высокой ноте завершили нашу работу. Спасибо. Да, спасибо. А если позволите, можно вопрос, если позволите? Конечно. А вопрос по поводу каши просто очень заинтересовал. Было сказано, что слово каша, как гречка, переводится гречкой как каша. Нет, Барбург. А все правильно в этом говорится. Да, гречневая крупа, своими глазами видел, гречневая крупа в американском супермаркете называется, латинскими буквами написано, каша. К-А-С-Х-А. Это гречка, это редко. А в каком штате можно поинтересоваться? В одном из северных штатов. А, понятно. Я потому что, почему я спросила, хотела сказать, потому что баквит так и есть. В ресторанах заказываешь баквит панкейкс или баквит флауэр, тоже покупается. И гречка так и есть баквит. Просто я житель штата Калифорния, поэтому, соответственно, гречку ем достаточно в семье. И всегда покупала и детям, и, как говорится, 30 лет тому назад баквит называлась. Да, сейчас уже выпускают в пакетах, где просто написано «мистраль». Вот такие вот, правильно, пакеты, они уже поставляются непосредственно в американские магазины. Но сама баквит сохранилась. Да, спасибо. Интересно было. Ну, вот, да. Но вы же из России, поэтому вот у вас присутствует гречневая каша в меню. Но, кстати, в Европе тоже не знаешь, что такое баквит и не знаешь, что такое каша гречневая. Да, моя семья знает только потому, что, естественно, с детства я ее ела. А так вокруг соседи всегда интересуются, что же мы такое едим. Что такое коричневая, да, вы едите. Да, да. Да, и вот, опять же, из своего опыта, пересекая границу, проходя таможню, там досматривали, я вез гречку. И они говорят, а, это, наверное, гречка, потому что вы из России, да, сразу узнал, что вы везете гречку. Да, потому что из России многие везут. Ну, раньше она была недоступна, сейчас уже в последние годы это спокойно можно в любом супермаркете купить. Да, раньше действительно было сложно ее где-либо найти, можно было найти только в русских магазинах. Спасибо. Спасибо. Интересно. Переводы. Спасибо. Я хотел сказать, что все равно я очень рад, что нам приходится в словари заглядывать, переводчикам, потому что нет этого упрощения, такого, как они ели традиционную мясную еду, они ели традиционную рыбную еду. Ну, надо посмотреть. Это толстой, ну, как бы, это история уже, да. Может, что это уже архаизм, у нас нет таких явлений, мы не готовим такие. Вот, но мне показалось, что очень интересно, что белые соусы они привели там с маслом, наверное, он отличается от их белого соуса, и это надо было конкретизировать. А вот пример с брейтен батт мне показалось очень странно, потому что брейтен батт обычно это бутерброд, а там было и хлеб, и масло, там оно не подразумевалось, что это готовый бутерброд. Это очень странно. Но, знаете, мы всегда, когда слушаем доклады про переводчиков, мы всегда видим какие-то вот случаи, когда неудачно. А когда удачно, мало кто в этом говорит. Но на самом деле, наверное, там есть очень масло. Ну, а как сказать еще хлеб и масло? Да, брейтен батт. Сэндвич, вот это будет бутерброд, а тут брейтен батт. Знаете, когда мы говорим в действии хлеба и масла, мы знаем, что изобилие, что мы не голодаем. А брейтен батт, выносишь бутерброд, это уже готовый сэндвич с хлебом, с маслом, без мяса. Да нет, ну это… Да, если там есть, то да, если… Все, я прекращаю эту переводческую дискуссию, потому что, знаете, конца края здесь не будет. Не будет, да. Принимает решение, кто потребитель информации. Да, поэтому нам, Владимир Александрович, на это внимание не обратил, наше внимание, поэтому принимает так, что… А там никак не переведешь, ну все. И все остальное будет уже такие вариативы, что… А здесь все-таки ближе к тексту. А если мы посмотрим, как переводится, ну так скажем, Библия, вот эти священные тексты, то мы увидим, что там очень и очень все идет, вот буквально, да, слово в слово. Может быть, за редким исключением, да. А редкое исключение переводит к ереси потом. Так, хорошо. Ну что ж, мы тогда завершаем нашу послеобеденную сессию. Я выражаю благодарность всем здесь присутствующим, всем присутствующим в онлайне, всем тем, кто присутствовал и потом покинул нас. Так, особая благодарность нашему техническому гуру Владимиру, который не просто сидел и щелкал, но и внимательно нас слушал и даже задал два очень точных вопроса, которые показывали, что он внимательно следил за тем, что мы здесь говорим, и все ли можно пускать в глобальный домен. Вот поэтому будем считать, что мы, все наши персональные данные сохранены, поэтому я объявляю заседание второй секции 19-го лингво-страноведческого семинара закрытым.